Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Серега, наконец-то вы этого дождались. Сегодня у нас будет интервью с Дмитрием Крымским. Естественно, как обычно, мы зададим кучу вопросов. Димон у нас очень давничный ютубер, один также из первых ютуберов и до сих пор самый популярный блогер по игре Warface, который набирает столько просмотров, сколько, к сожалению, Warface онлайна уже давненько нет. Желаю вам всем приятного просмотра, не забудьте поддержать данный ролик лайком, все тайм-коды с интересными вопросами вы, как всегда, найдете в описании к видео. Погнали! Друзья, для новичков Warface, а также для тех, кто не заходил на свой аккаунт более 30 дней, есть отличное предложение, где вы сможете получить кучу крутого доната и топовое снаряжение Синдика. Все очень просто, если ты новичок, то просто регистрируйся по ссылке в описании и забирай крутые пушки со снаряжением на свой новый аккаунт и доминируй над противниками благодаря топовому оружию. Если же ты уже зарегистрирован, но не заходил на аккаунт более 30 дней, также переходи по ссылке и забирай топовый донат. Все бонусные предметы ты сможешь сразу перевести себе на свой аккаунт. Все это позволит тебе вкачать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Привет, Зима! Спасибо тебе большое, что нашел время посетить мое интервью. Сегодня я сдам тебе много интересных вопросиков, надеюсь, на многие ты сможешь ответить. Здравствуй. Ну, да надеюсь, что тоже смогу ответить. Первый очень легкий для тебя вопрос, это как ты просто пришел в Warface? Ну, я сюда не пришел, меня сюда позвали. То есть смотри, самое интересное, что как все раньше попадали в компьютерные игры. Раньше, ну, я думаю, у многих было так, что интернета, в принципе, не было. То есть они там через телефон коннектились или как-то еще. У меня был друг, у которого был отличный комп, ему подарили. То есть он там двухъядерный на то время, там 4 гига вроде оперативы, самый жесткий. И кто-то ему сказал, что увидел такой бомбовый шутер по телевизору, там вообще такая графика. Ну, раньше трейлеры в Warface делали, это офигенный. В общем, он скачал, я к нему как-то пришел, он играет. Я даже помню, тогда он играл на карте, то ли башни эта карта была, то ли что-то такое. Ну, наверху крысел на этой карте, я такой, нифига себе, что это за игра? Так, а он говорит, это еще онлайн, представляешь, можно вдвоем играть. А у меня тогда одноядерный комп был Celeron 253 ГГц, я такой, думаю, блин, вот бы у меня эта игра потянула. Ну и в принципе, вот так я с Warface познакомился. То есть я изначально месяца, наверное, 3-4 просто играл, ну, приходил к другу и играл у него в Warface. То есть изначально знакомство произошло так, что меня сюда привели, притащили через рекламу. И чем ты занимался в Warface, какие режимы любил играть, и вообще друг играет до сих пор в Warface, или как быстро он с него ушел? Ну, с этим человеком я сейчас уже не общаюсь, то есть вообще не поддерживаю никаких отношений, уже года, наверное, два. Но суть в том, что тогда мы играли, раньше как было, кастомные комнаты, то есть никто через быструю игру не играл, мы играли в ферму постоянно. И раньше в Warface, ну, как бы, по сути, жил в Warface, то есть это было то время, когда ты знакомишься с компьютерными играми, когда тебя прям так манит, ты смотришь на это все, блин, это так круто, это так интересно. И ты вроде бы только садишься за комп, смотришь уже за окном, вечер, ночь, тебе уже говорят, то есть все, как бы вырубай комп, пора спать. И ты просыпаешься утром, блин, думаешь, сейчас пойду всех нагибать, то есть, и вот так вот проходили просто дни. Не знаю, ну, это охрененные чувства были, я тебе скажу. То есть сейчас я такого удовольствия от игр не получаю, в последнее время вообще нет таких игр, чтобы вот прям, вау, такая супер игра, чтобы можно было сидеть прям сутками в нее играть. А вот в Warface попал, когда мы играем абсолютно все, что угодно, там пушку открываешь. Мы же еще раньше не знали, что такое випки, то есть, у ПВЕ даже, в принципе, не знали, что такое профи для нас пройти, это что-то на уровне, там, не знаю, читеры, как будто у нас провели, если действительно без читов проходили. Когда еще баги, знаешь, эти были, когда там в этот, в мусорный контейнер садишься на одной из ПВЕ-шек, садишься, и надо отстреливать, встаешь, стреляешь, садишься, ты, чтобы тебя бот не убил, никакой не дозапил. То есть, ну, по типу того, или там, там стройка, я не помню, как это, на Балканах или какая-то была карта с громами всякие. То есть, вот, именно тогда Warface, вот, в моих глазах был супер игрой вообще, я не знаю, когда именно он у меня дома появился на компе, я вообще просто целыми днями залипал в него вообще, вот, просто потерялся в этом компе, когда только увидел этот Warface. В принципе, играл все вообще, очень плохой комп был, у меня, я грузился, чтобы ты понимал, если мы играли с друзьями, например, я вот хотел с ними именно поэрубиться, там, против противников, у меня был супер плохой комп, я грузился, мне нельзя было с ними не сидеть нигде, не в Дискорде, все позакрывать, ну, тогда мы в Скайпе сидели, он дохрена жрал, я иногда по телефону даже созвонился с ними. И, короче, я грузился примерно через 2,5-3 минуты, когда уже катка начиналась, то есть, вот, вот, примерно он так вот загружился, на то время, представь, когда у людей, там, ноутбуки, там, десятых годов, они тянули Warface 60 FPS, у меня даже что-то не работало, все сдохло. Ну, тогда альтернатив не было, и тебе все равно устраивала данная игра, хоть она у тебя лагала, все равно ты получал удовольствие от нее больше, чем даже получаешь сейчас. Да, да, именно так. Когда я немножко обновил комп, тогда первые квшки, это вообще что-то... То есть, тогда играли друзья, у меня брат двоюродный играл, то есть, Руслан его зовут. Охренеть, ты его даже помнишь, он у тебя в клане был, я у тебя в клане с ним был, в принципе. Да, я помню. Мы вот с ним, мы с ним просто вот тупо заходили и пропадали. Он еще больше, чем я пропадал, то есть, в Warface, то есть, он играл жестче, чем я, но вот на тот момент, именно благодаря тому, что он играл, то есть, и меня это тоже так засасывало, мотивировало, то есть, что было с кем поиграть, было с кем понагибать. Ну, в принципе, и помнишь, у тебя в клане было старый Warface. А, кстати, Руслан, что с ним сейчас, он больше не играет? Как с ним общение поддерживаешь с своим вторым братом? Ну, это двоюродный брат, нет, я сейчас общение с ним такое, прям вот, как раньше мы не поддерживаем, мы с 16-го года так не общаемся. Ну, как, мы общаемся так, привет, как дела, то есть, его в армию забрали, иногда он пропал, поэтому... Потом так вот, ну, как бы, общение на привет пока, то есть. Ну, если в жизни приезжаю, соответственно, где он живет, там тогда общаемся в реле. А ты вот сказал то, что сейчас удовольствия от игр не получаешь, ты вообще не получаешь удовольствия от никаких игр, тебе никакие новые проекты не нравятся? Смотри, я не получаю удовольствия, конкретно как раньше, когда я захожу, то есть, я вижу игру, прям вот, знаешь, вот смотрю на них, что это охренеть? Я получаю удовольствие, сейчас вот конкретно, вот почему я, например, даже в тот же Warface играю, потому что друзья играют, и все, то есть, вот, я играю с друзьями, мы делаем какие-то командные действия, условно, то есть, вот, именно это сейчас меня держит. Не то, чтобы я вот смотрю, даже Warzone там вышел, я не могу сказать, нету такого эффекта, как тогда от Warface'а, вау, а еще раньше же, то есть, я, например, не попадал в такую эру, когда люди сидели дома, вот, например, в городах, там, они играли в CS 1.6 хотя бы по сети, знаешь, тогда, ну, именно у них был какой-то интернет, там, хотя бы слабый, а у меня только в компьютерных клубах мы могли поиграть, где там, ну, немного так людей играют, и поэтому, когда я увидел Warface, что можно спецухи прыгнуть, и тогда по ве-миссии проходить, это вообще для меня супер эффект был. Сейчас я получаю удовольствие только от командной игры, то есть, что мы идем с друзьями, у нас что-то получается, мы достигаем каких-то целей, и все. То есть, игры сейчас такого эффекта, как раньше, Warface'а не вызывают, к сожалению. А вообще, какие игры тебе новые нравятся, которые вышли? Ну, вот, из последних которых прям так вот более-менее понравилось, это Warzone было, то есть, онлайн-игра. А так, прохождение какие-то, не знаю, на PS'ке последнее, что меня еще более-менее удивило, это God of War, когда вышел, то есть, я купил его, поиграл, ну, нормальный. Как ты все же стал ютубером? Блин, я не помню, я записал, по-моему, первый видеоролик на канал, так как я выбиваю дигл, что я какую-то хрень записал, короче, вообще. На слабом компьютере? Больше всего? На суперслабом. Но тогда у меня уже был не супер-суперслабый комп, как изначально, я его немножко обновил, но он все равно был слабый, то есть. Но тогда я мог хотя бы играть уже 800 на 600, ну, примерно в 30 фпс даже записывать мог. То есть, у меня на компе было, то есть, если посмотреть мои первые квшки, которые записаны, они записаны в 30 фпс 720 в качестве, и там картинка, она такая, как будто кажется более-менее плавной. Чтобы ты понимал, я фпс 15 на экране видел, то есть, а запись была, как будто бы, там, в 25-30 фпс, то есть. Да, вот так вот я поначалу записывал. Что меня сподвигло? Я не помню, вот, что точным триггером сработало, прям, я не помню вот конкретно, но помню, что записал коробки, как я крутанул, потом мувик какой-то пытался там склепать, когда вот у брата играл на компе, у него тоже нормальный. Там это вообще ужас, лучше не смотреть. Ну, а так вот, прям, чтобы вот блогингом, да я не планировал им как-то заниматься, просто канал создал, залил пару роликов, как-то люди начали писать, думаю, можно попробовать, почему нет. Но я точно не помню, что-то было такое, я помню момент, когда я в одной вещи разочаровался очень сильно именно в блогинге. Это когда у нас срач с Владюхой был тогда, вот, первый, самый первый срач, вот тогда я сильно прям разочаровался в этом всем, то есть, вот, именно вообще в блогинге, я не понимал людей, то есть, я думал, что это вообще за хрень, что они несут, что за тупость, но я думаю, дальше об этом, в принципе, поговорим. Вот, когда ты, собственно, начал ютубом заниматься, ты именно это для души делал, либо хотел заработать денег, стать популярным, известным? Я, честно говоря, даже не помню, для чего это делал, вот, реально, вот, это так давно было, что я не помню, зачем это начиналось, то есть, все, вот, именно, что, вот, с чего я вдруг это начал делать, я не помню, может быть, из-за денег, я не помню, просто, вот, правда, от чего это все началось, но я помню, что мне это суперудовольствие приносило, вот, и сейчас приносит, то есть, я этим занимаюсь, потому что мне это приносит удовольствие, я прям, ну, постоянно радуюсь, то, что, в принципе, попал в эту сферу, и то, что я сейчас нахожусь здесь. я не помню может быть реально за денег я вот вообще вот серьезно из головы вылетела я помню что самое начальное тут записывал я даже не понимал как работает youtube то есть что с него можно выводить деньги чтобы ты понимал первые свои деньги с ютуба я вывел это у меня тогда была какая-то карта то есть тогда же еще вот эта ситуация с крымом произошла все карты там по улетали и первые деньги я не помню месяцев месяца 4 может пять месяцев то есть вообще пустую делать ничего не зарабатывал я не помню или на киви выводил именно первые деньги которые получил в руки вот настоящие бумажные я перевел их на вебмани 500 рублей чтобы понимал 500 рублей я выбрал такую там была такая короче штука отправить деньги по почте там написано было что-то по почте я такой типа да чё за бред как так вообще может быть по почте деньги пришли там хреньку не знаю короче не по ну нажал думаю ладно то что деньги там я не мог их вывести никак и мне реально пришла квитанция с почты представь деревне где я жил там 800 человек живет мне приносят квитанцию на получение 500 рублей то есть я прихожу на почту с этой квитанции мне выдают 500 рублей я такой а чего так можно было что ли охренеть я помню что на эти 500 рублей я купил что-то не помню я помню точно что купил килограмм мяса вот это я точно помню вот именно это строители бежал не значит вот не захотел спрямляться я купил туда мясо пахал ты же тогда строителями же правильно конечно а помнишь была такая ситуация у вас кормут и видео тогда уже даже каждый день записывал и у вас начал пропадать свет по неделям что ли и ты все равно умудрялся как-то когда вам на час свет дадут выпускать ролик как полтора часа по вам было ну я не понимал как это вообще происходило то есть ну это произошло все спонтанно супер во первых я до сих пор чтобы ты понимал по моему это даже сейчас на этом аккаунте дима 16 вот на этом основном аккаунте по моему или на старом привязан украинский номер понял там этот в уведомлениях варфейса то есть все произошло так спонтанно что вот связь есть 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 потом связи хоп и просто нет все телефон симка просто не работает то что связи больше нет как бы в крыму то есть не поддерживала я не мог отвязать то есть мне не приходило сообщение а потом через стопами было впадло все вот так спонтанно произошло что свет отрубали ролики как я делал пару роликов было заготовлено то есть ну я не один ролик я заготавливал наперед то что они были супер легкие как бы ну на тот момент мне казалось что супер тяжело сейчас я понимаю что супер легко было и включали свет на полтора часа то есть 10 минут у меня условно там на геймплей есть 10 минут есть озвучка и потом надо поставить рендерить я рендерил вегасом соответственно если он крашит например или он чтобы зависает но что-то с ним происходит если свет отрубают то все как будто ролик не успеваешь залить его за эти полтора часа надо было успеть что-то сделать вот так вот выкручивался более-менее я помню что у меня не всегда это было то есть это были заготовлены ролики заранее например был такой момент что я помню что у меня рендерился ролик 68 где-то 69 то есть так процентов об света нет все то есть до свидания а сколько вообще по времени света не было без день нет я имею ввиду вот неделю вот когда все нормализовалось блин я не помню как это происходит за так все неожиданно началось но я помню что вот именно после этого момента я стал переезжать то есть именно жить один то есть вот в этот момент я помню что квартиру когда поехал искать и света например в деревне вообще света не было а я уехал квартиру искать то есть в этот момент это произошло а там как бы понимаешь это достаточно долго продолжалось вот именно я под эту ситуацию успел с этой ситуации так скажем соскочить ну ты думал тогда в тот момент уже чтобы уехать другой город чтобы конкретно продолжить видео снимать я планировал съехать от родителей когда на open cup 1 полетел я почему-то был под таким впечатлением от москвы то есть я увидел москва город такой прикольный я подумал что ну надо как-то вот не знаю что-то сподвигло все надо жить одному надо делать ролики дальше это что-то куда-то двигаться помнишь ты свою первую популярность вот когда вот именно тебя начали узнавать все куда ты не зайдешь себя все узнают какой ролик бы ты не залил он залетает на кучу просмотров помнишь ли такой момент понимаешь если бы на меня свалилась популярность резко то есть вот как тот не знаю раз все выстрелило и полетел мне такого не было вот у некоторых людей знаешь им говорят же деньги голову кружат то есть там много денег сразу приходит у меня не было такой ситуации возможно мне повезло потому что у меня популярность она росла все время то есть у меня не было резкого скачка там в тысячу до 100 тысяч подписчиков у меня постоянно месяц от месяца то есть знаешь тихонечку потихонечку набирал 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 и как бы я не заметил за собой такого что вам что-то резко изменилось что-то произошло я не помню такого момента когда меня начали узнавать я помню первый момент когда меня начали доёбывать доёбывать и приходить каждый день по несколько раз и стучать ко мне в дверь это вот это от просто у меня так жопа горела ты не представляешь просто адский вот это я помню прекрасно а популярность вот так что пришло нет такого и просто как бы это поэтапно все было поэтому не было такого резкого скачка чтобы я удивился зачем подписчикам нужно было приходить там к тебе домой чем нужно было как они вообще нашли я понятия не имею короче что ты понимал я когда немножко вперед заскочу я думаю там спросишь этот вопрос когда первый раз приехал в омск я там записал ролик тоже какой-то с насти чуваки узнали подъезд в короче чуваки вот это что-то из разряда тех роликов и мы там выходили из двери то есть и там лежал коврик на полу перед дверью коврики лежа знаешь ноги вытирают короче один чувак узнал этот коврик и нашел по этому коврику эту дверь и пришел к нам туда я охренелся то как они нашли мою дверь ну часто бывало такое что я выходил у меня там магазины были снизу на первых подвальных этажах то есть я жил в обычном доме таком как бы стандартном там в подвалах этажи то есть ой господи магазины я заходил туда и то есть какие-то ребята меня могли увидеть и начинать спину там кричать крымский крымский и тому подобное может как-то увидели подъезд потом там в ролике дверь спалил они по двери поняли куда стучать и все они не только мне стучали не соседней двери к соседям хрена шли вот этого еще тупость было зачем они это делали это вообще отдельный вопрос ты понимаешь приходи чуваки первые самые первые которые пришли постучали я открыл дверь говорю ребят ну только никому говорю окей ну как можно сфоткаться может обещаем никому не скажем следующий день же другие приходят через день еще другие приходят и еще другие 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 то есть и все полная жопа понеслась я думал что одни и те что часто постоянно были разные и так они задолбывали ми я сплю тыс я ночью сидел потому что там днем жарко например ком Десонира не было я ночам я работал было удобно откроешь окна холодно я сплю только спать лег 7 утра в девять в десять утра в дверь тут 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 и они же не просто знаешь тук-тук-тук-тук это же дети они постучат тук-тук-тук потом потом с ноги бам нахуй дадут в зерия смотрю отпечаток них и думаю вообще жизни то есть это неадекват вообще полное что переню такой страдать и короче в один день я не открывал дверь они подумали что это не моя дверь якобы меня дома потому что не было и они начали в соседскую дверь стучаться там бабушка жила и с мамой то есть бабушка и мама и еще то есть вообще там 80 пол было 90 и они сносили железную дверь ногами били в нее зачем-то меня из-за очень выселить и я когда знаешь они постучат открою дверь они убегут понимаешь я говорю что вы делаете чего хотите никого нет закрываю дверь в глазок смотрю подходит дверь открою они убегают все закончилась игра я не понимал что с этим делать они был трэш историшь там вышел чипалаха все же до сорвалась и меня я никого руками так не трогал вот именно чтоб пить помню один момент меня прямо достали я открыл дверь и наорал так на чуваков то есть крикнул что вы чё ебанут игру что ли что вы делаете и они убегают конечно не могу даже догнать я даже обувался один подбежит стукнет сразу летит вниз то есть он понимаешь что за ним буду бежать и убегает это просто жопа какая-то это вот с этим никак вообще не было побороться потому что приходят одни они не приходят на следующий день потом другие не приходят самая жопа было это суббота воскресенье я сначала не понимал почему потом понял что школа они в школу идут а в субботу воскресенье и могут меня походить по задолбой хорошего такая гениальная игра у людей было а вот в омске когда ты сейчас живешь твоя новую квартиру я тоже уже нашли хоть прямо возле квартиры меня не полили но здесь в округе да уже ну то есть в округе недалеко от дома как бы до полили но квартиру еще никто не приходил здесь закрытая территория во первых камера стоит я после этого камеру поставил чтобы если там кто-то ногами стучи знаешь где что как бы человек подъезд над дверью дверь и сбоку и возле подъезда когда заходит тоже видно ну почему нет я когда хотел мне сказали то что надо подписи типа собирать и кишу постановить может кому-то и надо слушай а как тогда придумал дичь начало свое и почему-то перестал снимать я не помню вообще первое дичь начало я вот придумал как раз братом русланом просто сидели какую-то хренью страдали говорю давай вот так вот так запишем типа сгорело от варфейса что-то и потом мы сняли так пару раз и она зашло так хорошо люди начали писать писать а потом я понял что мне не нравится дичь начало тем что во первых вы начали воровать я думаю ты понимаешь про кого я как буду поменяли начальное слово значит это что-то новенькое этот потом мне перестало нравится то что люди не ждут ролик а ждут дичь начало то есть как бы я больше в ролик вклады сми одну как жестко это не нравилось когда люди писали когда дичь начало там почему дичь начало то не то то и не то то есть и люди вообще на ролик внимание не обращали никак не комментировали сейчас мне ситуация больше нравится когда люди обсуждают ролик они пишут говорят мне это больше нравится уж когда ты 90 процентов сил там условно вкладыш как в ролик то есть не в дичь начало потом приходится делать так чтобы 90 процентов ты вкладывал дичь потому что на него больше всего реагирует а это мне не очень нравилось и в один момент просто перестал может быть я скажу сейчас мы дальше или давай ладно сейчас скажу сейчас вот недавно когда с января началось у меня жесткий спад я не снимал вообще ролики то есть четыре месяца там вот четыре ролика вместе снял и мне еще чуваки приходили говорили у x-media больше у тебя горит просмотра в месяц типа нет блин да ладно вообще круто я 4 ролика сделал у него у него больше просмотров сидеть как это классно и я не снимал то есть вообще отдыхал я отвалился от этого всего я не мог начать не мог никак приступить не мог вклиниться условно в эту работу как тот знаешь ты пытаешься но и как будто ничего не получается ты пытаешься все переносишь как находишься в себя правда не какие-то сейчас я вот начал опять работать влился в это все и можно здесь начало снимать не знаю я прямо сейчас вот как начал вот в августе снимать у меня прям такое знаешь какой-то буст пошел по энергии я примут хочу 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 снимать что-то хочу дайте мне что-то вот я буду делать я сейчас прямо вот с тобой разговариваю, сейчас у меня вышел 20 минут назад ролик с тобой, получается, и сейчас мы закончим с тобой, я пойду уже в следующий сразу делать ролик. То есть, чтобы ты понимал, я прям аж убиваю себя, и мне это очень нравится. То есть я понимаю, что это чревато последствиями какими-нибудь. То есть вот я сделал один ролик, вышел ПТС вот с контрактами. Я настолько загорел, я спать ложился, чтобы ты понимал, я лежал, уже засыпал. Я увидел пост у кого-то, что воу, контракты новые на ПТС. У меня прям, блин, надо идти делать. Встаю, иду, сижу всю ночь, мне хреново там ломать, но надо делать. И сейчас вот, не знаю, я постараюсь, как бы не буду ничего обещать, но буду стараться больше над роликами. Каждый день ты имеешь в виду выпускать или над качеством ролик? У меня не получается каждый день выпускать, потому что каждый день это очень сложно. Я сейчас думал, что воу смогу, но блин, это нереально почти. Как бы, может быть, там один-два дня надо пропускать, чтобы зарядиться то есть роликами, потому что бывает темы нет. То есть ты доделал ролики, а новой темы как бы нет, тебе что-то надо придумать, что-то надо сделать, и поэтому, ну как бы, больше просто роликов делать. Потому что сейчас ты сам можешь заметить, что у всех блогеров по Warface какой-то лютый спад именно в плане их активности. Даже не то, что в активности Warface, а именно их активность упала, потому что они не хотят ничего делать, потому что как будто бы нечего делать. На самом деле есть что делать, нужно просто самому зарядиться и как бы вот с горящими глазами пойти, когда все найдешь сразу. Потому что когда ты смотришь, как бы Warface умирает, так умирает, давай потанцуем как бы на могиле, по пляшем, расскажем людям, как это весело. А почему ты вот ролики не снимал? Что у тебя случилось, что ты месяц не снимал ролики? Блин, хреново все было, я тебе скажу так вообще, все хреново. Вот в один момент, знаешь, вот накапливаться, накапливаться, и потом все хреново становится, как будто вот кажется, что все плохо, все ужасно. Ты как-то не уделял как будто время, ты неправильно распределял, точнее, время как-то, и вот сейчас сбалансировал это все, и все вообще отлично. Ну, по крайней мере, знаешь, как депрессию пережил такую легкую? Ну, не сказать, что прям вот ушел с депрессией, ничего не мог сделать, просто искал себя внутри, и вот сейчас нашел более-менее. Ну, то есть, что-то нашел, и мне это нравится, я тебе скажу так. То есть, я даже рад, что такое состояние прошел, потому что, например, раньше, вообще у меня вот в шестнадцатом году, там, в семнадцатом году, у меня от восьми до четырнадцати или шестнадцати миллионов просмотров в месяц было, чтобы ты понимал. Я каждый день прям ролики делал, вообще на протяжении там долгого-долгого времени, у меня супер ролики летели, то есть, больше, чем сейчас просмотров в месяц набирало, и сейчас я такие показатели, как бы, мне кажутся нереальными, но на самом деле это вполне реально, то есть, я сейчас в этом месяце попробую зарядить так, чтобы подпрыгнуть, и потом еще выше прыгнуть, и догонять это все. Поэтому вот пытаюсь догнать себя в шестнадцатом году, но, соответственно, с другими уже роликами. Как ты познакомился со своей женой? В Warface. Зашел Warface, потом создал паблик, просто на карте ферма. Сколько? Да, на карте ферма, первая карта была ферма, а вторая уже этот, терминал. Самая суть в том... Поверишь ли ты мне, если я скажу тебе то, что вы оба были у меня в друзьях, я нажал на оба ваших профиля и увидел то, что вы были в одной комнате, я почему-то подумал, что вы играете вместе. Поверишь ли ты в это? Я могу поверить, что она была у тебя в друзьях, потому что она была до этого знакома с тобой, это сто процентов я знаю. И суть в том, что, ну, я не могу поверить, что ты подумал так, как бы, ну, это может быть... Я не подумал, что вы женитесь, я подумал, что вы играете почему-то вместе. Я не знаю почему, я просто так подумал. Суть в том, что раньше, в шестнадцатом году, я создавал комнаты, я не играл в быстрой игре, как сейчас. Раньше было очень круто. Создаешь комнату, они видят комнату блогера, быстро так залетали, то есть пять минут, то есть комната полная, ребята все веселые, заряженные, готовы нагибать. Я создал ферму, там собралось человек 12 примерно, и вот она зашла там в последние слоты, условно, представьте, то есть в последние слоты. И вот знаешь, насколько тоненько все так прошло, если бы комната была заполнена, не зашла, и не были бы знакомы сейчас, может, я был бы счастлив, но это не важно. Суть в том, что если бы у нее был закрыт замок, когда я ее добавил, то есть все, сейчас бы, может быть, она была счастлива, то есть, ну, как бы, понимаешь? Суть в том, что вот все так произошло, все к этому шло, что вот в Warface я еще хрен знает откуда, она хрен знает откуда, между нами такое расстояние, и опа, сошлись, и все идеально. А почему ты решил ее в друзья добавить? Я не помню, вообще не помню, она мне, по-моему, что-то хп давала, то есть, раньше, то есть, как бы, просто людей добавлял, которые адекватно играют, то есть добавлял, чтобы они со мной играли. Может, я не помню, может, понравился никнейм, я не помню, что конкретно происходило, у меня тогда не было девушки или была, я не помню уже, что происходило в тот момент, почему я ее решил добавить. И вообще, зачем? Я обычно, как бы, знаешь, так вот, не кидался, мне обычно кидали заявки же, то есть, сейчас я влогер, как бы, у меня должны заявки кидать, и хоп, как бы, кинул, она приняла, то есть, и как-то в ВК потом списались, то есть, все как-то вот так вот произошло, как будто, знаешь, вот, мы сами себе сказали, так, вот, ты должна, ты должен, и вот так вот все пошло, и да, сейчас, ну, то есть, ну, я, в принципе, ни о чем не жалею, все прекрасно. А как вот получилось так, что ты переехала в Омск? Ну, она училась на тот момент, и, как бы, она не могла приехать, я подумал, почему нет, если меня, как бы, не сильно что-то так держит, и в Крыму мне не особо сильно нравилось, если честно. Как бы, хотелось что-то померить. Нет, мне не нравится. Тогда, ну, как ты эмоционально... Приезжать туда, приезжать в Крым, и жить в Крыму, это разные вещи, поверь, вот это очень разные вещи. Ну, как ты эмоционально именно отнесся, да, типа, без родителей, типа, у тебя там знакомых, никого нет, а вдруг у вас там ничего не получится, где ты там жить будешь, вот эти все моменты, как ты решил. Ты сейчас говори, как моя мама, знаешь, когда она мне говорила, а вдруг-то, а вдруг там какая-то подстава, видишь, а вдруг у тебя там 30 лет забрали в день. Мне просто так же говорила моя мама, когда я в Москву уезжал, поэтому я решил тебя так же спросить. Эээ, я вообще ни о чём не думал, просто вот, я могу это позволить себе, я могу себе это позволить, я взял и поехал, всё. То есть, как бы, не знаю, что-то меня потянуло, значит. Я ни о чём не думал, так он, знаешь, мне пока не сказали там, не начали это говорить, а как ты там поехала, то есть, вдруг бы тебя там это, вдруг это какая-то мошенница, то есть, и тому подобное, как стандартные байки родителей, и тому подобное. То есть я об этом даже не думал Вообще Просто как бы списались Общались долгое время достаточно Потом я как-то сказал, давай приеду Посмеялись, это и приехал И в итоге Омск тебе нравится Ты не захотел переезжать потом, когда твоя жена Доучилась в какой-то другой город? Не сказать, что мне прям супер Нет, мне здесь комфортно В Омске правда комфортно Не сказать, что мне прям здесь супер нравится Ну, мне здесь комфортно, мне не нравится Ну, удобно Тогда замечательный вопрос в моей рубрике Сколько ты зарабатываешь? Очень много Очень Это больше 500 тысяч рублей Ну, а я не скажу тебе Сейчас расскажешь всем Ты сказал миссис Фридом, что ты зарабатываешь 600 тысяч рублей Да я просто угорал тогда, в тот момент Мы угорали, ведь я не знаю вообще Я не знаю, то интервью там Ну, я просто, ну, как бы Я думал, это просто рофл Когда пришла налоговая И, короче, спрашивает за интервью Да это рофл Угарая Ну, в общем Мне хватает Вот, знаешь Все отлично Мне хватает Тебе хватает? А сколько нужно тебе для комфортной жизни? Для комфортной? Именно, чтобы нормально себя чувствовать? Чтобы вообще отлично было Ну, блин, много денег не бывает Но суть в том, что Смотри Если мы рассматриваем месяц Когда вот я там живу Там трачу условно на жизнь То есть, ну, как-то на семейные там траты Если не Тут на все Ну, 1045 Во То есть, мне вот За головой хватит Это при том, что коммуналку То есть, заплатить Просто бывают же месяцы Когда Там надо Какие-то непредвиденные расходы Вот машина, например, сломалась Там 1030 Выкинуть То есть, вот Именно такие вот вещи А так вот Ну, не знаю 1045 1445 хватит, я думаю Ну, я, по крайней мере, так думаю Бывает Да, сами уходят другие деньги Самый рекордный месяц Вот именно 1017 мы потратили На весь месяц То есть, ему хорошо, нормально Все Все отлично было Да, деньги уходят Вот я сижу Видишь На них Смотри А я помню Ты хотел бизнес его открыть Можешь, расскажешь, что у тебя Можешь, инвестиции какие-то есть Может быть, бизнес его есть Нет, нет Ты только с YouTube зарабатываешь? Да А, измышленные только квартиры Майнинг ферма Майнинг ферма еще, да 3000 в месяц беру Да, квартира, машина То есть Я не могу сказать Куда я деньги трачу То есть, куда они уходят Сам не знаю А почему машину себе Не взял какой-нибудь Панамеро? Потому что не могу себе позволить Два Ну, да Расскажи про создание своего клана Как решил создать свой клан Первый С кланом? С первой, первой или второй Первый клан Сидел на стриме Приходит донат То есть, я тогда просто играл с подписчиками Общался, разговаривал Приходит донат На доширак Я тогда в это время что-то клан планировал создать Чтобы позвать туда ребят С ними поиграть и тому подобное И такой То дошираки создал И создал И в принципе, в тот момент Набрал всех подряд Туда, кто меня просил То есть, в то время Еще активность в Warface Была супер большая Ну, такая прям Знаешь, что То есть, ты говоришь Кто в клан? 50 человек Залетели сразу в клан Условно И так вот он создался Потом мы начали Кикать тех, кто очень слабо играет Или кто вообще не играет И вот так вот потихоньку Потихоньку формировался клан И в принципе вырос до того До чего он вырос А потом, хоп И пропал А вот хочется поговорить Про звезд данного клана Допустим Можешь ли рассказать полную историю Никиты АК-103? Блин, я полную историю не могу рассказать Потому что Вообще он с самого начала был в клане Ну, то есть не самого Прямо с самого начала Условно его как вот создали Начали развивать Вот он попал в это начало А потом просто как бы общались Он сидел, получил офицерку И не могу рассказать Такого прям чего-то впечатляющего Про него Когда мы вот общались Когда мы общались В шестнадцатом году Это был один из самых близких Ну, один из самых близких человек Условно для меня Именно в Warface Которому я мог доверять Чтоб ты понимал Он знал там номера моих карт То есть ему можно было вообще Деньги в руки Миллион дать в руки Он бы сказал Окей, подержу То есть вот Ну и сейчас я думаю Такой человек У него такое Полмесячное Один вывод этот Знаешь С партнерки Мэйла То есть Это такой человек Которому вот На миллион процентов Можно доверить Я ему реально Дам ключи от хаты И документы Скажу Вот я на тебя квартиру Переписал Он скажет Окей, Димон Твоя квартира Я на нее не претендую Вот в этом Ну знаешь Такие качества в людях Довольно редко встречаются Вот чтобы вот Настолько Вот прям вот Вот прям настолько То есть доверие к нему На тот момент Вообще вот просто Бешеное было Потом поругались Да с ним Похренеть на самом деле Поругались То есть вообще По хрени Какой-то поругались Он На самом деле Он просто Зачесвешился И все То есть он начал Материться много Прям вообще адски материться Начал Он на меня потом уже Начал переходить Этот агр Начал на меня в том числе Мне это не понравилось Мы поругались И история на этом Сто-сто третьем В принципе закончилась Но суть Ссора вот эта вот Где он обманул Ты прям видео отдельное снимал Где конкретно сказал Что ты с ним поссорился Что сначала Ты должен был к нему приехать Потом он обманул тебя Из-за этого поссорился Сначала Я должен был к нему приехать Когда я летел в Омск То есть у меня была пересадка в Москве Я планировал так Я заехать должен был к нему Но я не заехал Потому что мы поругались А второй раз Он должен был ко мне приехать Но я не буду эту историю рассказывать Потому что там много личного было Вот потом как я То есть история Когда это происходило все Она казалась для меня Супер тупой и ужасной Как будто это супер идиот Вот прямо знаешь Как будто супер кретин какой-то С которым я связался человек Но потом Некоторые подробности повсплывали Которые я не могу рассказать То есть Ну я говорю еще раз Столичные уже Которые расставили эту ситуацию В более мягкие ключи Скажем так Ну то есть Я немножко понял по-другому это все А сейчас вы с ним помирились уже? Ну мы У нас нет такого супер близкого общения Как раньше Но он у меня в клане просит Просто играет Бывает заходит там Поздоровится То есть так как у нас свободный клан Ну как Просто обычное общение То есть И все Не больше Онлайн Помнишь как с ним познакомился? Ты даже к нему ездил? Ну он в клан попал Да И он ко мне приезжал И как? Онлайн Как я с ним познакомился Ну он был в клане Достаточно хорошо Он Знаешь вот именно С появлением онлайна Клан Вот на пике был В тот момент То есть вот В шестнадцатом году Условно на пике был Я считаю И вот когда онлайн пришел Тоже он был на своем Сот Ну почти на пике Так скажем А потом вот Все как-то покатилось Полетело вниз И как-то Все хреново было И потом перестали общаться А вышел он с клана Или его кикнули? Его кикнул Бигвольф с клана А ты главу передал А что у тебя вот такие за приколы? Вылишь это в один момент Настолько людям доверял Что главу клана мог передать? То есть Бигвольф Я помню ему На тот момент лет шестнадцать Было Ты мог доверить Такую ответственность Восемнадцать Восемнадцать было? Да По мне он с клана вышел Когда ему лет шестнадцать было Ну ладно Не суть То есть ты доверил Прям целый клан Вот такому человеку Ты так доверял? Я Я не доверил ему клан Ему передал голосование Клан Я в тот момент Вообще Вот я тебе скажу так Я очень рад Что дошараки То есть вот Отошли Все ушли Туда вот Все как бы Им На них все закончилось Ты сам прекрасно понимаешь Что сейчас От кланов вообще ничего нет То есть ну Клановая система По сути Раскатана Лежит От нее ничего не осталось Я из тех игроков Которая супер сильно Любил клановые битвы И для меня клан Тогда был вообще прям вот Не знаю как Основной целью Зайти в игру То есть пообщаться Сейчас это тоже основная цель Я захожу И захожу сразу в ТС-ку Смотрю каких-то Есть из знакомых Там например Чтобы с ними просто посидеть Поболтать пока я там монтирую Или с кем-то поиграть Например Сейчас я меньше стал играть Потому что я над роликами Больше запариваюсь Но когда вот я Пропадал Я больше играл И соответственно проводил Времени больше с кланом Ну с теми людьми С которыми на тот момент были Рядом И когда Стоять Я тебе говорю И когда Вот это вот Я понимаю Что в принципе Будущего у клановой системы Вообще никакой нет То есть я не могу сам Из себя какой-то контент Даже выжить То есть вот понимаешь Как бы клан есть Как будто его нет То есть вот Я в нем как будто сижу И как будто не сижу То есть какой-то вот В пространстве каком-то Нахожусь между Вот глава И не глава То есть вот как-то Я не мог ничего Как-то с этим сделать Вот внутри Я не мог собраться с собой И поэтому я решил передать главу Проверить голосование И выбрали Биг Вульфа То есть между Онлайн и Биг Вульфом Там короче вообще Потом очень много грязи было Потом и Очень много людей ушло Кирюху кикнули потом То есть Или он вышел Я не помню Они какой-то Они сами решили выйти И поэтому вот так вот сделали У тебя так много людей было У кого очков Много было С кем ты видосы записывал в клане И за любого нарушения Ты исключал их из клана Расскажи про это Про это пожалуйста И про что За что вообще Из твоего клана Можно легко улететь было Оскорбление Ну зависело от того Какое оскорбление Если человек знаешь То есть Там условно Переехал матом кого-то Просто так За то что его убили Это сразу кик То есть мгновенно Если человек только вступает в клан И он начинает выписывать там Ну легкие какие-то даже Оскорбления тоже кикали То есть тот кто Дольше был в клане Если он там написал Олени Ну как бы знаешь Просто оскорблять Но я не хочу сейчас приводить Чтобы тебе желтую монету не дали То есть легкие Легкие виды оскорбления Тогда не кикал с клана Если начинали грубить Прям намеренно Сами лезть на рожон На всех кидаться Тогда соответственно Я понимал что Такому человеку Не место в клане Тот кто багал Например Онлайн же так за мат был Сколько раз Пять кикнул Наверное Ну как вот понимаешь Еще в чем суть Я брал его обратно в клан Вот я онлайна кикал И обычно людей То есть обратно Через меня только Можно было взять Он меня многие просили Возьми онлайн Он там исправился И тому подобное Я его кикал Много раз за это И я потом об этом пожалел Потому что люди Которых я например Ну то есть кикал Их друзья приходили И мне говорили А вот моего друга Ты не хочешь обратно брать А онлайна ты взял То есть почему То есть вот понимаешь Каждый раз это происходило То есть у меня С этого очень жестко горело И потом я Меньше стал обращать На такое внимание Именно что Если человек кикнул Старался его обратно не брать Если он прям конкретно Супер сильно не исправился А третий раз уже вообще Это супер За пределами редкости Чтоб я взял его Вот именно А так кикал За баги За читы То есть ну и за все В принципе Недобор очков Самое тупое Что я считаю Что я сделал Это кикал за недобор очков Надо было за неактив кикать Это я вот ошибся Помнишь ли ты Какой-нибудь Самый обидный кик Вот когда ты прям Разочаровался Тебе было вот Не так легко взять И нажать эту кнопку И исключить складно А когда вот тебе Тяжело было это сделать Ну ни разу не было какого Если кикаю Не задумываешься Тук Тук Все Поздно думать Ну вот Последняя ситуация В душе В душе Я ничего не чувствую То есть вот Первые разы Я тебе скажу так Первые разы Когда меня шантажировали В дошираках Чуть ли знаешь Вот прям До очень большой обиды Вот Меня кидали люди Мне прям супер обидно было Я сидел Реально вот Клан разводился Вот почему я со 103 Так вот общался Хорошо Он же был в те моменты Когда от нас Очень много людей уходило Основная часть клана Просто уходила Он сидел Помогал мне Это все разгребать То есть он оставался В клане постоянно То есть И все было хорошо В принципе А так чтобы Потом вот знаешь В один момент Когда проходит год Второй То есть И ты как-то немножко Черстреешь к этому всему И ты То есть человек тебе говорит Если ты это То я это Ты говоришь Окей Две кнопки Он уже Уже это В другом клане А как ты Потерял свой Все же клан дошираки Что случилось Как ты там Передал главу И тебя в итоге Кикнули ли ты вышел Что случилось Также То есть Проголосовали люди Ронину передали главу Он пропал Короче Он сначала Ну в принципе Все нормально было Сначала более-менее Потом какая-то Началась хрень То есть Начали давать Офицеров Ну Людям Которые То есть Если вот Дошираки поймут Кто там был Когда вот Лерок дали офицера После этого Вот после того Когда уже с нее Офицера сняли Все Уже после этого Полная жопа В дошираках пошла Вот полнейшая То есть Начали набирать людей Тяп-ляп То есть Не с кем было играть Актив упал до минимума Ронин вообще Неделю не заходил То есть Он куда-то у него там Супер дела какие-то появились То есть Вообще полный хаос начался И я сказал о том Что То есть Я хочу вернуться Либо в клан То есть Дайте либо главу Либо придется мне Как-то другой делать клан Я ожидал Реакции То есть Я с Ронином нормально общался Я ожидал реакции Что он скажет А что случилось То есть А почему ты так решил И тому подобное А он взял Я просыпаюсь в один день Ну я ему писал То есть Я написал это там Дня три прошло Может больше Он не читал это сообщение Которое я написал Потом я ему уже начал Ватсап писать То есть Везде написывать Чтобы он прочитал это сообщение Потому что время идет То есть Мне надо что-то делать Ну как-то двигаться Либо свой клан Идти собирать Либо соответственно Давай что-то решать За шираками И он Просто я в один момент захожу Он мне отвечает Я смотрю Уже никого в конфе нету И соответственно Я понимаю Что и как бы Они приняли решение Что я ухожу Не все конечно Душевно было трудно Выходить с клана В котором Тебе было так долго Время Нет Мне Мне Я вообще не хотел Оттуда выходить Вот серьезно Я думал Аккаунт будет там висеть Вот как создал Так пусть висит Я понимал Что до шираки развалятся И скорее всего Я потом голову заберу То есть Я планировал это сделать так Но когда Человек Который начал оскорблять Мою мать в клане До шираки Ему дает офицера Ронин То есть Это уже за пределами Ну то есть Моего понимания Я не хотел выходить Клана Кто это? Кто это? Какого у него был? Айквист И после этого У него Еще Что произошло Мне слили разговор Соответственно Который был у них в ТС Что они договаривались Что меня не будут кикать Ангельского кикнут Когда его в армию заберут Соответственно Ну он не будет играть Но очки не хотели терять А меня вообще не будут кикать Чтоб я типа ролик не записал Они сидели там Ну как бы Похихикывали Угорали И я такой Как бы Ну ребят вы молодцы Прикольно Но я хотел с твинка сидеть В клане То есть Я вообще так и планировал Что я создам своего Твинка Который сейчас Ерихон Клан новый И буду его развивать Через твинка Но так получилось Что я теперь С основой там нахожусь И вообще ни о чем не жалею Дошираки просто развалились Сдохли Там где-то вообще Пять человек не набираются То есть соответственно Как я все и предсказывал Так в принципе и случилось У нас в принципе все хорошо Как это все и должно было произойти Ну я по крайней мере Так это все видел По поводу названия нового клана Когда ты придумал Как в голову пришло Яблище И что это значит Большое яблоко Такое Вот Яблище Почему ты в техподдержке Не доказал им Что это все же большое яблоко А не В правилах игры написано Я не помню Как там дословно Но Лицензиат Определяет условно Значение слов То есть У тебя сегодня клан Называется Хеви Рейн И лицензиат Дает конечную Я не помню Какую там Правовую Что там короче Написано Но они решают Как и что должно быть написано И что такое правильно А что такое неправильно То есть ты завтра назвал Хеви Рейн У них какой-то конфликт Случился с этим словом Там например Они говорят Это неправильное название Нельзя И у тебя уберут название И ты будешь Обязан его менять За кредиты Платить соответственно деньги И еще 10 дней В бане просидишь за это Слушай Ну а яблоты Да почему им понравилось Ой яблонька Точнее яблонька 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 Да яблонька А что такое Яблонька А к первым буквам Они сейчас не докопались Ну пока вроде клан живой Если после видео Не забанят Значит все нормально Ну яблонька На улице красивая яблонька То есть Сегодня на яблоньке Сорвал яблище Вот такое То есть Ну понимаешь как бы Ты же понимаешь Что ну это обычная провокация Я в принципе понимаю Что как бы Я надеялся на то Что они не забанят Но они забанили Не повезло А штрафные санкции получил А что дальше С кланом будешь делать Какие планы КВшки Ну сейчас КВшки Блэкводы фармить Элита Блэкводы фармить Да Новые спецухи фармить Это какая тупость С этими блэкводами полная конечно Элиту нет 100% На хрен элиту Мне нужна как бы Команда в клане Понимаешь как Клан это Как тебе сказать Это где-то 20 Может 25 человек Таких вот Которые прям знаешь Вот в корень вгрызаются Это всегда так было Вот у меня по крайней мере Не знаю какого 25 Которые прям вот Это основа клана Это ядро такое А 25 это как бы Те кто к этому ядру Соприкасаются Те кто с этим ядром И соответственно Нужно вот это ядро Для того чтобы Записывать контент Я уже Ну с ребятами там общаемся У нас более нормальное Общение в этом клане Понимаешь мы общаемся И люди отвечают Люди пишут Люди что-то делают Мне это нравится Вот это классно И мне клан нужен Для того чтобы Было это ядро И чтобы с ними Можно было общаться В плане того Что я хочу ребят Вот это записать Пойдем Ну да Ничего мы не против Погнали Мы только за Все погнали А в Дошираке Такого не было Там мы добавили Бота Ка И он Общался только он А почему ты решил Сменить название Своего ютуб канала У тебя сколько лет Назовался канал Дмитрий Крымский Просто Твоя имя фамилия А почему ты решил Сделать Дрымский Что это вообще значит Смотри Меня всегда Дико калило на ютубе Что люди называют Образ Знаешь Пираньи Это образ Это не Он же в реале Другой То есть понимаешь Ты думаю сам слышал Это прекрасно Всегда Что это все образ И тому подобное Дрымский Это образ Я сейчас могу сказать Серега Я тебя ненавижу Ты такой-то А потом скажу Это образ Дмитрий Крымский Не такой Понимаешь Меня вот Выбесило то Что люди Привязывали Дмитрий Крымский Это все Я значит Это не образ Это настоящий человек А все остальные Это образ Так вот Ребятам Которые смотрят Видеоролик Дрымский Это образ Все что я говорю Это в образе Сделано На самом деле Это не так Я думаю Если кто-то Не понимает Что пиранья Это не образ Владюха Зажимает Это не образ Серега Это не образ Хорошего настроения А в итоге Ты считаешь Что на ютубе Ты такой же Абсолютно Какой в жизни Я думаю Я думаю Что да По крайней мере Я так думаю Я веду себя Стараюсь Вести себя В жизни Соответственно Смотри Есть различие В том Что Вот мы с тобой Если вот Какой-нибудь Твой соклан Зайдет Я буду с ним Общаться Как тебе сказать Более комфортно Что ли То есть он зайдет Я ему скажу Привет Как дела Мы начнем Например Любой человек Я играю в фейсит Я общаюсь со всеми людьми То есть С неадекватами С адекватами То есть стараюсь Поддерживать более-менее Нормальное общение Условно В жизни Как бы я не могу Человеку подойти О здорово Там Че пойдем туда Че пойдем туда То есть Сначала более зажат То есть Более скромен Соответственно То есть Единственное что Вот В интернете У меня нет такого этапа Как скромность Знаешь То есть Ну такое Нелепое знакомство И тому подобное А так В принципе Если взять Какие-нибудь Такие Моменты Ну По сути То же самое А что значит Дрымский Ты совместил Дмитрий Крымский Первую букву Или как-то Это вообще Подписчики начали Это начали Подписчики Менять буквы Я им Почему бы и нет То есть Подписчики начали Мне писать Что А ты Этот Господи Дмитрий Дрымский Я думал Почему не Дрымский Звучит неплохо Мне нравится Как др Мотоцикл какой-то Ты в итоге Поменял название Канала Только для того Чтобы кто-то Говорил то Что это образ Дрымский Мне просто Хотелось Поменять Все Вот мне Хотелось Поменять Что-то Изменить Вот Что-то Бывает такое чувство Что-то Хочется поменять Вот Меняешь Что-то Вот это Что-то Стало названием В любом случае Если я себя веду Как неадекват И там Проявляю То есть Довели меня Или что-то сделали Например Выбесили То Я и в жизни Это в жизни моей Значит происходит И в жизни Меня так же Можно выбесить И будет происходить По сути То же самое Это не образ А тебе помогает Тут Каналом Заниматься Либо ты Сам Все Делаешь В каком Плане Вообще В любом Картинке Там Что-то Звук Те Настраивает Ну Всем привет Смотри Картинки Я делаю Полностью Как бы Картинку Сам Кроме Этого Контурного Света То есть Это Настя Рисует Она Занимается Она Учится Это все Делает То есть Она рисует На планшете Этому Графическом Я не умею Я сел Начал учиться С моими-то руками Это жопа полная Я очень Очень тяжело Это вообще дается Я прям На нервах Постоянно был То есть Мне тяжело Дается Вот такая вот штука Чтобы вот Контурный свет Там рисовать И тому подобное Она Ей понравилась Она мне рисует Контурный свет Иногда я заказываю Пролетки Какие-нибудь Или мини-фрагмовики Например Там у Виктора СМИ Либо у Кубника Того же То есть Я заказываю Пролет Ну то есть Как бы Это не основной Контент Это просто Как бы Добавочный Я иду У них покупаю За Варбаксы И поэтому Они как бы Ну то есть Можно ли сказать Что помогают Они мне Ну да Помогают Ну а именно Люди Которые там Не знаю Идеи тебе Придумают Такого нет Это все Сам делаешь Нет Нет Таких к сожалению Нет Я заметил Ты говоришь То что По здоровью У тебя проблемы За то что Ты записываешь Ролики часто Какие проблемы Со здоровьем Тебе принес Принесла Твоя деятельность На ютубе Кроме Потери зрения Смотри Да я думаю Что зрение Ну как зрение Потерял Не из-за компас Скорее всего Потому что я Давно Просто смотри Объясняю по зрению Я уже давно Хреново вижу Но я не осознавал Того что я Хреново вижу Понимаешь То есть как бы Для меня казалось Что это Я сейчас очки сниму Мне ну как бы Будет казаться Полная жесть Но я похожу Так дня 2-3 Мне будет казаться В принципе нормально Я вижу То есть у меня Не такое прям Супер зрение Когда у меня Мыло Ну мыло Вот в глазах Я ничего не вижу То есть один глаз У меня вообще Хорошо видит Это второй Очень плохо видит Как бы зрение У меня не прям Сильно подкосило Раньше я мог Вообще Вот прям понимаешь У меня Не знаю Как тебе сказать То есть больше усталости Стало Как старик стал себя чувствовать Иногда Знаешь Вот ты раньше мог сидеть То есть до утра Там условно монтировать Просто сидеть там Просидеть там Больше суток И вообще спокойно Как огурчик То есть шоу-хоу-хоу Сейчас я такого себе Не могу уже позволить Вот даже сейчас Я уже не могу Такого позволить себе Если я так делаю У меня потом отходняк День хотя бы Как минимум Потому что у меня аж Охреневает организм Ну я думаю Если провериться Там Ну Не знаю Какие ты имеешь ввиду Куришь Выпиваешь Нет Нет А так Больше никаких проблем Со здоровыми нет Ну Таких прям нет Глобальных Пока нет Не знаю Может чем-то серьезным Болею Но не знаю Об этом Надо провериться Может сейчас Сижу Сижу Метр девяносто пять Бес Какой у тебя Восемьдесят четыре Номер паспорта Фоткай с паспортом Вот так в руки Возьми его Нету Пароли с канала Так там все равно Это двухфакторка Подтверждение надо будет Поэтому смысл Так это третий вопрос Слушай Как ты думаешь Почему ты самый популярный На ютубе по варфейсу Понятия не имею Это не мне лучше Отвечать на этот вопрос Почему я популярный Серега Вот тебе вопрос Я откуда знаю Я делал то что мне нравится Это привело меня Туда где я нахожусь Допустим Смотри Некоторые считают То что ты вывез Столько Секунду Секунду Извини Я перебью тебя Извини Смотри Ты говоришь Самый популярный Я этого не чувствую Понимаешь Вот Я не чувствовал Никогда себя популярным Вот У меня нету такого чувства Блин Мне даже обидно С этой стороны Это немножко Это злость Я чувствовал Понимаешь Жопа горела от этого Я не чувствую себя Супер популярным Каким-то блогером Который в варфейсе Может там что-то сказать Там знаешь Вот все я сделаю Значит типа Все меня должны слушать Словно Этого не чувствую Мне иногда даже обидно Это Но я не чувствую Этого Понимаешь Вот Суть в этом Такой вот Некоторые блогеры Говорят Которых ты прекрасно знаешь Что допустим Ты вывез Только на срачах К примеру С тем же Элизом Но Лично я считаю Ты думаю Так же считаешь Что ты Во-первых Работал очень много Прилагал работу Очень много Но даже все же Есть блогеры Которые тоже Очень много работы делают Но у них Не получается И как ты думаешь Почему у них Не получается Смотри Я записывал ролики Поначалу Свои первые ролики Я записывал их Месяца 3-4 Их никто не смотрел То есть не было Такого У меня не было Сразу Бам Все смотрят меня Все происходило Поэтапно 100 просмотров 200 просмотров 300 просмотров Какой-то ролик 5000 просмотров Соберет Воу Потом Ну то есть Это все происходило Годами Понимаешь Год к году То есть прошел год И там 40 тысяч просмотров Это нереальные цифры Ты понимаешь Это не происходит Так что Если кто-то сидит Он записывает Месяц И ему кажется Что он что-то сделал Выдающееся Не ролики Можно реально записывать Супер качественные Но если делать их каждый день Например То это нереально Кому-то кажется Что он месяц сделал И его не смотрят Все Значит это Все плохо Все конец Все через это Проходили Поверь Серега не проходил Он губку Оба записывал У него всегда Его смотрели сразу Но с фарфейсом У всех так происходило То есть Сначала ты записываешь То есть у тебя Малые Маленькие просмотры Потом чуть больше У кого-то Сразу могут быть побольше У кого-то дольше Поменьше просмотров Но если ты идешь К своей цели Постепенно Поэтапно Не думая о том Что вот опущу руки Ничего не получается Ничего не получается Ничего и не получится У меня не было Такого Бум 150 тысяч просмотров На ролике Бум 200 тысяч просмотров На ролике Хотя в один момент Когда я помню Записал ролик Еще у меня там Охреновый ком был Я назвал его Я впервые задонатил По-моему он называется Я записал на Турнирном сервере Там тысячу кредит Миллион кредитов давали И ролик прям вообще Выстрелил Вот прям с ног шибательно Дув как дал вверх 200 тысяч там он собрал По-моему сразу Это на то время Это даже не уровень Элиза Это выше уровня Элиза Для меня это Охреневание было Почему это смотрят То есть увидели Миллион кредитов И офигевает Смотри А самый главный успех Сейчас стать популярным По Варфейсу Ну ладно Может быть не сейчас Предположим Вот год назад Когда хотя бы там 70 тысяч онлайн На Варфейсе было Вот если бы ты Создавал бы Какой-то свой проект Какие советы Ты давал бы Своему блогеру Что ему нужно делать Брать харизмой Там брать качеством Брать количеством И так далее Я не знаю Вот правда Кому что посоветовать Мне никто ничего Не советовал И я думаю Что если человеку Насоветовать Это может Его только сбить Можно Если он придет И сам спросит Что вот у меня Не так вот здесь Например Тогда можно еще сказать Если действительно У тебя есть какие-то идеи Но если человеку Советовать Говорить ему Как делать Это может быть Не его путь Понимаешь Может если ты Не советовал бы ему Он бы пошел По своему пути И что-то бы сделал Действительно хорошее Может быть и не сделал Может он бы Наоборот все На дно бы скатил Но главное Сам ты должен Попробовать И добиться И прощупать это Потому что Если ты по чужим советам Начинаешь становиться Популярнее В один момент Ты можешь не понять Как это работает То есть все То есть я больше Не дам совета Например Или ты не дашь совета А дальше то что делать Как То есть ты смотришь на себя Начинаешь уже просто Зацикливать это все в круг То есть В этом проблема Что нужно идти По своему пути И понимать Как это все работает Более-менее Потому что По сути Я думаю Многие начинали Я в том числе начинал По пути Элизы И это жестко меня сбивало Вот прям вот То что ты записываешь Геймплей И его озвучиваешь Я как будто делал Что-то не так Мне нравилось это делать Но как будто я что-то делал Не так То есть вот Что-то я делаю не то Как будто Задавал вопрос До этого Стал популярным Благодаря конфликту с Элизом По-моему нет Я стал популярным Как бы Ну с точки зрения Варфейса До конфликта с Элизом Ну по крайней мере Мне так кажется То что Я ролик записал Когда уже года два назад Но у меня тогда На тот момент Подписчиков Достаточно количество Уже было То есть чтобы Ну то есть у меня было 15 тысяч подписчиков Или 8 тысяч подписчиков А вот именно Главной своей чертой Почему ты стал популярность Ты можешь сказать Там харизма Амбиции Нет не могу сказать Не знаю Почему так произошло Так случилось Значит так случилось Тогда перейдем К ссорам С блогерами Киберспортсменами Ты наверное Ну представляешь Что их немного Тут много Поэтому мы немного Будем идти по порядку Естественно Ты помнишь Наверное Первого человека Нет По порядку Помнишь ли ты Естественно Первого блогера С которым ты поссорился Конечно Первый и последний Это был Это был Владюха Первый и последний Как ты Вспоминаешь Ты вообще помнишь За чего первый раз Что вы не поделили Ну первый конфликт Вообще был Изначально Когда я записал Первый ролик Он что-то В РК Что-то нанес Какую-то хрень И он Ну он тогда Никак не отреагировал По сути на это Ну то есть Не записывал ролик А именно Первый конфликт На каналах Что он Деньги у меня занял Полторы тысячи И у меня Короче Не было денег Заплатить за интернет То есть Все деньги Тогда я жил Не очень сильно богато То есть Ну родители Не очень хорошо жили И Не было денег Ну мне сказали Как бы Ну если ты можешь Сам заплатить Заплати сам за интернет Да потому что Нам есть куда Деньги потратить Я занял Владюхи На частном слове Верну Все верну Все отдам в срок Срок прошел раз Срок прошел два У меня уже интернет Обрубает Я уже по сути Ему не смогу Написать ничего И я на ролике Каком-то сказал Что-то Что Владюха Мне типа не отдает Деньги Что-то такое Сказал короче Что-то Владюха Не отдает мне деньги Ему люди начали писать Что верни деньги Крымскому Верни деньги Крымскому И он записал про меня Ролик Тогда на тот момент Это была полная жесть Я потом посмотрел Этот ролик И я тебе скажу Что тогда у Владюхи Был канал больше моего То есть И аудитория у него Была вообще Какая-то довольно злая Был такой момент Он сделал Вот этот свой видос На меня То есть Он нанес нам Откровенной хрени Он там врал много То есть Ну стандартный Владюха В принципе Он полную чушку Танес То есть Он от себя придумывал Чтоб себя вывернуть Типа Ребята Все нормально Хотя было достаточно Просто вернуть деньги И сказать Все Извини Короче Меня пришли Засрали Меня там Дизов напихали Мне в ВК Столько гадостей написали Даже не представляешь И в один момент Я вот после этого ролика В магазин шел Сижу и думаю Блин Типа Вообще Стоит ли оно того Меня настолько разочаровали Вот эти люди Своим поведением Мне было не то что обидно Мне Ну да Это больше обида было Мне было вот настолько Грустно внутри Что Он врет И они верят И они меня обтирают Понимаешь Как бы То есть Я реально не хотел Ни ответок не делать Вот в тот момент Я сидел И думал Нахер это все Типа Зачем оно мне надо Какой в этом Типа смысл Что-то кому-то доказывать Я в принципе Сейчас таким же Требованием придерживаюсь Что кому-то что-то доказывать Довольно сложно Правда Понимаешь Когда приходят люди И мне говорят Ты стал популярный Потому что Ты обсираешь Варфейс Как бы Я не могу им ничего ответить Потому что Как можно общаться с людьми Которые не могут Зайти на мой канал Нажать вкладку Видео И выбрать Самые популярные И посмотреть Из-за чего же Я стал популярным То есть Если они не осилят Две кнопки нажать Что я смогу им доказать Как вообще это возможно И в тот момент Я тоже Кому-то что-то не хотел доказывать А потом в один момент Подумал А почему Попробую Почему не Попробовал И люди послушали меня Представляешь Я был тогда Ну как бы Непопулярный Мое мнение Не так сильно весило Много То есть Мне люди Не доверяли условно Но не было такого доверия ко мне И они мне поверили Типа Воу Типа Ну да Ты прав И там вообще Понеслось полный срач Потом самое забавное было Вот Когда я первый раз С Владюхой В принципе Понятно Тогда я подловился Подловился условно На его все эти уловки Повелся на них Это был момент Когда мы сыграли один на один И он слил У меня Представляешь Я помню Суть такая была Короче у меня был включен ком И я этот Что-то мне сказали Нарубить дров надо было Типа сложить их Нарубить Подготавливали тогда дрова Я не помню зачем Я помню что рубил дрова в дровнике Рубил короче их Что-то надо было И пошел за ком Варфейс был включен И у меня был друг С его клана Какой-то Или какой-то Опенкайпер Что такое И он мне типа сказал Не хочешь один на один С Владюхой Он тут типа сидит И тому подобное Почему нет Я был почему-то уверен Что я проиграю Потому что Когда я записывал У меня вообще там Жопа по фпсу была Если ты ту запись Посмотришь Там 4 на 3 То есть у меня там Не очень хороший фпс Там вообще полная задница Я играл с слабым фпсом И выиграл Представляешь Он еще нарушил правила И я выиграл Он слился Ой зашквар Какой ему будет Боже Лучше думаю Все Владюха Завязывай с каналом Он потренировался И решил взять у меня реванш Он мне лично сказал Если я проиграю тебе Я заливаю на свой канал Вот я тебе слово даю Я заливаю в любом случае Выиграю, проиграю Заливаю Я тебе просто слово даю Он говорит И он проиграл В одну очко И не залил Он когда Он не мог поверить Деньги по-моему Да он по-моему вернул мне деньги Вроде как Я сейчас точно не вспомню Ну и раз я за интернет заплатил Значит он должен был вернуть То есть он Вроде как вернул Наконец Ну все прошло и вернул И понимаешь Он проиграл Он не мог поверить в это Он говорит Как Я опенкаперов выигрывал Говорит А тебя не смог Как Он съехал Он пообещал залить И не залил И меня попросил Не заливать этот ролик И он сказал Давай запишем совместку Лучше Начал короче Съезжать с этой темой Хотя он пообещал И я что-то тогда так Ты же говорил Что зальешь Он начал съезжать на то Что давай совместку Лучше запишем какую-то И мы записали совместку Я тогда думаю Ну ладно Совместку Записали какую-то совместку На канал К нему тогда точно помню И вот так вот В принципе Тогда это все Можно сказать и закончилось Потом какие-то Ну мы как бы Да На нормальных отношениях То что он проиграл Видимо это ему дало Нормальный такой буст По башке То что Вот я проебался Конечно Жестко Но тогда Я помню Как спалился этот ролик Ну типа Почему я его залил Он у меня был залит на канале По закрытой ссылке И я чей-то канал пиарил То есть у меня кто-то Купил рекламу канала И я свои ролики Вот эти вот Ну то есть Как бы показывал Там что-то короче Спалил кусок своего Типа видео Закрытого Вот этого И мне начали писать Заливай заливай Типа это заливай Я и залил Думаю ладно И потом Вы снова поссорились Да Потом опять поругались Потом опять Ну потом в принципе Было уже понятно Почему То есть Ну как бы Тогда я уже Владюхе не верил Абсолютно То есть я уже понимал Что это за человек И сейчас Происходит все то же самое Абсолютно Ничего нового Как вы с ним договорились Встретиться В Крыму Чтобы подраться Или что вы хотели На стриме Самое вот Забавное Что он отрицает Сейчас он говорит Договаривались Что не больше одного человека С собой И он сам сказал Кто там возьмет больше с собой Тот такой-то Такой-то Потому что он переживал Что я позову много людей И его побьют На стриме мы договорились Все то есть И встретились Я один приехал Он с двумя людьми Ты же смотрел интервью Как он комментировал Эту ситуацию Что именно комментировал Ну допустим То что он именно Ну поначалу был Именно крутой Говорил на ютубе Что он тебя побьет А в интервью Он мне лично сказал То что он немного побавился Потому что ты был Выше его на голову Там было понятно Что Я не понимал вообще Что происходит Если честно То есть я не знал Что это за человек в жизни То есть я не понимал Что от него ждать Что от чего Сейчас будет происходить Они идут Они идут втроем на меня Я стоял Я напрекся Я не понимал Что сейчас будет происходить То есть ты стоишь Ты полное непонимание Я думаю Нужно не ударить В грязь лицом А ударить в лицо И он идет на меня И я думаю Если он Сейчас Там говорит Например Там Привет уебок Ну или что-нибудь такое Знаешь Ну то есть Они втроем идут И он такой На расслабоне Идет Он с портельчиком Шатает сзади Я думаю Если он что-то говорит Я стою напряженный Я думаю Сразу бью в лицо Сразу бью в челюсть Вот сразу Прям мгновенно удар в челюсть Летит ему А дальше уже Ну понятно Исход очевиден Что дальше будет Но главное Не ударить в грязь лицом И в итоге Он идет Расстояние еще приличное Такое То есть Ну достаточно большое Он уже протягивает руку И говорит Да мы не драться сюда Приехали Типа забей Я такой Че Понял Ну как-то Меня так это даже Ошарашивает Че Че Ладно Думаю Потом в итоге Мы поговорили Он так мне показался Довольно адекватным Он меня начал спрашивать Там про армию И тому подобное И я ему сказал о том Что типа родители Хотят меня в армию отправить Ну хотели типа отправить Да и все такое Он мне начал рассказывать В ответ Про отчима Типа своего И тому подобное Я не буду рассказывать Детали что он там рассказывал Но суть в том Что потом Мне показалось Не то что дикостью А я понял Что это за мразь Он приезжает домой Запускает трансляцию И рассказывает Что там Я стоял Дрожал Что я жаловал Я съехал Потому что мамка Хотела сдать его в армию Типа Понимаешь Он стоит Разговаривает При тобой один человек Домой приезжает Все Он в жизни такой же Я уверен То есть он Как бы За спиной Как ты называешь таких людей Это все же Ты называешь их лицемерами Или образ Я считаю Что Владюха Просто Понимаешь У него более Дворовой такой стиль Как бы знаешь Он там Я дворовой пацанчик Все такое То есть Ну я не знаю Он как-то прыгает От одного к другому То есть непонятно Но больше я так думаю Он этого придерживается Я считаю Что он шестерка во дворе Потому что Я Многие думали Что я сделал вброс Его реально Ребята Которые с ним были Они над ним шутили То есть видно было Что Ну то есть Они постоянно над ним рофлят Они вот толстым Типа ну Обзывали толстым Толстым Постоянно это было Я не понимал зачем Это не вброс Это не шутка Это было реально так Леха Который рядом с ним стоял То есть Я думаю Что он больше с Лехой Общался на тот момент Ну мне показалось По крайней мере Потому что у них Такие более теплые отношения Были И я не знаю Вот Сейчас он так Разбрасывается Такими словами Там Типа Не понимаю к чему Я хотел над ним порофлить Чтобы он Мне билет купил Он мне там Понимаешь Конфликт это были На ютубе Которые А были еще Конфликты Которые были внутри Понимаешь Он Блять Он столько раз Зашкварился Ты даже не представляешься Там можно было Еще 10 роликов Про него сделать То что он писал Это просто Пиздец Если вот как он Делать Вытаскивать переписку С ЛС И делать ролик Это Поверь Это лучше не видеть Это такой зашкварчик Я думаю Ты понимаешь Что могло происходить Я хотел оба забайтить Поугарать над ним Он тогда рулетки пиарил Он так кичился тем Что он машину купил Ты не представляешь Думаю Чем ты хвалишься Думаю Господи боже мой Ведро купил с гвоздями С болтами точнее А ты Он рассказывал там Типа давай В Крыму опять встретимся Я тебе там Если я тебе лицо Не разобью Я канал удалю Говорю Писал мне ЛС Я думаю А мне надо было Тогда в Крым приехать Я хотел чтобы он мне Билет купил Типа давай приедешь Я ему прям так писал Давай купишь мне билет Приедешь Лицо мне разобьешь Ты не забьешь У меня вообще Изи идеально Я понимал что я приеду Я ему два леща дам Он рассыпется И все Я на халяву приехал Я ему леща бы еще дал Он тогда То есть Как включил Ой я такой На Мерси Или на чего Он там катался И я такой А в итоге там На Мерсе И не купил Он в итоге слился И все И замялся Поверь Там еще внутренняя кухня До хрена была Он там такие вещи Иногда писал Просто вот хоть Книгу пиши Идиоты этого мира Вот смотри Вот по этой ситуации Ты вот скажешь Человек лицемер Либо же Это все же образ А в жизни он все же Может быть Он Он в жизни тоже Такой же лицемер Это 100% Я тебе гарантирую И что Это можно по роликам понять То есть У него такое Например настроение Он такой У него такое Он такой Он видит выгоду в этом Он кинет тех Кто был с ним рядом То есть Я думаю Я думаю это лицемер Обычный В тот момент Вот чтобы ты понимал До этого Один раз я ему поверил Условно В ладюхе Он меня тогда еще Что-то подговаривал Короче Он Как тогда еще Вот это происходило Ситуация Я настолько ему поверил Он хотел кинуть Какого-то чела на бабки Я не помню Как это точно происходило У меня даже Где-то аудиозаписи были Как он чуваков Подговаривал Чтоб они сказали Что якобы Я их кинул Приказал Что эти челы записывали Звуковые записи Но суть в том Что он Тогда вот мы поговорили Совместку по-моему Записали как раз Это первый раз Он подговорил Что он кинет Чувака Ну Он мне не сказал Что он его кинет Он ему должен был аккаунт продать И он мне вернет С этих денег Деньги И мне надо было Выступить гарантом Что он ему передаст Но он не передал аккаунт Там был какой-то школьник 14-летний богатый И он типа его развел И вроде как С этих денег Вернул мне деньги Как раз Разращаясь к тому разговору И тогда я ему Реально поверил Что он То есть ну Он изменился Он нормально Он адекватный Но эта же ситуация Произошла Когда он приехал И я с ним увиделся То есть он мне показался Нормальным парнем Но как только он отъехал Он снова стал тем Тем является Ты сказал про армию Как ты кстати вопрос С армией решил? Пропустим вопрос Вот по поводу драки Ты как думаешь Вот тогда бы ты Владюху умотал бы Или нет? Я не хочу даже Об этом думать Если честно Я рад что Это не дошло До драки И последствий И ничего не было Поговорили Как цельные люди Разошлись В интернете Потом он там Поговорил за спиной Меня такой расклад Устраивает В принципе То есть все О своих местах Я не говорил А ты дрался Общик Да И получал Нормально так Доминировал? Я с своим другом Один раз подрался С этим старфейс С которым начинал Нормально так Ты еще тут На open copy? На open copy Это вообще Какой-то рофл Я не знаю Это уник залил Я его поймаю Тоже так же Дубану разочек Но это уже будет пожестче Ну это в шутку А что это просто Знаешь со стороны Выглядит как будто Ты просто взял Какого-то школьника Который ниже тебя На две головы Побил Это был Это был 16-й год Чувак Я не помню Был беляшник у него А у второго Или это он и был Короче Они меня так Да ебывали Ты не представляешь Они меня Весь open copy Это вот такие Знаешь Да ебщики От которых не отстанешь Это друзья уника Были на тот момент И они сидели Они меня да ебывали Он ходил У меня в плечо Стучал То есть там В ребро ударит То есть Давай-давай Там Бог Может у них договоренность была Но я сомневаюсь Но он именно такой Задира просто был И Я помню тот момент Что Он так докопался Говорит Ты что хочешь Давай подраться хочешь Давай подеремся Я не бил его там всерьез То есть не было там Такого прям жесткого Я не знаю Ну я по крайней мере Помню Это не было так серьезно Просто повалил Все А я помню Что вот Самый такой момент Уник же стоял Снимал Это Уник стоял Снимал Сколько я помню И я у уника Что-то спросил Он так Нет Ничего Оказалось Снимал Ты стоял Нет Он типа сказал Что фотографирует И сначала вылезли фотки Я подумал То есть Я помню Тогда Что-то было С Уником Связано Вот именно Я хотел с ним Увидеться И спросить Что-то было Вот я не помню Что Я посмотрел на него Так подошел Серьезным взглядом Говорю Что ты потом хотел Что хотел сказать Он такой Ничего Ну это тогда было Вот это было в тот день На том опенкапе Типа перед этим Я с Уником встретился А потом они вот так Видосы заливают Так Ну то есть Ты избил его И он отстал тебе Я не избивал его Господи Ты что гонишь Он отстал Он отстал Он добился своего Они сняли видос Типа как Крымский Побил школьника Шестнадцатый год был Тогда я не помню Восемнадцать сколько лет было Восемнадцатый Девятнадцатый год был Может Я не помню А что за друг Ты говоришь Половился Да это давняя история Ты можешь пропустить Даже неинтересно Тогда продолжи Это что ты там Не говорил Они меня Эти чуваки Так докапывали Я с ними нормально Общался Это с Аспидой Еще когда клан Аспид был Я с ними там был С этими чуваками И они меня так докапывали Ты просто даже не представляешь Как он меня докапывал Это просто без звезд Я тогда на том Опенкапе Как раз в Мишане Первый раз увиделся Помнишь блогера такого Он мне такой еще Говорит Он мне такой Понял Я его сначала не узнал Он мне такой говорит Подходит Такой серьезным лицом Говорит Пойдем поговорим Пойдем Поговорим Я такой Че блять Че не понял Что происходит Мы заходим В эту Как это называется Господи Ну вебзон Типа эти блогеры сидели Я Он так подошел Таким голосом Сказал Как будто сейчас скажет Я тебе сейчас Блять Пиздить буду Что-то такое Он такой подходит И так знаешь Искренне Давно таки Ну то есть Видел таких людей Он так искренне Сказал Блин Я никогда не ожидал Говорит Что я видел Говорит Твои ролики Когда у тебя было Тысяча подписчиков Я никогда Говорит Не ожидал Что у тебя там Будет вот такой канал Я когда увидел Удивился Этому всему То есть Прямо так искренне Сказал Знаешь Это я Он меня так позвал Изначально Пойдем Бить буду А потом Так искренне Сказал Я аж охренел Даже не знаю Потерялся немного Ну а тогда На тот момент По-моему Он не снимал Уже Если не ошибаюсь Может быть Ошибаюсь С Владюхой Тогда закончим В итоге То что Почему Вроде у вас Все устаканилось И он Настолько Негативно Резкий ролик Выпустил Против тебя Что Ты реально Ему Такого сделал Что он Так Ролик записал Вообще Ничего Абсолютно Ничего Я не знаю С чего Это обострение Какое-то Может быть Я думаю Что почему-то Из всего Что я могу Подобрать Это просто Зависть И все Больше ничего То есть Это же То что Он записал Это реально Развитие 13-12 летнего Вспомни Когда Был Этот момент Когда В Warface Многие приходили Тогда Смешно было Мне лично Было смешно Когда было 12 лет Когда кто-то Шутил Про мамку Мамку Ха-ха-ха Которую он Выложил себе На канал Да нет Это вообще Именно Вызывало Юмор Друзья Заходили Условно Какие-то Школьники Залетали Про мамку И ты А-ха-ха Это вот Ну сколько было Там 13-14 лет То есть Чувствуешь себя Мелким Таким Сейчас Меня это Не вызывает Никакого Смеха Юмора Он же Не сильно Младше Меня То есть То что он Записал Я не понял Для чего Это образ И потом Он сказал Такую штуку Когда кто-то Ему начал писать В ответ Такое же Он сказал Это мои дела С крымским Чего он Это взял Какие дела Я так и не понял А все же Тебя это Задело Как-то Обидело Или нет Ну понятно Как бы Ты когда смотришь Вроде Человек Начинает Что-то делать Как бы Развиваться Условно То есть Ты радуешься За него А потом Он хоп И дегенерат Опять Все понятно Ничего нового Когда Владюха Начал там делать Контент Я даже был За него рад В один момент Что он начал То есть Он что-то Начал там делать Молодец Думал Хорошо Продвигает А потом Хоп И дегенерат Твои родители Не смотрят Твои ролики Ну вот этот Они знали Про этот ролик Ну как бы Просто Владюха Понимаешь Как бы То есть За язык В одно время Ответит Не от меня Мне он вообще Серьезно Владюха Это вот Чистый лист Ну вот Как-то верить И отреагировали Если они вот Увидели в ролик Не комментирую Ну то есть Агрессивно Или Понятно Ну тогда Тут мы закрываем И идем дальше Хил Глеб Помнишь Такого персонажа Я не вообще Не считаю Что у меня С ним Конфликт Был Такой По-моему Это просто Поугарать Чисто Как пиранья Персонаж А ты к ним Негативно Относишься Нормально Ты к Хил Глеб Относишь Я не относился К нему Нормально Никогда Не относился С негативом Я вот Хил Глеб Это просто Контент Реально Заявка В друзья Прилетит Варфейсе Ты примешь Нет А чуть-чуть Чуть Чуть и в Хил Глеб Не нравилось Он Я вот Сам уже Забыл Про этого Персонажа Только вспомнил Лазя по каналу И вспоминая С кем ты Ссорился Вот Ссором Они же Сами Провоцировали Ты заходишь Например К ним В комнату Они Начинают Они Называли Комнаты Там Тоже Про Матш Шутили И тому Подобное Они Это Называли Комнаты Прямо Так То есть Это Все Владюхи То есть Переодеты А сейчас Ты не знаешь Дальнейшую Судьбу Я не следил За ним Вообще То есть Понимаешь Как бы Когда они Этим занимались Они же там Уничтожали Ромбов Насколько я помню То есть Таким вот Занимались Сейчас уничтожают Ромбов Кто Бога Юзер И читер Поэтому Одно Сменилось На другое Вот Если бы сейчас Ты увидел Комнату С таким же Названием Где Я видел Глеб Записал бы Это видео Нет Я видел Комнату С Хеллглебом Не помню Ну Может в этом году Или в начале Прошлого Я прям видел Как они создали Комнату Ну и так Ну то есть Просто Неинтересно Сейчас я спрошу Про такой персонажа Про которого Не вспомнит Ни один зритель Но Ты и все Секунду Хард Вокер Да Ты прав Серьезно Ну из Тех Кто выпал Кто выпал Из Ворфейса Как бы Мало кто Таких есть Я не скажу Что Блин По моему Если не ошибаюсь С Хардвокером Вообще Я вот С ним Это темный лес Я сейчас вообще Ничего не вспомню Что с ним происходило Я помню Могу напомнить Давай По моему Он создал сайт И Ты там Крутил кредиты Что то типа того И ты записывал Что у него сайт Говно И он тоже А и С Элиза Момент Помнишь Ты записывал видео Где Монтер С рендерил Про Элиза И он выпустил рекламу Такого типа Элис фармит Вот Ты что то про него Такое записывал Ну Как бы тут Скандала как такого Не было Ролик то Фейковый был Фейковый Фарм Ну Они просто фарм Пиарили и все То есть Перезали Это был как бы Такой повод Ну мне показалось Тогда что это Что то странное Какое то То есть А Элис тогда Никак не отреагировал То есть я ждал Что он отреагирует Как то Ну может Сделает какой то ролик А тут он ничего не сделал Думаю Ладно почему Может я сделаю Ну мне так показалось Интересным А на сайте я у него Крутил кредит И я не помню Я помню что я Делал как бы ролики Разоблачения Тогда их называл даже На его сайте Ты же по любому Крутил Это потому что Первый сайт Самый первый сайт Да Рафаису с кредитами Мне же надо было Который в итоге Который в итоге Потом Все Он полностью Не то что закрылся Он существовал Но ничего вообще не выплачивал Ну я же тебе говорю Что мне надо было проверить Чтобы работает вообще или нет Может там деньги кидаешь Он просто съедает их Или не пополняет Как работает функционал Я все сайты почти проверял И То есть когда Поли ворфейс Там вот эти вот всякие Которые пиарили блогеры Которых сейчас уже не существует Половины Икс полигон какой-нибудь Это тоже бабки закидал Проверял как работает Имеется ввиду Допустим Ты разоблачение На хардвокера снял Вы с ним никак Не контактирули То есть Ты снял Он такой Ну ох Или он как там Может быть Угрожал Он писал Комментарии Он писал комментарии Мне там Оскорбительные Все Я просто вот не помню Кто тебе хардвокер Ну я точно не знаю Кто тебе накрутил дизлайки Либо хардвокер Либо монтер На какую-то Конкретную ты когда рулетку снял Либо на хардвокера Либо обзор вот на сайт монтера На хардвокере Первые На хардвокере были дизлайки Я помню Но я не помню Они были накручены или нет По-моему были Может Ну значит с хардвокером Там Много достаточно дизлайков было Ну да Там они за 10 минут появились И потом они встали на месте Я вот не помню Было ли это с хардвокером Когда мне накрутили дизлайки Это, по-моему, с Хардвокером было, да, там дизы Когда было с Хардвокером, ролик Это было воскресенье, я не был дома То есть я уехал Тогда я еще, по-моему, в деревне жил, если не ошибаюсь Я уехал, и ролик автоматически Вышел в 9 утра, то есть, ну, сам И это было воскресенье И это были рекордные просмотры на канале за все время То есть ролик, когда вышел Он начал собирать рекордные просмотры Ни один ролик так не собирал Это была какая-то супераномалия Он очень много собрал просмотры, я удивился Он собрал много лайков И очень мало дизлайков, потом бум, дизлайки насыпались По-моему, это на этом ролике было То есть вот я хорошо помню, что этот ролик Какой-то прям супераномальный был Может потому, что он дизлайки-то накрутил Поэтому он выстрелил, я не знаю Только хуже сделал, получается, себе Ссора с Элизом Я мониторил, смотрел, искал Потому что я забыл, из-за чего вы с ним ссорились И в итоге, все, что я понял Вы построили из-за того, что он просил деньги За то, чтобы сыграть с ним один на один Либо же что-то еще было Нет, он говорил о том, что якобы я там поменял превьюшку Дело в том, что на нем все рекламируются А в итоге сам твой ник себе на превью добавлял Ну да Ну это не так разве? Ну да, это из-за этого ссора была? Нет Может быть из-за технокурсов Из-за этого стрима Нет, ссора была основная из-за того По-моему, я не помню Есть ли этот ролик на канале у него или нет? Какой-то был ролик Короче, где он рассказывал о том Где он рассказывал о том, что я записал ролик И потом поменял превьюшку, где я записал с Элис В По-моему, был основной ролик Да, сто пудов такой есть Это он про всех блогеров там высказывал Да, но по-моему, этого ролика нет, Снеживаясь Может он есть? Я сейчас не знаю, короче, есть он или нет Но вот меня это задело прям вот Вот это задело заживое И то, что он сказал, что ему клан развалил Мне тоже не понравилось, потому что не было такого Тебе клан развалил, да, а ему нет То есть он сейчас... Ну, то есть мне не понравилось это Превьюшка с Элис В Не было с Элизом никогда Суть этой превьюшки была в том, что там Силуэт Элиза и глаза Это было сделано изначально так То есть и ролик назывался Дмитрий Крымский против Элис В Он сказал, что такого не было А хотя это было изначально, я не менял ролик Не, я тоже это помню точно То, что ты сразу выкладывал против Элис точка В Я тоже это помню Ну, и он как бы говорил Я не знаю, он утверждал, что я это не сделал Я это сделал Я не понимаю, что плохого в том, что Он тогда говорил, что на нем хайпились Типа все вот эти ролики Я бы понимал, если бы Я бы понял Если бы сейчас Говорили Точнее, я не понимаю Что мне говорят, что я убил канал Элиза Мне реально так многие говорят Ты убил канал Элиза и тому подобное Никто не может убить канал Элиза Кроме самого Элиза Это логично Разор Вот еще можно было сказать Разор убил канал Элиза Сколько роликов про него записал? Три, четыре Прям таких Прям таких роликов, которые вот С ничего взяли, условно Он делал обзор на Элиза, условно Он как делал обзор на Варфейса, обзор на Элиза Ну, как бы, на какие-то части Варфейса Разве он убил канал Элиза? Нет Только Элис убил канал Элиза Он реально откровенно стал страдать хренью И знаешь, я тебе могу сказать сейчас Я хотел недавно сделать ролик про Элиза То, что его контент мне нравится в отдельных частях Сейчас Элис Я вот, ну, хочу сделать это Вот, прям, показать Он записывает контент Как сказать? Ну, это просто контент, условно Конвейер То есть он накидал все И ушел Он даже сам не смотрит Наверняка даже не пересматривает И не переслушивает их Ну, я так предполагаю У него есть в роликах Вот вещи Я тебе могу потом скинуть Которые Вот я смотрю ролики Элиза Сегодня даже Понимаешь? Вот выходит у него ролик И я жду, когда он сморозит Вот, знаешь, такую откровенную дичь Которую ты не ожидаешь Такая тупость Которую вот Про фризы Ты никак не мог ожидать Про фризы Это же я этот В паблик Я скинул Артему Он это запостил в паблик Когда он рассказывал Ну, это же откровенно смешно Когда человек говорит Ну, типа Вот чуть-чуть подфризило У него, блядь, всю игру фризы Там залагало Он там головой об стол Говорит Ой, головой об монитор Говорит, бейтесь Прыгайте вниз головой Он там и пропуканный То есть он зацепится за них Вот, если бы Элис В один момент понял Что Время уже ушло Время не вернуть Пора адаптироваться И нес вот эту вот чушь Которую он несет сейчас Да, вот Провоцировал бы людей Там и тому подобное Вот про фризы Он сказал, да Ну, лагает, лагает И наговорил, что там Нэтики там Головой мониторы разбивают Если бы он понял Что Вот это его зерно Нести херню Откровенную Прям вот дичь Я тебе уверяю У него было бы сейчас По 30-40 тысяч просмотров Люди бы заходили Послушать Что в этот раз Он скажет такого Чего мы не ожидаем Понимаешь Он этого не понимает Ну, судя по тому Что он написал В своем сообществе Он там ответил Развернуто То есть Я слежу за всеми каналами По Warface Это не только за Элизом За твоим тоже Он написал в своем сообществе Что он Ему нравится Такой канал То есть Который у него сейчас есть То есть Это его дело И я полностью с ним согласен Если ему нравится То и нравится То есть Ну Тут нечего спорить Ну ты же согласен То, что раньше Он именно выкладывался И раньше можно было его смотреть И даже не играя в Warface А сейчас Даже я Вот захожу Я не понимаю Надо что он Рассказывает Про какую-то конкретную пуху Понимаешь Да Он раньше вкладывался Ролики были более душевные Ну Чисто теоретически Если бы он сейчас Свои ролики переместил В 2000 Какой-нибудь там 13-й год Они бы тоже были бы Очень хорошо смотрибельны Больше чем сейчас Время идет Люди меняются Люди растут Люди уходят Новые приходят А Элис остается А кто соответственно Не адаптируется Отправляется на свалку Истории И Элис В принципе там сейчас оказался И он Я тебе вот серьезно говорю Элис может оттуда выбраться Я просто знаю Это 100% Он может вылезти С этой ямы Даже сейчас С убитым каналом С убитыми просмотрами Он может это сделать Вот Я тебе просто Это 100% так Он может с этого выбраться Я не знаю почему Ну значит ему Это не интересно Когда ты выгораешь Когда ты не хочешь делать Ну Ты хоть убей себя Но ты не будешь делать Видимо он попал В это выгорание Ну я так предполагаю Раз он сам написал об этом Ну Элис Это все же история Варфейса Ты его уважаешь Очевидно Ну смотри Если взять канал Элиса И самого Вот именно Элиса как личность Которую он Я его так не знаю Вообще Вот именно Мне он кажется странным Но то что он сделал Для Варфейса И для блогинга По Варфейсу Оказался в таком Нужном месте И стал таким популярным То есть да Вот за это я его уважаю То что Знаешь В один момент Он мне таким Кремнем показался Даже потому что Его в один момент Так засирали Жестко Когда с Сурманом Что-то произошло Когда сначала Что-то его там На стриме Ну это уже эра Ну на спад Пошла у Элиза Но вот Его засирали И он же до последнего Не отвечал Прям до последней секунды Вообще не отвечал Пока его прям Не вынудили ответить Он не отвечал Я сначала думал Я сначала думал Что он такой Кремень А на самом деле Оказалось Что ему просто Ничего ответить было Ну то есть Он не мог Ничего сказать Ты считаешь Его ЧСВ? Да Вот Элиза Я считаю Реально ЧСВ Хотя я хорошо К нему отношусь Но думаю Да Ну смотри ЧСВ с точки зрения Того Что он как бы Когда я знал Элиза хорошо То есть условно То есть Как тебе сказать Когда раньше Я был в клане У Элиза Мы прям ждали То есть фанаты Элиза были Сидели в РК Ждали пока он зайдет И тому подобное По тем разговорам Именно вот сейчас Я не знаю какой он То есть ну сейчас Я просто смотрю ролики Как бы угораю Тогда я знал Тогда да Точно был Не знаю Изменилось ли что-то Не знаю Но единственное Что могу сказать Еще вот с Элизом Мне кажется Это сильно повлияло На него как на человека И как на блогера Пауэрфейсу Когда на OpenCup Приезжал Он приезжал на OpenCup Мне кажется Что ему это Очень сильно голову Скружило Во-первых Вокруг него Было просто Ну толпы людей Я на первых OpenCup Не был Когда я вон туда приезжал Вокруг него Просто была Огромная толпа людей К остальным Вообще не подходили Относительно его На последнем тоже Но нет Именно тогда Вот прям вот Если посмотреть Все прям фанатели Потому что первый раз Элиза увидели вживую И там было очень много людей Вокруг него Относительно всех блогеров То есть я тебе серьезно говорю Там было супер много людей То есть там видосы посмотреть То есть там прям просто жесть Я видел лично Когда То есть у меня еще канал Меня тоже пригласили Вот на первый Это был OpenCup Или второй Я не помню какой это был Я видел лично Как админы Лицемерят То есть вот Прям жопу нализывают Элизу С натянутыми улыбками То есть они прям Элиз там Элиз Прям И видно вот Что это настолько искусственно Но ему так это нравится Что они ему нализуют Он прям с таким удовольствием Это знаешь И прям было видно Что это все Вот знаешь Кукольный театр Условно такой Знаешь вот что Марионе такую руку Из админа в жопу уснули Да ляля админ Элиз Хорош Элиз Весел То есть Вот это прям Видно было Натянуто И мне кажется Что вот этим вот Они вскружили ему Немного голову То есть еще выше Его закинули Просто это надо было Видеть своими глазами То есть как они это делали Это была жесть Вспомним Вспомним Разора С чего ты вдруг Решил Я просто Почему-то Всегда думал То что Разора Для тебя Идет как-то Какой-то Авторитет И тут ты Записываешь на него Такое разоблачение Из-за того Что он там На стриме Что-то Сказал Записывал У него разоблачение Про рулетки же было Тему По-моему там Вырезка со стрима была Ну да там В целом Тема про рулетки была Но Ты там взял За основу Вырезку со стрима Где он что-то Прокомментировал Но Я помню Что мне не нравилось Вообще Не нравились все блогеры Которые рекламировали Рекламировали Рулетки Конкретно Мне вот это не нравилось Разора Я считал Не то что авторитетом Но то есть Таким хорошим Крупным блогером И мне не нравилось То что он этим занимается То есть у него была Самая такая Ну как взрослая аудитория И он Как бы правильно С одной стороны сказал Что его смотрят взрослые Да и Как бы они понимают Все это То есть ну что Это как бы ради денег То есть и тому подобное Но тем самым Когда ты Все пиарят вокруг рулетки И в том числе Разор понимаешь Просто лично Чувак С которым я был знаком Из-за разора Закинул туда деньги Понимаешь Вот он сказал Блин ну разор же Типа Я с ним лично общался И он сказал о том Что я закинул Типа деньги Ни хрена вообще Типа не Я говорю Ты че Ты совсем Ну говорит Разора ролик Типа блин Посмотрел Он так Типа ему повезло Я думал Мне тоже Типа повезет Ну не повезло Я с этого тогда Просто охренел Что вот настолько Это такое сильное влияние Которое люди Вокруг меня То есть они знают Как я отношусь к рулеткам И понимали Что это кидалово И все равно закидывали Я этого не понимаю А сейчас как Ты к нему относишься Смотри Сейчас Ну как бы нормально Сейчас вообще Как бы все почистили Все очистили Поэтому вполне себе Адекватно ко всем Суть в том Что вот К разору Единственное уважение Знаешь Смотри Как произошло Были сначала Одни рулетки Да Потом другие рулетки То есть Междуэтапье такое было Рулеточное То есть Каждому по рулетке У тебя же там тоже Своё дерьмо было Которое сейчас До сих пор по-моему работает Там ссылки не почистил Кстати я видел Не знаю Я не в курсе Ты ролики порезал Рекламу повырезал А ссылки снизу не поубирал Я видел так что Давай не притворяйся Этот Суть в том что Разор пиарил Вот эти первые рулетки Вторые он уже не пиарил Рулетки Насколько я понимаю То есть Потому что Ему как бы дали Вот Он пиарил И все Он как бы перестал пиарить А остальные все все равно Дальше пошли пиарить И вот За это Есть такая доля уважения К разору Что он бросил их Все На данный момент Все Нормально Он все По всем хорошо относится Но единственное Я не понимал С рулетками Вот у меня жопа горела Когда мне говорили Блогерам надо кушать Просто у меня жопа с этого горела Когда вы нажретесь Думаю уже все А было ли тебе честно Обидно То что Вот ты имея там Сто тысяч просмотров Зарабатываешь столько же Сколько канал С десятью тысяч просмотров И рекламирую рулетки Вот было бы просто Обидно Тебе было пофиг Смотри Мне было обидно То что Все вокруг Тонет в грязи Смотри Ты не понимаешь Вот сейчас Что произошло с блогингом Я по крайней мере У меня такие мысли Сука в глаз читаешь Попала рулетка Походу Смотри Суть в том Что когда Я никогда не хотел Брать рекламы И не хотел брать рулетки По одной причине Это то что ты Скатишься Сам Как личность Когда ты Зарабатываешь Условно Ну возьмем с ролика Десять тысяч рублей Да Ну вот мы возьмем так Десять тысяч рублей Зарабатываешь с ролика А тебе говорят На протяжении Двух месяцев Ты зарабатывать Начинаешь с ролика Сто тысяч рублей Ну вот например Когда рулетки начали Они же до хрена денег давали Тебе бы они платили Триста тысяч Наверное За ролик Не знаю Не вряд ли бы Но суть в том Что смотри Тебе платят Сто тысяч рублей за ролик Потом рулетки заканчиваются Рано или поздно Заканчиваются рулетки Сто процентов То есть Ну они бы закончились Потому что они бы Ну провернули свой оборот Условно кидалово Да Как бы всех обули Раздели И все Ну нам пора сворачиваться Блогер бы Потом перешел Снова на 10 тысяч рублей И Как бы ты вот Сильно не хотел бы Как бы ты сильно Все не любил Но ты не будешь Работать дальше За 10 тысяч рублей Понимаешь Ну это я так Вот образно тебе говорю Когда у тебя Большие суммы Перед тобой крутятся Потом на маленькие суммы Ты перестаешь смотреть Даже когда ты на них Смотрелся Вот с такими глазами Поэтому Когда я смотрел Твое интервью И ты спрашивал у блогеров Уйдешь ли ты Из Warface За миллион долларов Я сам подумал Посидел Блин Вот возьму я сейчас Этот миллион Например Ну вот я так про себя думал Возьму я этот миллион долларов Это же охренеть Какие деньги Да? 75 лямов 73 Есть ли вероятность Того что я могу С блогинга Заработать Столько Ну маловероятно Тем более Powerface Сегодня делал рекламу Маловероятно Но Я потеряю то Что я сейчас Вот конкретно Вот что я сейчас вижу То что я хочу делать Я потеряю это все То есть Вот все чем я занимался То есть Все чем я хочу заниматься Я это все потеряю А потерять смысл Что-то делать Вот это вот Это самое главное Как по мне Ну для меня лично Это самое главное Потому что если у тебя Вот будут деньги Ты же Вот что я Вот возьму я Ну пойду я делать бизнес Это все начнется с нуля То есть Там буду прогорать Ну как бы уйду Да в другую жизнь Но сейчас Ты понимаешь Что вот Вот это тебе нравится Ты Тебе действительно Комфортно Здесь удобно Хорошо И ты вот все совпадает Так как ты любишь То есть Там прям получаешь Такие живые эмоции А миллион как бы долларов Ну то есть Не знаю даже Тут я бы наверное Нет сказал Вот например Вот я так думал про себя Не думал ли ты То что тебе нужно Просто больше Ну допустим Ну как можно отказаться От 10 миллионов долларов Вот допустим Ну вот представь 10 миллионов Согласен 10 миллионов Это другой разговор Согласен Это же просто Сколько 700 миллионов рублей Это можно все купить родителям Это можно Бизнес открыть Обеспечить А там Нет Я тебе говорил Про миллион долларов Ну 10 миллионов Предлагают Например долларов Варфейс Выкупаешь Доброе утро Ребят Ну конечно Варфейс не укупишь Но суть в том что 10 миллионов до это другие деньги большие деньги конечно это это совершенно другая жизнь согласен ты что у каждого и цена и допустим если бы тебе предложили за рулетку конкретную просто нереально вон ты бы все же согласился за рулетку нет то есть я уверен что у каждого есть своя цена но в определенных вопросах есть вопросы на которые вот я тебе серьезно говорю если мне чувак пришел сказал я тебя вот без шуток принесу завтра 10 миллионов я бы я серьезно тигру нет вот 10 миллионов долларов и те же самые мне дали нет и начал рекламировать нет нет вот есть такие принципы на которые ты вот не можешь пойти вот но никак вот 100 миллионов долларов миллиард то есть ты вот как бы даже не думаешь нет нет отказываешь себя я тебя уйти из варфейса вот как бы за что ты думаешь одно то есть а зашкварится это совсем другое ты имеешь ввиду предать свои собственные слова то есть допустим ты говоришь себе что нет я против этого на тебе принесли деньги ты кашу ну я за это ребята нет чего такого то в этом прикольно много ты такого видел на ютубе я не из них как-то не всматривался прямо в это но видел такие вещи когда люди говорили одно потом то есть иногда еще так происходит понимаешь что с течением временем с течением времени у людей меняются мысли все происходит у них по другому то есть они смотрят другому на вещи сейчас я бы не взялся пиарить рулетку например да но я уже сейчас не так категорично к ним отношусь после афаганцев серьезно я уже никому ничего объяснять не буду если настолько так все плохо я уже никому ничего объяснить не буду вот просто нет как раз таки давай тогда про бугу вот ты снял конкретный обзор не нам бугу я это знаю ты сняла обзор на сайт в фиганс на разоблачение ты просто как ты там сказал ты просто немножко затронулся помнишь напомни пожалуйста я не понял чё вообще произошло с бугой посыл был не в гуде я тоже понял суть в том что мне передали слова в итоге прошло время то есть вот прошло время и мне сказали о том что буга ну как бы понял что это то есть ну видимо резкие какие-то шаги может его как-то это зацепило за дело то есть что-то произошло видимо так суть не в буге вообще было серьезно мне было по боку буга монтан си джей там космо все одно и то же то есть это один портрет условно нахерачили рекламы рулеток потом это удалили все ролики о мы ребят свои мы добрые мы хорошие то есть это были абсолютно идентичные люди единственное что меня в буге смущало я знаю это прекрасно что он общается хорошо с комьюнити менеджерами он действительно с ними хорошо общается ты сам знаешь что он там из кира опять хорошо со всеми и на тот момент когда он пиарил рулетки он все равно с ними продолжал общение меня это удивляло вот сам больше всего меня это удивляло то что он состоял там в всяких вот блогерских конференциях там давал советы условно и тому подобное то что вот держался хренову тучу времени хотя когда феруин по моему я не помню кого там быстро такую то есть человек что-то делает там какая-то группа ну против например или ты например там что-то пропанка пум сказал об кейса нет как бы а там как бы на канале уже активности очень давно нет очень давно нет а он все равно работает и буга продолжает по этому воду как бы хренашить и как бы всем пофигу меня это удивило то есть вот именно эта ситуация меня удивила но ты зайдить его никак не хотел это все было совокупности как бы понимаешь я его конкретно я я серьезно говорю от когда я делал этот ролик меньше всего я думал что это заденет бугу вот серьезно меньше всех я думал что заденет бугу вот правда так думал он в итоге записал ролик не да вообще каша уже там было ты же помнишь то что он конкретно единственная претензия по крайней мере какую я услышал в ролике это то что ты не имеешь право говорить про рулетки потому что ты когда-то в 2016 году рекламировал рулетку по крмп которая выдавала внутри игровые призы с крмп отдельная тема я говорил ну тогда был проект криминальная россия сначала я снимал сам я хотел снимать сам то есть не только варфейс изначально снимал сам когда ты спрашивал меня про крым свет вырубали была суть в том что я еще и ролики по крмп делал тогда по сам по правду когда были первые ролики у меня потом мне ребята предложили снимать криминальную россию то есть новый типа там сервак что долго это опять онлайн сначала они мне просто предложили типа не хочешь у нас на серваке поснимать я говорю давайте зайду проверю я зашел проверил вообще хренью полный пострадал записал и ролик на канале зашел то есть людям понравились людям понравилось я с этими админами скорешился федя чу и тому подобное то есть я вот конкретно снимка решился он занимался этим проектом и все было нормально то есть мы с ним общались хорошо я записал не помню выпусков пять и они мне заплатили то есть несколько за любку круто вообще классно и тогда они мне заплатили просто я не помню 5000 рублей помму 5000 рублей по-моему по-моему кинули пятеро я сейчас не вспомню я помню что рекордная сумма который не скинули но мы уже понимаешь как бы общался с ними хорошо как с друзьями то есть они довольно странные были но как бы как с друзьями мы общались с ними они меня на новый год просто перевели 50 тысяч рублей если они скинули мне сказали вот тебе держи из них денег не требовал они брали и переводили то есть они говорят ну окей ты у нас на сервере но суть в том что когда вышла эта рулетка они меня даже не просили ее записать или что-нибудь такое мне просто показалось интересно что у проекта вышло вот как например когда выходит какой-нибудь золотой кубик у варфейса мне кажется это интересно я это записываю также у крмп вышла какая-то рулетка мне показалось это интересно я это записал это было точно такое аналог с этим самым вот золотым кубиком тоже самое но видимо совершил ошибку потому что многие как раз такими не рассказывали что вот ты пиаришь эту рулетку и тому подобное хотя еще раз при что меня даже об этом не просили а ты помнишь сколько те в общем за криминальную россию заплатили ну блин ну нормально так я помню точно что когда мне нужны были деньги то есть я не простил на эти денег эти денег когда мне нужны были деньги например на что то есть я как раньше делал я держу вот 100000 рублей у меня держатся в западе например да ну должно держаться в запасе 10000 рублей в квартиру там типа все такое чтоб не высели резко или что-то не так пойдет что но что-то было как бы подушка такая была и в один момент это подушка у меня с ютуба чё-то не помню что это было после января как-то все так просила я не порongaa какой сразу, ну, давай мы тебе будем помогать без проблем, без проблем. То есть у нас исключительно дружеские отношения были. Они меня очень долго упрашивали остаться на серваке, у них на итоге ушел и все. Ты же понимаешь, зачем они тебя хотели упрашивать, остаться и вообще, представляешь, сколько ты бабла им принес? Я уверен, что они тебе даже часть такую не выплатили. Мне нравится то, что зрителям нравилось КРМП, я его выпускал регулярно, также, и мне это нравилось. Мне нравилось проводить время со 103-м там, то есть я отдыхал от Warface'а, роликов. Это не были, понимаешь, ролики Warface'а для меня были, это записать, озвучить, придумать, понимаешь? А в КРМП ты заходишь и играешь, понял? Вот ты сидишь, играешь, и ты вот там угораешь, там вырезаешь какие-то моменты, то есть что-то придумываешь изначально. То есть вот так это было. Это было для меня, вот как, знаешь, такой, фу, типа, блин, ну, что-то другое снял, типа. И КРМП когда заходило, особенно, меня прям это супер радовало, потому что я сначала думал, что КРМП тянет канал вниз сильно, то есть, а потом этот, ну, как бы там по 40 тысяч просмотров ролики, когда собирались, ну, охренеть, по 40 тысяч, классно. То есть КРМП, вот, я отдыхал. Согласен ли ты с этим утверждением, то что, то что если ты умеешь что-то делать, то не делай ты бесплатно? Ну, смотря, как это, от чего зависит. Вот я сейчас сижу тебе интервью, бесплатно даю. С чего вдруг тогда? Нет, не согласен, получается. Смотря, что, от чего это зависит, ты кому-то это делаешь. Если кому-то, какому-то чуваку. Допустим, вот когда ты приносишь огромную кучу денег, просто по-дружески играя на 100 тысяч просмотров, записывая сам. Понимая то, что кто-то за счет тебя прям именно обогащается. Не просто на интервью он заработает 100 долларов, а именно обогащается. Там конкретные миллионы. Ну, у меня все равно было, серьезно. Ну, Warface тоже миллионы, это же не мои миллионы. Это же не мои миллионы, какая мне разница? Они же не у меня с кармана их порвают. Это была игра, в которую люди заходили, донатили, там... Ну, я понимаю, КРМП это была игра, то есть совершенно другая. То есть это не было такое, что чуваки зашли, рулеточку покрутили и ушли, например, да? То есть это же игра была. Там чуваки стояли на каких-то мэрах, то есть на постоянные какие-то голосования проходили. Были менты, то есть пожарники, все, какой-то хаос. То есть происходил вот такой вот. Сейчас это не то, что сейчас происходит там в GTA-шках. Тогда это была совершенно другая игра и совершенно другое отношение у людей было к этому всему. Сейчас там голосовые чаты добавили, то есть сейчас все уже по-другому. А вот тогда это было совершенно другое. Да, я понял. Я просто имел в виду к тому, что это не сравнится с Warface, потому что Warface именно создавали, у него есть куча администраторов, они вкладывают деньги в рекламу, они сами создали проект, а сам в любом случае это пиратка Rockstar. Rockstar из этого деньги не зарабатывает. КРМП. Но КРМП, они мод написали, это все равно не такие деньги, которые не зарабатывают. То есть в любом случае зарабатывают деньги они, не Rockstar. То есть нуля бы они такое не создали. Вот я про это имел в виду, говорить то, что тебе не жалко было вот столько денег нести создателей. Мне, я, смотри, во-первых, я не знаю миллионы там или, как ты говоришь, там десятки миллионов. Я реально понятия не имею. Я не знаю, сколько они зарабатывают, ты зарабатывали ли. Я ни о чем не жалею, я не завидую, то есть мне все равно. Они мне, когда мне надо было, помогали. Я с них ничего не требовал. То есть я в любом, у нас не было никаких обязательств, что я должен снимать на их серваке. Я мог в любой момент пойти на другой сервак снимать. Понимаешь, мне ничего никто не говорил. То есть они не обижались на меня. То есть поэтому мне все равно. То же самое, что знаешь, сейчас вот Warface, например. Блин, вышла бы какая-то, вышла другая игра какая-то, я бы пошел там, ну, похожая на Warface условно, на движке Warface. Warface, я начал ее там снимать. Не знаю, даже как аналогию привести, но суть в том, что нет, мне все равно. Заработали, ну, заработали, значит, поздравляю, что делать. Так же, как и рулетчики, получается, заработали миллионы. Куда? Поздравляю вас, я же не могу эти миллионы забрать у вас или что-то с ними сделать. Ну, почему ты сейчас в Samp не играешь до сих пор? Надоело или там GTA 5 РП не пробовал? КРМП? Мне GTA 5 РП я заходил, мне вообще не понравилось. То есть вот прям совсем. Вот когда я играл в КРМП и Samp, и сейчас GTA, это вообще, то есть это совсем другая атмосфера и другие игры. Мне не нравится GTA 5. А вот КРМП перестал играть, потому что я снимал с Никитой, мы поругались, то есть мне больше всего нравилось снимать с ним. Потом я снимал с Арсланом, он пропал, получается, мне тоже очень нравилось с ним снимать. И как-то вот, знаешь, ну, то есть, когда ты теряешь близких людей, как-то вот, ну, не в смысле они там погибли, что-то с ним случилось. То есть просто ты перестаешь с ними вот получать это вот удовольствие в игре, это нет атмосферы всего, и как-то вот. Ну, то есть я заходил в КРМП в последние выпуски, мне уже не нравилось. Я захожу, и мне вообще никак... У меня там админ, они предлагали мне там заходи, давай, снимем. Ни за какие бабки меня-то уже не затащишь, потому что я захожу туда, я никакого удовольствия не получаю. Про монтера? Ты с ним поссорился только из-за того, то что ты снял разоблачение на рулетке или нет? Я с ним вообще не ссорился. Я с ним не дружил, то есть так, и не ссорился. Ну, ты считаешь, у тебя с монтером нормальные отношения? Сейчас? Да. У меня с ним никаких отношений, кроме вот. Ну, тогда... Потом монтажа посмотришь. Расскажи, вот, каким образом ты вот решил все же ролик снять на полмиллиона просмотров и все же главгадом выставить его? Откуда у тебя были такие железные пруфы, то что все рулетки были его? Насколько я понимаю, насколько я помню, сам Буга сказал, что ты его... Ну, то есть, не закинул, это не рофл, то есть, не вброс, он сам это сказал. Ну, в принципе, тут догадаться можно было. Почему это? Ну, то есть, ты не догадываешься логически, что это его? Я ни в коем случае говорю, монтер... Не, не монтера. Не знаю, чьи рулетки. Это же очевидно, чьи это рулетки. И почему? Я безэмоциональный интервью, вер? Да. Но суть в том, что смотри, с монтером как произошло? Мы же записывали ролики с ним, то есть, все как бы до этого нормально было. То есть, он тогда не пиарил рулетки, по-моему, он сам не пиарил рулетки поначалу. Поначалу пиарило его окружение, он ничем не занимался. Но ролик меня спровоцировало записать именно то, вот именно конкретно, вот я как-то собирал файлы, то есть, я вообще не хотел, чтобы ты понимал, вот как доказательство, что Артема вот спросить, он мне там говорил, да можно, то есть, уже достаточно материала, чтобы, ну, есть материал, над чем работать. Я не хотел, вот реально, вот мне так не хотелось этого говна всего, потому что я понимал, говно польется адской рекой после этого. Я просто, многие думают, вот записал, там, вот знаешь, знаешь, что-то мне говна в ЛС выстроили, просто не представляешь. Монтр хороший, ты говно, то есть, вот это просто, блядь, Буга нормальный, ты говно и тому подобное. То есть, если многие думают, что я записал ролик, там все хотят, вы даже не представляете, что у меня происходит там в ЛС. А ты представляешь, что происходит у них? Ну, я представляю, но они же понимают, должны нести ответственность. Я не посылаю людей к ним писать в личку и тому подобное. То есть, просто некоторые говорят, там твои подписчики пришли, вы думаете, ваши не приходят, мне не пишут, серьезно? Из-за смешанного довольности, вы так думаете, что это не происходит. Даже представь себе, когда Владюха высрал эту хрень, он записал полную, люди пришли мне скидывать, а писарать мне начались. То есть, вот ты такой, ты такой, понимаешь? Когда я еще ответку даже не записал. То есть, пришли уже, я вот просто охерился, если честно. Но суть в том, что меня стриггерило жестко. Это когда блогеры по Warface удалили, начали там, я заметил за ними жестко вот это подмену сайта, то есть, смотри, они заливают ролик, условно, крутят на сайте wafagans.com, например, а потом уже wafagans.com в это время не существовало, то есть, ну, или все уже отлетел, как момент, то есть, заблокирована территория РФ. А у блогера ссылка уже на другой сайт стоит, wafagans.ru.net, например, понял? То есть, полгода раз, и почему-то он решил поменять вот с чего-то вдруг. То есть, вот именно вот это самый, наверное, большой триггер. И дополнение к этому всему стало, когда блогеры удалили ролики на канале, я охренел, там у кого-то там минус 30-40, миллионы, миллионы просмотров полетели, они не стали вырезать рекламу в афаганце с роликов, они просто взяли и удалили все ролики, и как бы добро пожаловать в партнерку, когда им сказали Warface, я просто охерел с этого, он вообще, ну, некоторые из них, знаешь, вот, например, возьмем Монтона, он пиарил, дохрен, он пиарил всякую дичь просто, то есть там икс полигоны, и там, чувак просто, как бы, все это закрыли, пошел дальше, все играет, и все, то есть он, как бы, что, вот, кто-то говорит, мне Бугу там, Буге канал, так про Монтона так же там, то есть говорится, что он пиарил, он продолжает все играет, и нормально все. А все же, как ты сейчас к Монтру относишься? Да никак я к нему не отношусь, но не позитивно точно. Все же с пираньем у вас довольно интересная ссора была, потому что вы даже грозились приехать друг друга побить, и вот сразу ответить на вопрос, ты реально собирался побить дедушку, старого человека? Нет, конечно. Или ты просто шутишь? Нет, что ты что? Я его реально хотел приехать вдвоечку. Конечно, шутку ты гонишь. Самое смешное было, это когда я приехал, я, ну, он пришел же, то есть этот, то есть я его искал, то есть ходил по Ла, но его не было, а потом он приехал в самом конце, где-то, ну, там была середина, наверное, не помню, и он какой-то мужика с собой привез, что вдруг на него нападут реально, то есть он думал, что я серьезно буду там с ним драться, и он такой. А вот все же ты с ним поссорился за то, что он просто обзывался на КВ, как он на всех обзывается, да? Да я и сейчас не так хорошо пиранетношусь, просто понимаешь, ты можешь с ним играть, то есть, когда ты вот с ним сидишь то есть, он может нормально общаться, то он просто, ты выходишь со стрима, на следующем стриме может тебя говном как бы накрывать, по мне такое отношение не очень, то есть. Вот, в данном ситуации это образ или шизофрения? Это не образ, это 100%. Кто говорит о том, что пираней в жизни другой? Угу, расскажите бабушке, блин. Просто, я еще раз говорю, скромность украшает. Это не шизофрения, это просто невоспитанный человек немного. Он не держит в себе, то есть, и ты сам понимаешь, в принципе, что происходит, впоследствии может произойти и после этого. Я не думаю, что его кто-то будет бить или кто-то его серьезно воспринимает. Поначалу я воспринимал, пиранья всерьез. Вот серьезно говорю. Поначалу я его воспринимал всерьез, думал, что это действительно не образ, то есть, ой, наоборот, я думал, что это образ, но потом понял, что это не образ. Отношение в жизни будет к тебе другое, это 100%. То есть, ну, он не будет тебе вести себя так, как ведет себя на стримах. Но, если ты долго будешь общаться с пиранием достаточно, то есть, ну, он будет себя так вести. Ты же записываешь сейчас с ним видео, и ты говоришь, все равно к нему плохо относишься. Я не очень хорошо, как бы сказать, ну, то есть, он мне не друг такой, знаешь, прям волк, за которого я могу там вступиться и сказать, о, да нет, он там, вы чего, это образ там подобный не могу сказать. Смотри, я просто видел то, что вы до сих пор там его тролитесь, а вот никогда у тебя не было в голове то, что, ну, все же человек старый, у него там инсульт уже был, нервничает постоянно. Вот, что вот, как будет с твоей совестью, если вот он в один момент, и вот именно вот попадет на тебя, то, что вот пока ты его троллишь, издеваешься, даже пусть это невинная шутка будет, он просто возьмет сердце, становится умрет. Ну, не знаю, но я буду чувствовать, как бы, не то, что за собой вину, я не троллю его настолько, чтобы он там аж до потери сознания, я думаю, наоборот, когда он со мной играет и записывает видосы, я вообще ни разу не видел, что пираник как бы улыбался, там, и смеялся, действительно, так искренне. Не бомбился, когда я с ним записываю, он не бомбит, не орет, именно так, знаешь, когда он там реально фармит, какие-то фармеры или баггеры убивают, он прям орет, то есть у него уже глаза выпучиваются, то есть и по столу хренашит. Со мной, когда он играет, ну, если ты посмотришь ролики с пираником, то есть, ну, я к нему нормально отношусь, не сказать, что, то есть, имеется в виду не мое отношение к нему, а я именно, когда мы играем, то есть, я не хочу его затроллить, понял? Это даже самопроизвольно получается. То есть, он помрет, когда я буду с ним играть, это будет, не знаю, не очень хорошо. Мне, по крайней мере, это некомфортно будет. Вот представь, он же стримит абсолютно каждый день, вот по 10 часов, и вот как ты думаешь, это вот в теории вообще возможно, вот получится, что вот какой-то человек, когда-то вот переборщит, и у него все же не выдержит сердце? Да блин, я не в доктор, я не знаю, какие у него там с анализами, что у него там происходит. Ну, чисто теоретически, я сейчас могу крякнуть, прям на видео, вот говорю, и хоп, что-нибудь там, сердце становится, я хрен знает. То есть, ну, теоретически, может быть, надеемся на лучшее. Хорошо, но тогда все же ссора с Хаймзоном. Ссора с Хаймзоном была из-за того, что тебе название клана на OpenCup'е поменяли, либо же другая? Я, вот, с Хаймзоном, для меня, вот, чисто, я не понимаю, это невидение, что произошло, вот я не знаю, что с Хаймзоном был. Когда он сказал, не называй мое имя, там вообще выйди, там не надо смотреть, я не понял, откуда такая грязная, я думаю, что Хаймзон слишком слабо держит удар, не в том плане, что в лицо, когда летит, а когда, то есть, там, критикуют игру или критикуют конкретно то, что он сделал, он, ну, или просто говорят то, что ему не понравилось, он, ну, слишком сильно это воспринимает. Мне так показалось, потому что он так среагировал на меня жестко, ну, мне так показалось. Когда в жизни мы поговорили с ним, ну, то есть, так пообщались, не сказать, что мы помирились или что-то такое, то есть, Все равно чувствовалось Это такая, знаешь, тонкая ниточка, что напряжение есть Самое смешное, вот я сейчас тебе инсайд расскажу Такой, когда была презентация Марса, вот с кем тонкая Я даже не знал об этом, кстати Когда была презентация Марса, после Марса Мы пошли, соответственно, посидеть, там, обсудить Это все поговорить, ну, так, скажем, посидели просто Короче, была такая тупость Я не знаю, может, это совпадение Я не знаю, короче, я сидел вот Напротив, у меня был Свободный стол, и паренов пришел довольно поздно Его не было на презентации Марса Он пришел довольно поздно, сел рядом со мной И, короче, мы разговаривали Что-то насчет того, что нужно На командном бою гранаты-то отключить Когда-то уже надо это сделать, то есть, ну, хорошее решение Разумное И, короче, паренов сидит слева от меня, понял Вот стул прям рядом стоит, он не на меня смотрит, как бы И он, отвечая мне, говорит Не смотря на меня, а смотря прямо Понял, он смотрит прямо, как бы Я сижу справа от него, а он прямо говорит Вот так, как бы, и не смотрит на меня И прямо, знаешь, это целенаправленно Такой игнор, как будто вот, что я на тебя не посмотрю даже А с Хаймзону такого не было Ну, когда он ехал, он опять же там начал говорить У Йоди на стриме Нет, нет, и тому подобное Не надо его Хаймзон классный? Блин, он довольно смешной, рофильный мужик, да, такой Но я не знаю, я не понимаю его То есть он как бы Вот модный, современный, молодежный Но при этом иногда Какую-то такую хрень может сделать, что я не знаю Мне кажется, что мы с Хаймзоном вот перестали общаться Когда Последний раз, когда я с ним общался, именно вот разговаривал Когда вышел СЭД Пятый класс Не знаю, был ты тогда на презентации в Москве или нет Там была презентация, типа поехали блогеры смотреть А я не поехал, я отказался Я сказал, что дома лучше посмотрю И, кстати, сделал правильно, потому что СЭД вышел на следующий день То есть блогеры сидели в Москве, а я сидел дома А он смотрел на ПТСе СЭДа Короче, и я уехал, вот СЭД вышел На следующий день уехал в деревню Или в этот же день поехал в деревню, не помню И, короче, Хаймзон мне звонит То есть пишет мне в ВК прям сам Что ты видел нашего СЭДа с такими, знаешь, прям горящими глазами Ты видел СЭДа, типа, а я уже поиграл Я говорю, Миш, такая Просто, говорю, ну я хуже, говорю, ничего в жизни не видел И он так тильтанул, мне кажется, с этого просто жести Я был прав Просто, понимаешь, вот, с точки зрения того, что Как они выкатили СЭДа, это же просто ужас То есть, ну, ты же креативный директор Ну, как за креатив ты Сделали бы спецуху, где этот СЭД откроется в конце спецухи Да, и ты потом его активируешь И идешь на другие спецухи с этим СЭДом Это же суперинтересно Какой контент можно записать для блогеров И многие люди сделали бы так Как СЭДом проходится Припять, если ты откроешь его на этой спецухе А так он стал всем доступен И он сразу выкатился на ПВП Это было для меня супернелогично, тупо и непонятно Как его можно было реализовать Что сегодня бы СЭД бегал на ПВП И люди бы радовались, что он бегает на ПВП Потому что сами бы буквально его просили Если бы его на ПВЕ выкатили Я уверен, что люди бы в одно время попросили выкатить его на ПВП Но в итоге мы получили СЭДа И мне кажется Ну, по крайней мере, я отсматривал продажи аккаунтов сайта Ну, знаешь, там какой-нибудь... Сейчас я тебе скажу, ты запикаешься, что ф***, например, да? Потому что админы не очень его любят Вообще жестко за этот сайт Там после введения СЭДа Буквально через месяц Просто продажи аккаунтов увеличились, я не знаю, в десятки раз Там было сотни аккаунтов Там добавлялись, добавлялись, добавлялись аккаунты постоянно Люди уходили из Вархвейса и продавали аккаунты Из-за того, что добавили СЭДа Ну, вот с Хэмзоном вот так, в принципе То есть Я помню, что Хэмзон прокомментировал то, что ты на Ютубе И в жизни абсолютно разный человек То, что на Ютубе ты Вот, привет всем! Одного говно! Все говно! Идите нахер! Когда, короче, он говорит в жизни Вы с ним увиделись? Ты такой адекватный, спокойный, замкнутый, адекватный мальчик Как ты это прокомментируешь? Ну, смотри Когда я с Хэмзоном увиделся, он мне тоже ничего не сказал И он тоже был с замкнутым мальчиком, понимаешь? Когда я вообще первый раз их увидел То есть, ну, вот, после этого всего Он тоже был спокойный, он мне ничего не говорил Он Мы сидели Ну, понимаешь, я не могу говорить человеку То есть, вот, как ты это себе представляешь? Просто у Хэмзона как в голове это должно произойти? Я стоял возле офиса мейла Они стояли в офисе мейла Они идут такие на меня Там, Мортит шел Побяржен Хэмзон И, по-моему, скачок И я такой О, Хэмзон, здорово, здорово, бля Тогда бы, блядь, дебилы сказали бы Ты что за неадекватный? Я поздоровался адекватно, как все нормальные люди И я не мог, как бы, понимаете? Я не могу начинать диалог топорно в лицо Хэмзону Что за говно ты сделал, понимаешь? Что это за дерьмо? То есть, ну, как Согласись, это очень тупо было бы То есть, ну, это совсем уж, ну Предел Оскорбления какого-то бы пошел бы Для Хэмзона лично мне показалось Я повел себя адекватно То есть, ну, нормально Самая суть в том, что Сидели мы перед этим Там уже был Локи Когда вот играли Марс Я сидел Меня посадили в самый угол То есть, ну, то есть Я сидел почти в углу И Хэмзон в другом углу сидел До того, когда начался стрим Началась запись Мы сидели Я запустился Марс Чтобы посмотреть, что это такое вообще Марс То есть, ну, что это такое За говно они сделали там И Хэмзон зацепился ко мне, понял? Он не понял, что это я играю Потому что Мортит сидел за компом Но втыкал в телефоне Он думал, походу, что это Мортит И он играет, играет, играет со мной И такой, как бы, там, ну, то есть Говорит вслух, типа, там, сзади, там, не сзади То есть И в один момент говорит А кто это играет? Типа, я говорю А ему говорят Вон, Крымский сидит Он, типа, оп Засмущался как-то так И что мне теперь рассказывать? А Хэмзон-то в ТС-ке говорит Неназывай мое имя Неназывай мое имя А в жизни оп-оп-оп Сидит, играет Понимаешь, что это супер нелогично Я не знаю Я, когда он это Я тоже услышал это Что-то немножко мне показалось Тупым каким-то таким Типа, то же самое, что Не знаю Вышел бы Только они идут Хэмзон, обнова говно у тебя Ну, так я должен был его приветствовать Но если ему так угодно И в следующий раз я его увижу Я скажу, что его новая игра Говно ему прям в лицо сразу Вот если Если ему так хочется Я это скажу, окей Я не знаю Я вроде выделил всех блогеров С которыми ты Более интересно ссорился Поэтому ответь на вопрос С разработчиками Насколько часто ты ссоришься И насколько часто они просят Дима, пожалуйста Удали это видео А то мы тебе Вестрак дадим Ну Разработчики со мной вообще не общаются То есть Я играл несколько раз Разработчиками в Warface Я бы с радостью Если Алодцы хотят просто играть Не записывать Не Какую-то инсайт инфусливать А просто хотят поиграть Вот провести время условно Я готов пойти с ними Реально поиграть Я играл так и с Хэмзоном Чтоб ты понимал Вот То есть Мы играли там Хэмзон и несколько разрабов А там старые разработчики были Мы просто играли Я ничего не записывал Ничего не сливал Хотя он там наговорил Достаточно много смешных вещей И там на ставке Полетели бы голосовые Идеально Но Он попросил не записывать Я не записываю Никакую инсайт инфу Я оттуда не сливаю Получается Все тихо и мирно С разработчиками Я не общаюсь То есть Ну сейчас они меняются постоянно То есть Если Алодцы бы хотели поиграть Ну то есть Я очень даже буду рад С ними поиграть И пообщаться То есть Какой-то наладить контакт Комьюнити менеджеры Я так понимаю Не играют в Warface Но вот они Мне и угрожали Первая угроза была А когда я записал Бак с бомбой Он мне написал в скайпе У тебя Время до Я не помню Точно там было написано Короче А вот он пишет Вот Прочитай Кидает ссылку на пост в ВК И пишет У тебя время Типа до 16.00 Чтобы удалить видео Понял Я такой Че Нихера себе прикольно Ты пишешь Ну типа Как понимаешь Со мной вполне То есть я адекватный человек Со мной можно договориться Скажи Дим мы увидели твой баг То есть разработчики Мы разработчикам передали Закрой пожалуйста видео Мне не на что Ну то есть Мне не на что На это ответить Бак реально рушил игру Если бы они так написали Я бы его закрыл Сразу даже не спорил Но когда мне пишут Слэш ты блять Закрой Пиздец Те нахуй Ну то есть Тут хочется принять вызов Посмотреть Какой пиздец мне будет Понимаешь То есть Челлендж для меня Но Вторая угроза была Самая наверно Такая тупая Вообще Короче Я записал какой-то баг С бомбой на фабрике Я его в ТП направил То есть И с этим багом Еще смешная ситуация Потом вышла Я лежал Я спал короче Я залил этот ролик Прошло часа 2-3 Я спал И ну то есть Довольно крепко спал Я не понял Мне пришло уведомление На почту Что мой аккаунт заблокирован То есть Бзум Я проснулся от этого Я не знаю Я крепко спал Но я почему-то От этого проснулся Я посмотрел Ваш доступ к учетной записи Типа там Ограниченный Или замороженный Не помню Что-то такое Не понял Тут мне Звонок с незнакомого номера Партнерки и говорят Что звонили с мыла Они хотят удалить Твой канал Понял мне говорят Прям удалить канал Удалить канал Да Я с про сони В ахере Что Прям ну то есть Из-за вот этого ролика С багами И там у меня до этого За неделю назад Вышел ролик Где я купил аккаунт За 24 тысячи рублей И они такие Типа вот эти два ролика Точно дадут на них Страйк Типа 100% И я знаешь Вот у меня Я просыпаюсь Я 3 часа там Мало вообще поспал То есть только засыпать Начал У меня голова гудит И я такой Ну пусть удаляют Говорю Я не знаю Откуда мой номер взяли Пусть удаляют Говорю Хотят удалять Пусть удаляют А мне этот Ну менеджер Начинает говорить Парни Ты что Ты думаешь Шутят Ты же потом Нам будешь писать Типа что Вот помогите Восстановите Я говорю Я вам ничего Не напишу Принципиально Говорю После этого Ну за такое отношение Я ничего не напишу Говорю Пусть удаляют Если хотят Говорю Еще раз по-моему И сказали Что нужно вырезать Баг с бомбой И все То есть понял Только вот Баг с бомбой вырезать Ты вырезал Да я вырезал Я встал Пошел вырезал Баг с бомбой То есть Не знаю То есть ну мне Они попросили нормально Что вот Типа вот этот баг Там он рушит игру Сказали они То есть И вот Понимаешь Самое прикольное Что со мной общаются Комьюнити менеджеры Есть которых Есть связь Прямая Есть мои телефоны Они не позвонили И не сказали Мне позвонили С партнерки Когда вообще Никто оттуда не звонил Никогда не писал А тут хоп Что-то какая-то странная Хрень То есть вообще Прям супер странная И потом Когда я стал узнавать Это мне сказали Ну в мейле Я говорю А что вы мой канал Типа в крысу решили снести И там потом шутить стал Нет ничего Мы не хотели Это там Говорят Преувеличили Да преувеличили А что бы ты делал Сериалом Твой канал удалили Ты бы продолжил Удалили 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 бы Удалили Ну что дальше Ну нет А еще какие-то ссоры были Нахрена мне такая игра Где Есть Комьюнити менеджеры Где их специально Нанимают на работу Они совсем полоумные Придурки Они не могут написать Договориться Или что-то сказать Что они сразу Удаляют канал Ну то есть Зачем мне с такими Типа вообще Иметь дело Я был уверен Что это просто На понт Они решили взять Но я готов был Я был готов В тот момент Когда ты просыпаешься Знаешь ты мало поспал У тебя вот состояние Такого раздражения И я был готов На тот момент Что удаляйте А еще ссорился там Еще просили после этого Ты же дальше тоже записывал Много баллов Нет После этого Кстати После этого Ни одного больше обращения Не было Чтобы там удалить ролик Или скрыть его И тому подобное То есть вот после этого Вообще ничего не писали По роликам Даже когда Хэмзон сделал слив На Разор Стриме Я думал что Вот по поводу него Напишут Разор Типа стримил с Хэмзоном Где Хэмзон говорил То есть на всякую Инсайт инфу Я Потому что они должны были Опенкап Типа выпустить Я думал что они в первый момент Вот Пресекут это условно То есть Инфа выльется Да Общая масса Типа Ну потому что У Разор На стриме Мало кто это посмотрел И они увидят Что инфа В общей массе Сливается Они такие Типа Ну удали пожалуйста Или закрою Это нам для опенкап Я подумал что они так скажут Они ничего не сказали Просто Поигнорировали В один момент Ты перестал ездить На опенкапы Почему Ты разочаровался В самих ланах Или как Один чувак Смешное видос записывал Я смотрел Обзор Типа ну Про меня там говорил Говорит Крымский перестал ездить На опенкап Потому что ему не дали Ножнички Личит такое Блин Я с этого порвалось Честно Но суть в том что Ну не знаю Я там попросил что-то Типа На мое предложение Ну на меня забили Короче Просто Пропустили Это все И чувак пошутил Что я попросил ножнички Типа Из-за этого Вот это смешно было Правда Я прям ворнул Но суть в том что Ну не знаю Мне отношение на опенкапе Вообще не нравилось То есть Ты приезжаешь туда Как обезьяна какая-то Знаешь Тебя вот приглашают вроде А потом ты приезжаешь И как бы Ну приехал Приехал Хер с тобой Ходи Ходи фотографируйся И все То есть Не знаю Мне вот это отношение Не очень понравилось Не то чтобы я хотел Чтобы меня на руках Там носили И тому подобное Но просто ты приезжаешь Каждый раз И происходит одно и то же Одно и то же Одно и то же Ты как-то думаешь На хрена я сюда езжу Типа с админами Ты поговорить не можешь То есть Какой-то ролик снять То что я приехал На опенкап То есть С подписчиками видеться Ну не знаю Если ты хочешь С подписчиками видеться Мне кажется Просто берешь сходку Делаешь или не знаю То есть В Warface вообще Самое прикольное Это поиграть с подписчиками Которые играют В этот самый Warface Соответственно Не знаю Мне показалось так Когда ты посещаешь Один опенкап Второй Третий Одно и то же Одно и то же Одно и то же Просто и все Вот на Warface Я ни разу не попал Может там что-то другое было Вот первый раз Когда ты на ламп приехал Вот именно эмоции Жесткие были Да Ну тогда Представь себе Я как бы Полетел на самолете Еще туда Приехал в офис Mail.ru То есть Тогда ко мне отношение Такое довольно скудное было Потому что никто из админов Меня вообще не знал То есть Ну может сейчас не знает Не знаю Но Тогда прям вот Было видно Как вы так смотрели Как так туит Вообще Ну так вы знаешь Какой-то взгляд Довольно странный Но у меня прям Первый раз Я был впечатлен Второй раз Я еще более-менее нормально Тоже был А в третий раз Когда происходит Одно и то же Четвертый раз Как бы То есть ты как-то Все теряешь Все не то Ладно думаешь Ну мне так показалось Ты довольно неплохо играешь А почему ты Не выступал Именно С жесткой Какой-то командой Я видел Ты много раз пытался В мастерсы Выходить и так далее В каких-то челлендж капах Участвовать Но почему никогда Не было желания Создать именно Очень сильную команду Ну потому что У меня нет времени Я понял Что между блогингом И как бы Игрой в турниры Блогинг для меня В приоритете Просто суть в том Что ты начинаешь В одно время Как бы Я сейчас бы Вот реально Сейчас бы пошел Играть в Pro То есть Это не так прям сложно Как многие себе представляют Здесь компьютер нормальный Если ты адекватный человек Который воспринимает Ну сегодняшние реалии И там вот Этих людей Которые вполне себе Неадекватные Которые могут тебе Хрень наморозить какую-нибудь Если ты действительно Хочешь это делать Я тебе серьезно говорю Вот ты вполне можешь Этого добиться Даже ты сегодня сядешь Ты сам поймешь Начинаешь играть сегодня Начинаешь тренироваться Даже вступаешь В какую-то команду И серьезно Пару месяцев Ну то есть Рано или поздно Ты попадешь Как-то в Pro Команду какую-нибудь Ну где игроки Играют более-менее То есть Когда у тебя есть Главное желание Сразу все происходит В один момент Я как-то Ну не знаю Когда Когда я тогда играл Времена Скорпионов И тому подобное Это мне казалось Прям супер интересно Сейчас мне не Вообще сейчас Мне фейсит Интереснее Чем турниры Например те же Турниры Это как-то стало Вот прям Не для меня А прям Туда в сторону Как-то для людей Знаешь Других совсем Других людей Которых я не понимаю И сегодняшняя Турнирная сфера Я вообще людей Там не знаю Знаю какую-нибудь Команду Репульс Условно Кто там еще есть сейчас То есть Сейчас Вот настолько Янг Да какие-нибудь То есть Ну вот Знаю Аг Просто Аг по-моему Нету Арина Старс Есть даже Ну Видишь Я даже не знаю Кто это такие Понимаешь Раньше я следил Прям за каждой командой Каждая команда Которая выходила в про Я знал каждого игрока Условно Сейчас вообще понятия Не имею Кто это такие Вот кто это Просто не знаю И это конечно Проблема моя По большей части Что я не интересуюсь Этим как блогер Но не знаю Почему мне вот Мне лучше посмотреть ролик Георгия Любимого Чем узнать команды Которые играют в про То есть вот Настолько приоритет Понимаешь А если бы тебя Позвал к этой команды Ты бы пошел С про лиги именно Которые конкретно Сразу в про Без мастерс Сразу про Это Это пустая Трата времени Записать ролик В про команде Вот У меня была идея Снимать ролик Снять ролик Типа Один день с про командой Это когда еще Аг играли И тому подобное И хер Во-первых И хер выцепишь Потому что они постоянно То у них там тренировка То у них там Не знаю Еще что-то там То есть ну Они как Просыпаются условно Идут тренироваться То есть если ты Кого-то заменишь Даже на одну игру То есть это довольно Сложная была тема Сейчас я не вижу Смысла в этом Нет Если меня даже Про команда позовет Даже завтра вот напишут Репульс Ну вот мы представим Что живем в воображаемой Какой-то вселенной Мне там Репульс пишут Вот пойдем с нами Ты топ-1 возьмешь 100% Понимаешь Это не принесет Абсолютно ничего Ну займу я первое место И будут называть меня Например Человеком Который в запасе Прошел на первом месте Условно Или заплатил Ну какой там смысл То есть То есть я Я-то по сути Как бы это Ну то есть Я не прошел этот путь До про Понимаешь То есть я как бы Пришел Посидел Ушел Как не у себя дома Знаешь Неловко чувство будет Какое будущее У кибиспорта Варфейс Никакого Я думаю что Мне вот кажется Если все так же Продолжится Варфейс про просто Закроют и все Не будет варфейс про Ну то есть Их просто отключат И все Потому что То что мы видим сейчас Варфейс про Играют какие-нибудь команды 1500 зрителей Я недавно Смотрел твич Там кэску играли Какой-то турнир Там На одном канале Смотрело 96 тысяч На втором 126 Один и тот же матч Русский типа И английская Просто озвучка Это играла Не команда Нави Или Нави играли Против какой-то Типа команды Но У нас возьмем финал 6,5 тысяч По-моему смотрела Это же просто Ну Как Для чего эти турниры Вообще нужны Призовой какой там 4 миллиона Или сколько 3 миллиона Сейчас 4 да Было 4,5 Сейчас 4 снова Ну смотри 4 миллиона Ты понимаешь Что надо зарплаты заплатить Во-первых Там уже всех Кого можно Только пересадили На кредиты Ну только Вот всех Кого можно Условно Пересадили И Сейчас То есть Всех уже Все сидят на зарплате Все равно зарплаты Людям надо платить Тем более Это Москва Зарплаты надо платить Хотя бы Ну более-менее нормальной Плюс 4 миллиона Плюс 4 миллиона Плюс 4 миллиона призовой Куда Как это окупится Если связной Будут платить Там по 4 миллиона Или другие Ну то есть В общей сложности Накидывать тогда Это только Бонусы То есть понимаешь И Мэйл уже Надо еще прибыль Какую-то с этого взять Правильно? Конечно А как? То есть Ну На 6 тысяч человек То есть Я не понимаю Тем более Они сейчас Урезали Мету Теперь Мета Это не имба-донат По сути Они не могут Провоцировать Новичков Чтобы они Ну то есть Людей Которые приходят В киперспорт Чтобы они Выбивали имба-донат То есть Мне кажется Сейчас Либо что-то Произойдет И резко Все начнут играть С АМБ-чапами На турнирах В Армагедо Этам В Блэквудах И в самом Новом шмоте Либо так Либо скорее всего Придется проводить Только какие-то Знаешь такие Спонсорские турниры Либо блогерские Чтоб хотя бы На блогерских Просмотрах Поезжать Ну Ты сам Вот себе Сам себе Задай вопрос Какой смысл Сейчас вот В этом киберспорте Вот какой смысл Его просто кормят Я знаю Ты все что говоришь Я как будто Сам с собой разговариваю Но скажи А как ты считаешь Куда В каком моменте Киберспорт Варфейса Завернул не туда Что вот такое Онлайн они сейчас имеют Ну Во-первых Пандемия Во-вторых Криворукость Тех людей Которые Не смогли Наладить Чтоб хотя бы Веб-камеры Игроки подключили На финале То есть Чтоб у них Веб-камеры Стояли Как это Ну В нормальном Киберспорте Потеряли Личностей Всех Кого можно Только Все же Самые популярные Личности Сейчас ушли Из киберспорта А новых Нет И Мне кажется Самая большая Вот Ну Именно потеря Это то что Перестали проводить Финалы Такие И то что Студия Майгеймс Стала всем Заниматься Ну то есть Мне не очень То есть раньше Я так понимаю Другие совершенно Люди занимались Там они рассказывали Вели трансляцию Которые Матч ТВ Вели вот эти Там автобусы Они рассказывали Сами Я не помню Матч ТВ Вели вот эти трансляции А сейчас Студия Майгеймс Возможно Они меньше им платят Но по качеству Они очень сильно Не дотягивают До тех Кто Раньше транслировал Если раньше Ты вспомнишь У нас не было Спектатор Мода И они стримили Каждого игрока Отдельно В этом В ОБС То есть захватывали И каждого игрока Выводили Сейчас они стримят От спектатора Даже финал Стримится От спектатора Моды А ты сам знаешь Как работает у нас спектатор Ты смотришь финал Чувак стреляет Чуть-чуть в бок Или куда-то в тело А дает две головы То есть ты сидишь Типа ну Серьезно Че Хоть спектатор Мод Идеальный по сути Для Варфейса Именно для Варфейса Как паблики Посмотреть там Или что Ну знаешь На мясорубке Хотя на мясорубке Ты никого не посмотришь На командном бою Каком-нибудь Или на захвате Посмотреть как чувак Стреляет просто Или целится Это идеально для Варфейса Ну а для киберспорта Когда чувак там Стрельнул В спектаторе Есть такой баг Он Кровь у него появилась Болтовка попала А на самом деле Он не попал Например Понял То есть как бы В реальности он не попал А на спектре попал Или наоборот То есть там промазал Там попал То есть у спектры Есть такой баг Или когда прицелы Не прогружаются Вот это вообще полное Ну то есть Развития никакого нет А только падение А из падения Они не вылезли Так как сейчас Закончатся деньги И им соответственно Я думаю Вылезать уже некуда будет Ты всех блогеров По Варфейсу смотришь? Вот Все ролики Вот зачастую происходит Все ролики Которые выходят По Варфейсу Их выходит не так много Кроме стримов Каждый день я смотрю Если прям Есть которые Поинтереснее Есть которые Неинтереснее То есть не смотрю Почему тогда ты так Мало записываешь Совместно С другими блогерами? Пока не вижу В этом смысла Почему ты не записываешь Совместно? А? Почему ты так мало Серега записываешь Совместно? Тебе придется Позвать мне на интервью Чтобы узнать Ага Видишь Вот тебе такой же вопрос Просто ну Вот я сейчас записал С тобой совмест Ну то есть там С пиранем С с медиумом Я бы с Элизом хотел записать Какой-нибудь ТРМ тоже побегает Как с пиранем Чисто для контента Но Не знаю Как подход найти С Элизом труднее Связаться Чем я не знаю С кем Мне кажется Как-то Легче будет Всех блогеров В одном месте Собрать Чем с ним Одним связаться Я кстати забыл Спросить Именно в ссорах Еще одна была Очень именно Интересная ссора Ты наверное знаешь Даже Это другой пол Да Это была женщина Как я Не знаю Как я это пропустил Ну была Да у нас Такая Блогерша Которая Решила Похайпиться Прям по черным Похайпиться Ну просто Вот скажи Как блять Вот это просто Можно вынести Вот то что ты Вот видел Когда люди Снимают Как они вот подходят К твоему дому Что-то там пишут Тебе Объявления Расклеивают Про тебя Что за мысли Сейчас Я тебе скажу так Смотри Объявления Расклеивают Вообще Пухрен Даже смешно Довольно Там в пабликах Какие-то знаешь Там инфу Запускают Какую-то левую Вообще Пухрен Но когда реально Сливают адрес Еще и не мой А соседский Ну это надо быть Действительно Большого ума Человеком Но суть в том Что женщина Это по сути Изначально была Как бы нормально настроена То есть она там Общалась с Настей Условно То есть она Была нормальным человеком Но когда не получила Того чего хотела Этого самого нормального общения Она начала То есть вести себя Вот так Ну мне так показалось По крайней мере И после этого всего Понесло ее Вот То есть она там Кого-то условно Про кого она ролики записывала Я не помню Блин Про Разора Записывала Про Разора Про всех Про Элизу Про Разора И, видимо, на волне этого куража Она ничего не придумала умнее, чем сделать то, что она сделала Ну, возможно, ей кто-то посоветовал Я не знаю, но это было слишком тупо То есть, во-первых, они меня так и не выцепили Понимаешь, они же могли подождать, ну, пока я выйду, условно И при том они сделали такую тупую хрень Они позвонили мне в дверь А, стой, самое прикольное За два месяца примерно до этого Я точно не помню, но за долгое время до этого Была какая-то конференция У них была, типа, какая-то конфа у них была Собрана И там они обсуждали, как они Ну, то есть, что сливают мой адрес, условно То есть, они ищут, где я живу и тому подобное И мне чувак в инстаграме в комментариях написал Что он сегодня видел, как уник там в конфеты-то сидели чуваки И обсуждали, как они хотят слить твой адрес Я тогда, ну, то есть, я прочитал этот комментарий Это мне в инстаграме мало комментариев пишут Но я как-то посмотрел Там еще Рустам, по-моему, вызвали, если не ошибаюсь, чувака Я не понял, откуда эта инфа Но она мне показала странный И после этого, реально они, видимо, искали мой адрес Реально была такая конференция И она написала мне Типа, крымский, ты меня затапливаешь Или что-то такое, короче, написала Какую-то хрень Они сначала пришли изначально ко мне домой Реально позвонили в дверь Я посмотрел в глазок и увидел их Они стояли Я сначала хотел открыть дверь Но я, короче, был не одет Ну, одет, но не полностью Я пошел одеваться То есть они еще раз позвонили Я пошел одеваться и хотел выйти Слишком активный контент для них был Стояла женщина И стоял Там был такой коридор, как бы, прямой И стоял слева И держал дверь этот Токарев Токарев, вот Стоял он слева Я потом понял, что это он Я сначала не понял, кто это Но я увидел, что стоит женщина Я сначала подумал Они просто пришли То есть, как бы Я не подумал, что вот эту хрень они делают Потом она начала писать Что ты меня затапливаешь И тому подобное И самое прикольное, что они слили адрес Они не поняли, видимо Они ошиблись, видимо, адресом Понял? То есть, видимо, ошиблись дверью Реально Ну, то есть Они же не могут быть такими тупыми Что взять, типа, в чужую дверь постучаться И показать эту дверь И они слили И к этим людям, соседям Начали приходить и стучаться в дверь Реально приходить начали люди Долбить дверь начали Ну, то есть Стандартная процедура И эта женщина То есть Ходила к полицейскому Насколько я понял То есть Писала там что-то заявление Ну, короче Она что-то делала То есть Эта женщина Потому что не понимала У нее дочка одна дома сидела Понял? Сидит дочка одна То есть дома А приходят и в дверь Начинают кто-то долбить То есть Ну, просто пугают ребенка Я не понял этого прикола Вот Я вот этот прикол Вообще не выкупил Если они там с объявлениями Ну, смешно Ну, не смешно реально То есть Ну, это забавные штуки Когда надо мной Там кто-то уграет Ну, не забавно Ну, не смешно Прикольно Ребята, продолжайте В том же духе Но когда вот так делают Это какой-то слишком грязный ход И потом Когда они слили мой адрес Я улетел отдыхать в это время Понял? В это время я прям улетел То есть Вот они слили адрес И я улетел И Пиздец То есть Вот Хорошо, что в это время я улетел Я не успел записать никакие ответки Ничего Потом я приехал И уже потом, соответственно, все сделал А в итоге Чем все закончилось? Ничем Просто Как бы Смотри Она после этого запускала стрим Мы ее захейтили, соответственно Она запускала стримы И Она там Такую грязь про меня говорила Просто Она Я запомнил Из чего такого я запомнил Прям жесткого Я тогда компьютерный клуб Хотел открыть И Она сказала Давайте Говорит Я просто, блядь Сидел Что ты несешь? Она говорит Давайте придем И типа Возьмем говно Типа И засунем крымскому в компы Понял? Типа Ну, эти Кулера туда Типа закинем говно И мы типа затолкаем Здесь Я такой Чудово ты несешь? Ну, короче Она меня просто По черному хейтила Я так понял Ей это доставляло удовольствие Ну, насколько я понял И в итоге Это Она ушла Видимо просто И все Я, если честно На рулечиках Кто про меня что-то Гады секреты Я вот реально Даже на женщину Просто ни на кого не обижаюсь Вот серьезно У меня нет никакой обиды Ничего То есть Окей Ну, сделали и сделали Единственное, что Ну, обидно Что многие блогеры Вот так вот Меня обвиняют в том Что я их типа выгнал Изгнал Типа и тому подобное Хотя они сами же начинают лезть Это же не я их притягиваю к себе Они сами начинают Этой хренью страдать И потом они уходят Вот это действительно обидно А за всю историю Варфейса Ты можешь вспомнить Вот кому-то до сих пор Относишься плохо Я просто понимаешь Как бы Любой человек Я думаю Ну, не знаю Вот именно Отношусь плохо С точки зрения чего Что я никогда этому человеку Не поверю И никогда бы с ним не общался Да, помимо Владюхи, естественно Ну, вот Все Хватит Второго Я не знаю Таких людей Серьезно Просто когда проходит время Понимаешь То ли забывается это все То есть Ты уже не так К этому всему сильно относишься Тебя никогда не мучает совесть О том, что эти люди же Наверное, пишут О том, что Ты канал Эльза убил Еще кого-то убил Еще того, этого И так далее Ну, уверен Много всяких моментов пишут Никогда прям жестко Не мучает совесть Что ты раздумываешься Может, я реально сделал Что-то неправильно Может, реально тут Не нужно было Вот так вот засерать человека Если бы я так думал Что я убил канал Меня бы мучила совесть Но я так не думаю Я еще раз повторю Вообще Ничей канал По сути Ну, нельзя убить Вот именно С точки зрения Что взял Просто снес его Все, его никто не смотрит Ничей канал нельзя убить И Элис Я тебе серьезно говорю Вот он может еще То есть восстать из пепла условно Может, топ-1 блогером стать Если захочет Как и любой человек В принципе Если приложит для этого Все усилия, которые он только может Я не чувствую Что я убил канал Элиза Или убил канал женщины Она сама это сделала Это не я сделал Понимаешь? То есть это Я не понимаю Это логики Типа, я убил Что я должен сделать? Хорошо, больше не буду Окей По Варфейсу Что скажешь? Какое у него будущее? Ну, по-моему Тут очевидно все Ну, все равно Ты играешь Снимаешь его Все равно Ты любишь эту игру Смотри Вот многие удивляются Откуда у меня просмотры Такие у Варфейса Онлайна вообще нет, да? Ведь Варфейс На самом деле С точки зрения Его снимать Это вообще удивительная штука То есть он уже мертвый И в него реально Никто не хочет играть Но многим интересно Когда вот он уже Вот что там происходит И когда он все-таки Уже крякнет Понимаешь? Но я думаю, что Как бы Варфейс Еще долго не помрет И его реально Вполне себе Еще года 3-4 Точно снимать Понимаешь? Еще в чем суть Если блогеры Жестко активизируются Сейчас вот прям Вот я уверен в этом Если сейчас блогеры Начнут хренашить контент Там прям стараться То есть вот прям Контент навалится Все вокруг Варфейса Начнется крутить Все начнет вот это Вращаться Вертеться Конечно У многих нет стимула Это делать Потому что вот Что должно стимулировать тебя То есть админы делают херню А я привожу вам игроков Чтобы они эту херню Да? Условно посмотрели То есть вот Я часто задаюсь таким вопросом Вот что Зачем я это делаю? То есть админы Совсем херню будет творять Но если блогеры Активизируются У Варфейса Поднимется реально онлайн То есть вот Действительно может И это может даже сработать так Что админы начнут Лучше делать обновы Они начнут больше Слушать игроков И тому подобное Вот мне кажется Что это может так сработать Но Почему-то мне кажется Никто не активизируется И никто не захочет это делать Вот ты говоришь Ты смотришь блогеров А вот честно Если тебе ролик нравится Ты ставишь лайк или нет? Я вообще ни лайки Ни комментарии не пишу Я просто сижу и анализирую Что Ну смотрю как Что прикольно Нет То есть вообще Как бы тебе ролик не понравился Вон ты лайк на него поставишь У меня нет Второго канала С которого я комментировал Или писал злой комментарий И у меня есть основной Только канал Я не ставлю лайки Я смотрю Ролик мне понравился То есть ролик мне не понравился То есть ну Как бы этот человек Это его мнение Ну я Это да Плохая причина Ставить лайки Это очень полезно Но Я смотрю Зачастую ролики Полностью А это еще важнее Чем лайк То есть удержание ролика Поднимается Ну я не смотрю ролики По 40 минут соответственно Там Которого кто-то запишет Там 40 минут Я не смотрю 40 минут А такие есть? Ну вот Не знаю Какие-нибудь есть Спецухи Кто проходит Там например Про новую игру От Хэмзона Что скажешь? Как ты думаешь? Получили что-то годное? Будешь ли ты ее снимать? Ну знаешь С много ожиданий Вот каких-то завышенных Мне кажется Но вот есть уверенность Когда делали Warface Хэмзон сам рассказывал Что они делали одно Потом сделали другое Потом третье условно И получился вообще Warface То есть они как бы Ну в планах было Другую игру сделать Есть вот такая мысль Что если это будет Не королевская битва И она не выйдет Вот в этом году И она не будет лучше Она в любом случае Не будет лучше Warzone Это будет говно реально То есть ну вот Есть ощущение такое Потому что когда кто-то Что-то старается Прям сделать Получается Шат Этот Как он называется? Брэкаут Шатерланч не сказал Ответь на этот вопрос Вот за секунд пять Вообще не раздумывай У тебя делают админом Три вещи Которые ты только что Сразу моментально будешь Ну пофиксил бы Систему Пригласи друга Друзья Которая Добавил бы Клановые битвы С установкой валюты И рейтингом То есть кланы Чем выше рейтинг клана Условно Если у одного клана Высокий рейтинг У другого низкий Соответственно И они играют Если высокий клан Клан с низким рейтингом Побеждает Короны забираются С клана У которого высокий рейтинг Больше То есть А если те проигрывают Меньше соответственно Чтобы отбалансировать То есть со ставками Как бы КВ с коронами И четвертую вещь Которую я бы сделал Очень быстро Это Элитная лига Пофиксил бы Блэквуд Убрал бы Блэквуд Из вообще очков Нахрен бы отрезал Тут очки Вернул бы рейтинг Сбалансировал бы Рейтинговое ПВП ПВЕ И Обычные КВшки Ну То есть Чтобы одинаковое количество Очков было И давал бы Топ Три клана Вот эти Которые знаешь Элитная лига получают Я бы давал Не 10 тысяч корон А бесплатный доступ К батл пассу Всему клану Типа Кто занимает Топ три места Поменял бы награды 50-150 человек 150 тысяч кредитов Раздать Ну там и то по 800 кредитов Ну даже округлим до 1000 Для админов это ничто А для людей Это будет супер сильная мотивация Ну я бы так сделал Ты же в курсе Что множество блогеров Ушли с Варфейса Снимать там стендов И так далее Даже я видел Что ты стендов пытался снимать А у тебя были мысли Что-то еще снимать Вообще В другом русле развиваться На ютубе Да Варфейс бракан Хотел снимать Нет Вообще Как бы пока Варфейса хватает То есть я хотел в одно время Начать снимать стендов И вот прям планировал снимать Потому что там аудитория Такая более живая Ее можно было перегнать И понятно Ее даже можно было переманить По сути оттуда То есть ну если хорошенько Приложить усилия Ее реально можно было Переманить в Варфейс То есть ну не то чтобы Они даже играли А просто смотрели На свой канал переманить Что это за дерьмо такое Что это за прикол А так в планах Какие-то новые игры нет Ну можно как обзорчик снять Типа знаешь там На какой-нибудь Не знаю Сурвариум Или на Варзон тоже То есть ну вот У меня Варфейс ПС4 хотелось бы еще поснимать ПС где-то валяется Никак до нее не доберусь Просто вот никак Не могу добраться Хотя там тоже прикольные Вещи добавляют Но иногда и ужасно Просто у Варфейса Я считаю что Есть еще потенциал То есть ну на котором Можно развиваться То есть новичкам Может быть супер сложно То есть ну развиться В этом плане То есть развивать свои каналы А вот тем кто уже Сейчас закреплен здесь И у них есть потенциал Развиваться 100% Я просто это вижу сейчас По подпискам У меня подписки Супер сильно упали Как и у всех блогеров То есть прям очень сильно Но сейчас Когда я начал делать ролики Регулярно Каждый день То есть стараться Что-то комбинировать Выкладывать что-то неожиданное Подписки вернулись То есть у меня реально У меня за 4 дня Подписки больше Чем за прошлые 2 месяца Понимаешь Как бы То есть надо Проблема даже не в Варфейсе Когда с каналом То есть проблема может быть Че и в блогерах Про фарм адмитада Объясню зрителям Что это такое Была реферальная ссылка Которую давали блогерам Подписчики там регистрировались И блогер за это получал 180 рублей За просто то Что он зашел в игру И за то Что докачался до 11 ранга Некоторые блогеры Решили на этом зарабатывать Конкретно нанимать людей Чтоб они по 500 аккаунтов День им качали Зарабатывая по 5-10 миллионов в месяц Вот И в итоге Это ты получается Все это остановил Вообще админы Варфейса становили не я Я же не отключал ничего Не просто Буга на что жаловался Еще кто-то жаловался Что ты конкретно Всех спалил И в итоге Всех отключили От Такого фарма бабла Ну что ты понимал Я считаю что это правильно Ну потому что Вот Как ты думаешь Каждый человек Думает по-своему Ну если они так считают Окей Я Ну отстаивал Свою точку зрения Я считал что это неправильно Я разговаривал с админами По этому поводу Кстати вот Вернуться К Владюхе Он рассказал что я летал В Москву Жаловаться и тому подобное Я вообще в Москве отдыхал просто То есть я приехал в Москву И админы увидели Ну То есть увидел кто-то Из комьюнити менеджеров Что у меня фотка из Москвы То есть ну что я в Москве И он мне написал Не хочу ли я То есть там просто Прийти поговорить Там поболтать о Варфейсе И тому подобное Я им не писал Мы пришли Ну нормально так пообщались Часок Даже больше можно было Пообщаться Но мне уходить надо было Пообщались Все было нормально Все адекватно Я им пытался доказать Даже не то что Им адмитат фармят А то что Новичков пинают То есть Когда заходит Обычный игрок Да Варфейс И он получает Аука 3 на 5 дней И арму Вторую Если не ошибаюсь Так их же на песке Их же на песке качали Стой Я тебе суть Я говорю Вы понимаете Что заходят туда С синдикатом Типа чуваки Ну а тогда с магма пушками Типа и они получают Супер сильное преимущество И тому подобное Я вообще про адмитаты Не рассказывал Все не говорил Что там фармят адмитаты И тому подобное Я спросил Я как-то раз спросил Про мотивированный трафик Или мотивирующий Как он называется Мотивированный трафик Мотивированный Вот я спросил Про мотивированный трафик Я увидел Что блогеры гонят Мотивированный трафик Они сказали Ты качаешь аккаунт Тогда такая тема была Я спросил А так можно делать Ну это просто Под правило Это попадает Как мотивирующий трафик То есть ты вкачешь А мы тебе типа Как бы даем За это награждение Они сказали А нет так нельзя Да И убрали блогеров Это сказали блогерам Тоже нельзя И типа сказали Можете пин-коды давать То есть нашли такую лазейку Вот понимаешь Я говорю Можно так делать А админы уже отрезают С другой стороны То есть это не я им говорю Вон они делают Вон они делают Я спрашиваю можно А они уже отрезали И с адмитатом Была такая же тема Я знаю людей Которые не через песок качались И не через спецухи качались А то есть Которые реально заходили И гопсали новичков Просто кромсали их Пух и прах Ну я не считаю Что только они заходили Там проблема была И того что батлбассы были На трех серверах То есть Когда я разговаривал с админами Я им вообще про адмитат Ну то есть там Там вот так было То есть минута разговора максимум Но как ты считаешь В чем правильно В чем правильно Будет потратить Деньги варфейса Просто отдать их Просто так Вот допустим Десять миллионов взять И отдать их тебе Либо за десять миллионов рублей Купить рекламу у Мармока Что для варфейса Для всех нас Будет лучше Ну для варфейса Логично что Мармоку отдать Ну на рекламу Но суть в том Что даже Понимаешь Там такая суть была Что почему так долго Да они могли это приклеить Ведь мэл же не такие тупые Что вот так вот Все вращается И тому подобное Там просто так Все сложно было завязано Там Потом как в итоге оказалось И менеджеры Вот эти которые работали Насколько я понимаю Это так Я придумал сейчас Что ты понимал Это вот эти сказки Рассказываю Там и менеджеры Были подвязаны Понял То есть там Там прилично Так было подвязано Не именно Которые в мейле работают А которые вот через Вот это все прогоняют И скорее всего Ну я так предполагаю Это мне приснилось Они говорили о том Что нет Это аккаунты То есть настоящие Да рабочие И там как бы Ну есть такой Скажем кредит доверия Знаешь как бы То есть ты говоришь Определенные вещи Тебе доверяют Потом в один момент Это раскрывается С тобой перестают сотрудничать Почему с адмитадом Перестали сотрудничать Как ты думаешь То есть в твоем сне Через Warface Отмывали Огромное количество денег Даже сами Какие-то менеджеры И ты все это прикрыл И тебе кто-то предъявляет Что ты в этом не прав Ну людям же есть надо Так и сейчас В Warface Посмотри на Warface Сколько есть 10 миллионов в месяц Это что нужно есть Так суть в том Что я тебе просто говорю Что посмотри на Warface Сейчас Разве Ну мне опять снится Сейчас все Вот мы сейчас во сне Мне сегодня Вещи сон был какой-то Сейчас на Warface Так же отмывают бабки Просто посмотри Что происходит с Warface Людям меньше стали Думаешь платить Или меньше сотрудников Мэйли стало Я сомневаюсь Посмотри на Warface Посмотри Зайди на официальный сайт И посмотри На уровень превьюшек Который они делают Где буквы не влезают Где шрифты Где они допускают Грамматические ошибки По 15 штук В одном посте Разве это не человек Который встал Случайно Как-то попал туда То есть Разве это не отмывание Бабла просто То есть Ну ладно Я не буду эту тему развивать А то сейчас Что-нибудь еще удалят Мне опять Ну снится все Опять приснилось Warface Ничего не отмывают Ни деньги Ни кумовства Нет никакого В Warface Из-за этого Warface Ни дерьмо Ничего нет Серега вообще Ничего нет В Warface Ни админы Которые Стой Ни админы В Warface Знаешь Которые занимаются В Майгеймсе Они не обещают Что если я приду В этот Как он называется Блогерский турнир Они добавят Коробку удачи За варбаксы Они не говорят Мне что Да-да Добавим А потом берут И добавляют Просто там Радон М45 Аурус Нет Такой тоже Это снится Понимаешь Мне все Вообще Во сне Целый день Сижу Мне просто Товарищ Сон свой Рассказывал Реально Все Во сне Происходило Как ты Считаешь Это могло Быть Вещем Сном О том Что Сейчас Каких-то Специальных Разработчиков Наняли У которых Конкретно Цель Убить Warface Я сомневаюсь Что Наняли Таких Именно Что Убить Я думаю Что Большей части Отмывание Бабла И кумовство Убивает Warface Я считаю Так Что Это происходит Как это Решить Новых людей Нанять Ну Да Сносить Как пирамидку Убрать Ну Сначала Нужно Хотя бы Верхушку Снять А если Понимаешь Суть в том Закончу Мысль Суть в том Что Пирамидку Ты не снимешь Потому что Верхушка Это и есть То есть Это самая Пирамидка То есть Ты не можешь Ее снять Я не могу Ее снять Ты не можешь Ее снять Ее никто Не может Снять А это Он и строит Это все То есть То есть Благеров Warface Что Да Кто из блогеров Warface Мог стать Администратором Ну Разора мы посадим На акции Ладно Ну я шучу Вообще Я не понимаю Смысла Мейла Вот серьезно Не понимаю Они зовут На закрытой конференции Сейчас я Начну мыслить Смотри Они зовут На закрытой конференции Благеров Я даже на них Уже не хожу То есть Мне не интересно Вообще слушать Потому что Они абсолютно Несут такую хрень Там Которую То есть Они тебе сказали Вот послушай И нельзя это рассказывать И через полчаса Эта инфа Вся на сайте Появляется Понимаешь То есть Ты даже ничего Не успеваешь Там Продумать То есть Как-то Они все запутанно делают Почему они Не соберут Стак Из 10 Крупных Блогеров Самых И заранее Не пустят их На сервер Условно Протестируйте Нам обновление Скажите Что вы думаете Да То есть Вот прям Давайте мы с вами Посидим Послушаем Я думал Над этим Почему они так Не делают Ведь Если мы зайдем Ну по сути Мы можем посмотреть Да и сказать Что вот это Вот это Вот это 16 Поздолите Пусть они играют Сюда в комнате Целый день И выскажут свое мнение Доверьтесь им хоть раз Я думал Почему такого нет Потому что Им это не надо Им насрать Вот они выкатили пушку Ты сказал Что она там Сильная Например Чуть-чуть срезали Скал слабый Чуть-чуть прибавили Все Пофигу На ПТС уже вообще Никто не играет А если Говорите Кого бы я поставил Ну Морти да Как вариант Поставил бы Админа Ну то есть Смотря на какую Как бы Куда руководить Понимаешь Еще зависит Если например Писать сетевой код Ну никого из блогеров То есть Ну заниматься Вот этим Что-то с технической частью Понятное дело Никто из блогеров Не справится На контент Просто в мейл На контент в мейл Ну Не знаю Давай подумаем Ну у тебя В коробке Можно было Делать Ну знаешь На самом деле Вот чисто теоретически Можно было бы Реально разделить блогеров Вот например Сделал чувак Коробки Услов Вот тебе представили Чувака Да Ты например Руководишь ему Словно Но он делает Для тебя Открытие коробок Ну в Warface Очень старые коробки Он сделал Три вида Открывания коробок Там да Коробка там Вылетает Там что-нибудь Пах Пух Пух Пах И ты решаешь Ну я бы мог поставить Ты например решаешь Вот это да Например Вот ты Разобрался Да вот это Смотрится прикольно И там они выпускают И смотрят Как люди реагируют Например Разочек доверились А так именно Ну как бы Основной стак Блогеров Ну почти всех Можно ставить Я думаю Ну смотря Еще раз Смотря куда Что как То есть кто как Где разбирается Это тоже сложный вопрос Если так чисто на советы Я бы блогеров Не ставил админами Но советоваться То есть спрашивать Бабки все сопру И Warface точно еще Да не в этом дело Просто как бы Ты понимаешь Это сложная адаптация Вот мне говорили тогда Вот что бы ты сделал Если бы тебя админом Warface сделали Вот если реально Мне завтра админом Сделали Warface Они бы надо мной Руфлили И затушили бы меня Они доржали бы По-любому надо мной Они бы сделали так Чтобы я ничего не смог сделать Чтобы люди на мной Поржали просто Понимаешь Типа ха-ха Пришел блогер И ничего не смог сделать Слушай А помнишь Когда-то давным-давно Ты почему-то отказался Донатить Warface Вообще прям С чем связала Была такая акция Ну просто надоело То что делают админы Вот реально Вот знаешь В одно время так Подходит 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 То есть вот что-то Делают-делают Делают Понакатанное И знаешь В тот момент Сейчас я не испытываю Такой злости К админам Тогда Чувства были Реально злобы Какой-то Вот прям Я злился на админов Прям по-настоящему То есть я выпускал Такие жесткие Более ролики Хейтерские То есть это было Прямо Это не наиграно было Это прям Я реально злился Я решил для себя Что Вот многие говорят Что блогеров Ну призовите Не донатите Там Ну не донатите И тому подобное Я попробовал Почему нет И как тебе игра С варбаксами? Ну Поначалу Очень так Жестко Тупо привыкаешь То есть Ну особенно Когда тебя отрывают Топ меты А потом Знаешь Я тебе скажу так Когда ты начинаешь Играть с варбаксами Это как Знаешь Ты сначала вниз Летишь А потом Ты начинаешь Потихоньку подниматься И ты потом получаешь Удовольствие От того Что ты перестреливаешь Донатера То есть ты можешь взять Какую-нибудь варбаксовую пушку Такую более-менее нормальную Я с Сайго играл Обычно Из поставщиков Не с Сайго 12С А с Сайга Вот эта Которая обычная И мне так нравилось С ней играть Ты не представляешь Когда я чуваку Ваншотил с нее И у них так Жопа горела Это просто нереально Вот я от этого Удовольствие прям получал А вот Не донатить варфейс Было сложнее Потому что Контент Который я записывал Складывался в том числе С донатов То есть ну какая-то Акция на сайте выходит С тем же кубиком Еще раз повторюсь Или какие-нибудь контракты А я не мог В них задонатить Понял То есть это Ну усложняло мне работу А эти ролики Они довольно легкие же То есть их легко сделать Ты просто записал на сайте Условно озвучил Ну высказал свое мнение Там смонтировал И все Залил Это усложняло работу Я понимаю То сейчас Золотое Икс Это ну Не очень Но на тот момент Золотое Икс Это ну Самое лучшее оружие в игре Как ты додумался Удалить Золотое Икс Ну это смешно же Реально было Ты понимаешь Мне было смешно Мне пофиг было Мне обидно было его удалять Потому что дохрена денег Я реально на него Дохрена денег потратил Для меня тогда 12 тысяч рублей Это было дохрена прям Или кредитов Рюблей по-моему потратил Сейчас не вспомню Но суть в том Что Мне хотелось посмотреть Как среагирует админа Вот у меня самое Вот такое Внутри было чувство Как среагирует админа Ведь игрокам понравится То что удалили донат Самое святое Представляешь удалили И они Я уверен Что у них сгорела жопа Ведь они быстро пофиксили Чтобы пушку нельзя было удалить Они очень быстро И я уверен Что их это прям Задело за живое Вот если бы Каждое обновление Так происходило Что-то их вот Цепляло по-настоящему За живое Тогда у нас была бы Совершенно другая игра А так Игра их в принципе Может быть Но я думаю Что они опасались того Что люди начнут Удалять донат Это спровоцирует Такую цепочку Знаешь Ты же еще это подхватил Тогда нормально Это могло спровоцировать О кстати Луфи который играл с тобой Это Шон удалил золотой икс Это он мне написал Говорит Я крымского люблю Уважаю Давай я тоже золотой икс удалю Вот я тебе суть в том Что это могло спровоцировать Цепочку Такой как челлендж Знаешь Давай удалим донат варфейсе И будем Очистим Очистим варфейс от грязи Я думаю Что они Ну то есть опасались Я почему так предполагаю Ну это снится все опять Слушай А еще один сон Я помню Ты рассказывал в своем видео Как ты Кучу кредитов Покупала Через техподдержку Тьфу Через торговую площадку Сколько кредитов В итоге ты купил? Да хрена Блин Слушай В общей сложности Так уже Блин Не знаю Не помню сколько Тогда купил 1350 где-то В общем уже так забрал Куда ты их все Просто потратил? Я только 100 тысяч На золотые пушки слил Понимаешь? Выкупил И потом их по фикс прайсу Добавили Где 10 золотых пушек Можно Я 100 тысяч Выкупил за фикс прайс А не там по 6-7 тысяч Я выкупил золото Ну и донат Повыбивал Некоторые из коробок И фикс прайс Повыкупал То есть У меня Охрененный склад А именно Задонатил Warface Ты в курсе За все время Сколько плюс-минус Там уж полмиллиона Ну где-то около Где-то около Полумиллиона Да Это не так много На самом деле Новый или старый? Смотри С точки зрения Времени Если мы Возьмем отрезок Если мы смотрим Сейчас Конечно Новый Warface Лучше смотрится Но не атмосфернее Но лучше Если мы Вернемся В 13-14 год Например Когда обороты набирал Варфейс И у него графика Такая оказалась Особенно на высоких Очень крутая Там он был лучше То есть Варфейс С течением времени Он как-то Потух немного Скажем так То есть Сбавил обороты Как-то Начал отвлекаться На ненужное Как-то И все понесло не туда И вот Хреновенько все Раньше я согласен Что Варфейс был Более Быстрый Но при этом Урона ни хрена не было Если бы сейчас Люди зашли в старый Варфейс С тем сетевым кодом С тем уроном Они бы и секунды Не поиграли бы там Я просто уверен в этом Когда ты застрешь В скалах Застрешь в каких-то объектах Тебя тпшат вниз Ты застрешь в трупах Это полная жесть Что там было Но это было атмосферно На тот момент Мы не знали Что может быть лучше То есть Что вот Как сейчас Более-менее В принципе Сетевой код Там адаптировали Хоть что-то есть Нормальное Кроме багов Конечно И если говорить Я вот хотел бы Чтобы старые карты Вернули хотя бы На какой-нибудь ивент Знаешь То есть Старый Warface То есть Ну с нынешним сетевым кодом Старая карта Почему ты не стримишь Да нет желания Не знаю Не хочу Ты же как-то раньше Проводил какие-то Раз там в три месяца Стримы Какие-то челленджи Придумал Это все от желания Зависит Понимаешь Выходил ПТС У меня так О пойду постримлю А сейчас выходит ПТС О пойду сделал ролик Понимаешь Когда стримеру То же самое Что задавать вопрос Почему ты больше Не делаешь ролики Не знаю Ну нет желания Раньше как-то Вот прям хотелось Стрим выходит Я стримить Сейчас я хочу Сделать ролик Мне больше это нравится Играл ли ты Хоть раз читами Угу На этом компе Этот айпишник В этом месте В этом доме нет Я сейчас вообще Опасаюсь читы Как бы скачивать Даже когда для ролика Мне там какого-то нужны Например Все знакомые Тоже опасаются скачивать Потому что Забанят еще То есть Ну По мультиаку Нафиг Не а все же Ты играл с читами Только для своего видоса Или когда-то еще Не-не Это когда еще до Блогинга Это еще когда читы были Экзешкой Такой знаешь Антиотдача Включить Антиотдача Или Или пройти сквозь стену Включить Выключить Я нажал сквозь стену Пошел То есть Ну это уровень таких читов Когда стрельнул с дробовика Мгновенно забанили Вот И тогда еще Слушай Тогда вопрос А сколько тебя вообще Раз банили в Warface Вот по любым пунктам Ты вообще помнишь Блин Точно не вспомнил А этот аккаунт сколько Ну у меня Один мой аккаунт забанен По пункту третьему На время расследования Которые я купил Иерихона Вот на 10 дней Забанили недавно И мой основной Два раза по-моему Банили на 10 дней тоже Четыре раза А ну и основу мою Которую Основу мою Которую ты купил У меня помнишь За полтора кастера Тоже забанили же И вот Считай Приснилось тебе Не было такого Сны Сны какие-то Сны А помнишь Там не знаю Баны за маты Какие-нибудь За оскорбления Ну был Но это давно Очень было Когда еще Ликвидацию добавили Один раз Помнишь Этот момент Когда тебя забанили За ликвидацию На ликвидации Когда ты написал Человеку И в итоге Он отрекался И потом тебе Ну тоже сон Администратор Скинул скриншот С техподдержкой Администратор Паринов приснился Мне даже Да Он скинул мне скрин Да Как меня за слово Шкура забанили Я не помню Как его ник был Но я помню что Я ему написал Шкура Или что-то такое В шкуре Ну у бабоскини был Он меня убил Я ему написал Шкура И он отправил Это в ТП И меня забанил Я это помню Эх, Д Да Я с ним нормально Общался Я вообще не ожидал Вот этого я не ожидал Реально Предательство Я вот Вот такого Я не ожидал Вот на кого угодно Я подумал что Серега мог меня забанить Но чтобы Дубчик Еще за тот момент За шкуру Это очень странно Помнишь У тебя в клане Был такой школьник Клауд Сначала он добился Нереальных высот В Warface А сейчас Ты знаешь Где он находится В Na'Vi по-моему Играет Да Как тебе Такое перевоплощение Так я же Я сразу Когда он попал Ко мне в кланы Он начал участвовать В турнирах Я записывал Даже ролик Там Что называл его Угроза АГ Или что-то такое Ну в итоге Как не угроза А член команды АГ стал Но он же против АГ играл И выиграл их Насколько я помню Тоже На этом Турнире Какой команде Он тогда был В TeamQ Клауду я помогал Всячески Я с ним хорошо общался То есть я ему помогал Ну ладно Не буду раскрывать Он просто Мне так странно показалось Что я ему помогал Как бы Ну довольно так Нормально помогал Приличненько А он как-то так Знаешь Это игнорирует Как будто я ему Что-то сделал Не знаю Поэтому я тоже Ничего не буду комментировать Ну в общем Ты рад И Дина Знаешь Что тоже в Na'Vi Ну Дина Да Я помню Я им туда 50 тысяч дал Просто так Команде И этот У них не было Что-то Короче У них был Буткемп Ну я бы эту инфу Не сказал Если бы они Сами ее не сказали Они ее сказали Потом То есть эта инфа Всплыла Короче У них не было денег На буткемп По-моему Или что-то такое Ну не хватало У них не было Никакой команды Ну эти Как я называю Спонсоров И они попросили Меня дать Ну Какого-то спонсора Типа Они готовы были Прилепить мой логотип Понял Типа На плечи Я говорю Да ладно Ребята Типа Вы хорошие люди И просто Денегам дал Они потом Этот По-моему Кто-то слил инфу Короче И потом Эта инфа пошла И мне все Об этом говорили Я такой Типа Откуда И ладно Ну я что-то Рассказали Думаю Как ты Относишься К такому Контенту Когда По слухам Опять же Ничего не подтверждено Блогеры Крутят коробки удачи На пиратском Варфейсе При этом Замазывая ники Якобы Они там кому-то Донатят Подписчикам Крутят Но в итоге Там у них По 20-300 тысяч Кредитов Но Иногда Умным людям Понятно То что Это на самом деле Просто Пиратский Варфейс Как ты к этому Относишься Ты сейчас Про свой контент Или про чей Не Не про свой Я-то сам Донатил В смысле Я имею ввиду Кто На Сам Кто Притворяется А кто Притворен Вот кто Например Притворяется Ну не знаю Не хочу Ники называть Ну просто Представь Да если Нам снится Представь Что просто Есть какие-то Блогеры Которые Вот так Занимаются Как ты Отношешься К такому Контент Считается Летон Делан Или это Считается Контент Ну конечно Ну во-первых Как это Доказать Если Там Копия Как доказать Никак Ну а как Как доказать Это копия Я не знаю Как это прокомментировать Просто А вот вдруг Ты записываешь Я даже не знаю А вдруг Ты на пиратке Смотри Смотри Как я могу Доказать Я все Выбиваю Только на своих Аккаунтах Я могу Я запускаю Стримы Все видят Что у меня Эти все Пухи Есть Абсолютно Абсолютно Все А там Чисто Всегда Да Замазаны Как ты Горюш Ники И там Уже Никак Не проверишь Там Якобы Каким-то Подписчикам Что-то Выбивается И это Уже Никак Не проверить Ну Я-то Могу Ну Значит Плохо Если Подписчикам Выбивается Как тоже Докажешь Ну Если Доказано Реально Я помню Что Кто-то Спалился Жестко С этими Пиратками Я спалил Прям на ролике То есть Ну И ролик Смотрел Я не помню Кто это был Короче Там было Написано В оригинальном Варфейсе Например Написано Один Тире Ая Коробка Понял Два Тире Ая Коробка А чувак Который Открывал Эту же Коробку На пиратке У него Было написано Первая Коробка Вторая Коробка Понял Различие Ну То есть Неправильно Кто-то сделал Пиратку Ну По сути Это обман Да Как бы Но Смотря что Они делают Если Не знаю Как-то Такой Слишком Простой Как бы Контент Даже Ничего Такого Не скажешь Во-первых Хрен докажешь Что это Пиратка Или тому подобное Больше времени Потратишь И тем более Кто от этого В плюсе Только Ну Это не честно Если Как блогеру Если Вот мне Я снимал бы Например Кручение коробок Соответственно То есть Крутил эти коробки Все Вращал То мне было бы Обидно Я бы сказал Что это Полная хрень Да То есть Ну Это обман Как бы Тебе приходится Да Там Донатить Например Сотни тысяч кредитов Чтобы сделать То же самое Что они делают Бесплатно И тем самым Они убивают контент Так же Как убивали Рулетчики Когда донатили По 50 тысяч кредитов Себе Ну Я например Не мог Позвали Там 20 тысяч кредитов Каждый раз Вращать себе Какие-нибудь Пушки Например Так что С этой точки зрения Да Я бы сказал Ну Это не честно Это хрень Такое Надо убирать А если С точки зрения Админов Стои секунду А если С точки зрения Админов То в принципе Они такие Он же крутит Как бы Варфейс Нормально Насколько Сильно Может есть вещи Может есть вещи Вот которые ты говорил Допустим Ты придерживался Какого-то мнения А сейчас Ты вот просто думаешь Блин Я был неправ А сейчас Я по-другому думаю Я не думаю Что я не был неправ Прям То есть Таких вот прям вещей Нет Чтобы я был неправ А вот Относительно Некоторых вещей По типу Ну знаешь Такие мелочи Баба скины Например Я запрещал Люта Баба скины В клане То есть Сейчас я не понимаю Зачем я это делал Кирают играть В принципе Ну Как бы Нравится Нравится Можно девчонкой Назвать То есть Ну прикольно Всего есть свои плюсы А так вот Ну Как понятно Я делал всех С течением времени Получением Когда ты получаешь Какую-то информацию То есть Мнение меняется У людей В любом случае Они стареют У них Они обрастают Какими-то ценностями И Я думаю Любой человек Если он Не совсем может дегенерат У него мнение меняется Но оно не меняется В течение Дня Или В течение Вечера Слушай А был у тебя Какой-то Именно Возраст Вот когда Вот сейчас ты подумаешь Блин Вот я в 18 лет Был бы долбоебом Вот ты можешь так сказать Вот я в 16 лет Да Какой возраст Вот недавно Была ситуация Два дня назад Буквально Да в принципе Можно взять Вот Как Не знаю С 12 С 13 лет До там С 17 С 16 Условно Можно сказать Прям был долбоебом Прям совсем То есть ну Чувак недавно Ко мне зашел Который такой Тоже Ну как бы Подросток Начал на меня Прям гнать так жестко Ну оскорблять И тому подобное Я говорю Слушай Я когда в таком возрасте Как ты был Тоже таким долбоебом Был Так что не переживай Все пройдет То есть Я думаю Что у многих Так проходит И они тоже были тупыми То есть Ну как не тупыми Ты хочешь Все такое Недозволенное Хочешь кого-то там Знаешь Там типа Обозвал кого-то В интернете У я веселый Такой классно Ты знаешь Нашкодил Такой молодец Ну а это проходит С течением времени Просто и все Я думаю У многих такое было Было ли для тебя шоком Когда тебя позвали сниматься В Герои Варфейса Для меня шоком было Что вышло в итоге А что там такого было Интересного В Герои Варфейса Цвета коррекция Зеленый как Халк Какой-то непонятный Коричневый как говно Не знаю Мне вообще не понравилось А есть то Что там вырезали Допустим Может быть там Хейтил Варфейс А не это вырезали Мы Смотри Мне вот Сняли и сняли Бог с ним Нет там не было такого Что прям что-то жесткое вырезали Там и не было таких жестких вопросов Там же ты сидишь Тебе задают вопросы условно Ты на них отвечаешь Мы записывали Я приехал на два дня в Москву Я приехал на Марс И за день до этого То есть я должен был приехать И типа давайте Отснимем Героя Варфейс Прикольно То есть все будет круто И мы Они приехали в Москву То есть я должен был там Просто сидеть То есть ну озвучивать условно А вопросы которые задают Я на них отвечаю То есть озвучивают все И короче Мне сказали там Все так жестко Рассказали Там вот это время Там поджимает условно Там 8 часов Чуть ли не надо не встать Уже идти снимать это все В итоге Мы там чуть ли не к двум часам Начали снимать В итоге полтора часа Или два часа Это все заняло То есть ну заняло И в итоге я Два дня считай В Москве просто проторчал У меня так с этого жопа сгорело Серьезно То есть я приехал именно Как бы поработать условно Но два дня я провел просто Так скучно Серьезно было Я еще один прилетел Без Насти Думаю быстренько слетаю На два дня И сразу обратно В итоге такая скукота Была просто пиздец То есть рассказывали Одно будет Вышло немножко другое Ну герои Warface Герои Warface Мне не очень понравилось Не понравилось Нет мне не понравилось Но что мое мнение значит Официальный канал Поздно Туда только Ганнату выкладывают Как ты считаешь Ты Очень много сделал Для Warface Полезного Не знаю Это людям смотреть Не знаю даже Даже кому это оценивать Может быть А может и нет А может пошел я Нет Я как бы Чтобы возвысить себя Я могу сказать Да я сделал так много Для Warface Ты посмотри Там А толку Давай я лучше Это сделаю Я считаю Что ты сделал Для Warface Очень много Но вопрос Немного в другом Тебе не обидно Понимая Насколько ты В Warface Преуспел Что тебе не добавляет Ни твоих ачивок Твои лого Не добавляют на карту И тебя даже не зовут Просто в блогерские турниры Нет Я вообще все равно Вот серьезно Мне вообще пухрен Мне предлагали Блогерскую ачивок Я сам от нее отказался Мне не интересно То есть я не хочу Чтоб это было Я пытаюсь Чтобы игра держала Какую-то планку То есть ну Понимаешь Они добавили Ладно добавили твою Ладно добавили Ракутагина Ладно добавили X-Medium Русского мясника Серьезно? Два заказных ролика И твоя нашивка уже в игре Что это за игра такая? Что это вообще такое? Кого они там еще добавили? Наверное нашивка за бесплатный ролик Который он снял в 12-м году Награды Да Ну каких-то евро Ютуберов не знаю Там были Ну и еще какие-то ютуберы Которых я там не помню Точно Которые добавили И в чем прикол? Какая ценность у этих нашивок? То есть Они ставят В один ряд тебя И Человек, который просто пришел Заказные ролики снял Который, как говорят По слухам Снится Записывает не он сам Ну это не я говорю Какие у тебя сны? Слушай, а каким киберспортсменам Ты относишься негативно? Может быть есть такие Многие киберспортсмены Позволяют себе Прям очень грубо высказываться Может быть есть такие С кем ты даже успел поссориться Суть в том, что я сейчас Киберспортсменов не знаю Понимаешь? Не, ну с бывшими Вот в этом Вот с бывшими была забавная история С паникой Когда Тогда я решил Я не знаю, почему так произошло Но тогда все вообще пошло То есть я ожидал одного А произошло совсем другое Просто, видимо, я неправильно понял ситуацию А почему ты назвал его животным? Ну я просто спросил Дал вопрос Но суть в том, что Тогда, как понимаешь Когда смотришь стримы паники И там их общение вокруг Все То есть, понимаешь Вот мне многие говорят Ты же там Давай, как в жизни Ты в жизни другой Типа и тому подобное Тогда я решил просто Такую штуку проверить Как они захейтят меня То есть, ну я хотел Просто посмотреть Что они скажут мне такого Типа вот на такие Это были очень жесткие слова Я согласен Я перед паникой лично извинился То есть, за эти слова Но я тогда хотел посмотреть Что они скажут В итоге И как тебе реакция? Вообще не то, чего я ожидал Я ожидал, что там будет жесткая Такая бурная довольно Но в итоге ничего Слушай, ну если б я был 12-летним фанатом паники И твоим одновременно После слов Когда паника говорит Ну мы же с тобой друзья И ты такой ему, знаешь Мы с тобой не друзья И ну я бы точно расплакался Объясни Мы, во-первых Подожди Какие мы с паникой друзья? Зачем-то грубо Нет, подожди Не, ну это понятно Любому человеку понятно Грубо Грубо Это задавая Это поставить Вот такую вот ситуацию Я считаю, грубо Это вот было говорить О том, что мы с тобой друзья Это грубость по отношению ко мне Я лично считаю Это не вежливость Это ставит меня в такое положение Как бы, что ты идиот Мы же друзья Мы там хорошие друзья Мы с паникой вообще не друзья А кто вы там? Понимаешь? Коллеги Мы вообще не общались То есть до этого условно Понимаешь? То есть у нас ноль общения Ноль Ноль общения Мало того, что на фэнтези Он надо мной рофлил Типа Как рофлил? Мне друзья Ну ты там Ой, боже Там тебя блогер убивает Этот Боже Блогера убить не можешь Ну это Ну шутки Я считаю Они довольно смешные Когда я На этой На дэшке Их выиграл То есть у него там горела жопа На меня Когда я играл 10-3 Или что-то такое У него жопа тоже горела на меня А почему ты тогда панику А почему ты панику троллил По поводу того, что ему нужно Тренировку на баскетбол Иси Задил ваш юмор Ну ты можешь как бы тоже сейчас По рофлиться Можешь сказать что-то смешное Про панику Поэтому он не обидится Я Нет С того момента все Охватит с меня шуток Дошутился За что вы было дерьма вылили Я просто ожидал Что ну совсем другое будет А в итоге я получил Свой адрес То есть я не считаю Панику с животным Там или Грибом Как я говорил Я просто пришел То есть проверить эту штуку И дать Больше не буду проверять Все точно Такие вещи Слушай, а про дружбу Ты вообще У тебя вообще есть сейчас Люди Которых ты можешь назвать Что это твой друг Ну именно такие прям Что вот доверять мог Сейчас по мне Были такие Но сейчас нет То есть понимаешь Проходит время Кажется что Человеку можно доверять Там вот он Понимаешь как бы И многое меняется И человек меняется Ты смотришь на него Опа Понимаешь даже друзья С которыми я общался Там давно до этого Как бы Вспоминать не про меня А вспоминать Когда им что-то нужно То есть ты понимаешь А нахрен А какие это друзья Тогда А ты считаешь Люди меняются Нет Просто иногда Ты не видишь Это в людях То есть человек Если был Говноедом То он был Изначальным Просто ты этого Не замечал Либо он А кто из блогеров Вот по твоему мнению Кроме Элиза Вот именно Завышенном Чество По твоему мнению Ну ты Медиум Ну да Медиум Почему Может разону Разону Такое Немножко другого уровня Чество Но тоже Ну это неплохо Понимаешь Чество Это неплохо То есть многие Ставят это в рамках оскорбления Ну это неплохо Понимаешь Это очень даже неплохо Завышенное ЧСВ тоже неплохо Неплохо С чего вдруг Ну смотря где это Как это проявляется Смотря Понимаешь У каждого свое понятие ЧСВ У кого-то ЧСВ Это самооценка У кого-то ЧСВ Это именно я Выше всех остальных Я вас презираю Вы ничтожество То есть У меня не такого уровня ЧСВ Что я всех презираю И тому подобное Я ко всем По стандарту Отношусь Одинаково хорошо Когда человек делает говно Я к нему отношусь Плохо Понимаешь Как бы Когда человек относится нормально Ко мне Я отношусь к нему Также нормально Я имею ввиду то Что Как бы Как тебе сказать Вот не знаю Как бы это правильно Сформулировать Когда вот Человек заходит И начинает там Вот у меня что-то Вот просить Например Знаешь Я чувствую какую-то Легкую наглость Например Да То есть Не знаю Чувствую что-то Вот такой подвох Что-то такое Чувствуешь Я могу Ну так Довольно грубо Ответь Как будто я Как бы Выше него Могу так сделать Потому что Жизнь реально заставляет Иногда ты добрый Но люди Такую иногда Хрень могут написать Вот недавно Там было Ну ладно Сколько раз Меня кидали Поэтому Иногда лучше Побыть ЧСВ Пусть тебе скажут Что ты говноед И ЧСВ Чем тебя опять Обманут Кинут Или что-нибудь Сделают Или тебе опять Какую-то хрень Наворот Поэтому лучше Быть ЧСВ Немножко Если я Думаю о том же О чем и ты Почему ты Перестал снимать пародию Не знаю Надоело На Йоду снял пародию Мне она так Показалась Такая хорошая Такая классная Блин На Йода так обиделся Что я после этого Не знаю Как-то расстроился И больше не делаю А ты Видел недавно Ситуацию с Йода Ты не смотрел У Остре Какой именно Последний стрим Где его дудосили Он немного Ну вспылил Посмотрел Смотрел Ну как тебе Как ты считаешь Люди Которые позволяют Себе высказывать Такие Агрессивные слова Они вообще могут На что-то обижаться Ну на легкий юмор Ну я думаю То что он сказал Но он Дебил реально То есть Там совсем Конченый дебил То есть Ну Что бы Тебе человек Не сделал Реально Что там За дудосил Что такое дудос Ну за дудосил реально Что он ему Жизнь испортила Что там Он просто Наговорил Столько всего Ну то есть Что бы показал Его как дебила Реально Хотя ситуация Исправить было Дело Дело Двух минут Ну вот Просто Кто сейчас Подумает Вожжили Когда Когда Этот Сейчас Кто-то подумает Что я назвал Дебилом Там Аж Конченым Дебилом Например Просто Вы не слышали Что он говорил Нет Там Лучше не слышать Это Ну это Очень Жестко Было Я считаю Ну я Прям Не понял Когда Сказал Что он Обиделся На это Я даже Не хотел Это Спрашивать Но ты Сказал Что он Обиделся На что Не подумал Что он Знаешь То же самое Что сказал Владимир По крайней мере Мне так Сказали Ну Люди Которым Я Доверяю Они Сказали Что он Обиделся На то Что я Сделал То Что я Там Заикался И тому Подумал На это Обиделся Может Обманули Приснилось Скажи Баланс Классов По порядку И почему Первый Снайпер Вообще Вот представь В голых Вот если Можно было Сбалансировать Не трогая Механику Игры Вот именно Забрав у кого Такие то Пушки И тогда Какой класс Был бы Сильнее Других Классов Если Можно Было Именно Пушками Снаряжения Его бы Как-то Сбалансировать Еще раз Сформулирую Просто Не понял Вот Взять Классы Вот то Что сейчас Есть Варфейсе Оружие Снаряжение Не трогая Механику То есть Снайперу Не фиксить Ничего Оружие Не фиксить Снаряжение Не фиксить Но можно Что-то Из этого Забрать Допустим Удалить Из игры И вот Как Этим Что есть Сбалансировать Эти класс По порядку Ты имеешь Что-то Каждый класс Как отбалансировать Правильно Да И какой Самый сильный Из них Все равно Получится Ну Самый сильный Должен быть Это Либо Штурмовик Либо Инженер Я так Считаю По крайней Мере Чтобы Варфейс Понимаешь Снайпер Мне кажется Тормозит Немного Геймплей То есть Снайпер Как бы Вот сейчас Даже взять Киберспорт Снайпер Встал В прицеле Например Выжидает Какой-то Момент То есть Убивает Противника И только Потом Начинают Условно Действовать Все остальные Если Снайпер Станет Менее Имбовый То есть Не будет Позволять Короче Будет Больше Смысла Зарашить Инженерам Вперед Вообще Штурмовик Так как У него Нет Ремкомплекта И тому подобное То есть Ему надо Добавить Скорострельности На пушку То есть У него Должна быть Пушка Которая Сто процентов Ваншотит В голову У которой Не супер Сильная Отдача То есть Ну Приемлемая Отдача Например Как у Давай возьмем АК-12 Ну у него Вообще Нет отдачи АК-15 Вот такая Вот пойдет Я считаю Чуть Побыстрее Он должен Стрелять Инженер Знаешь Ему надо Сделать так Чтоб он Именно на Ближней И средней Дистанции То есть Даже Ближняя И между Средней И ближней Очень хорошо Убивал То есть А на Средней И дальней Вообще Почти не Убивал То есть Я считаю Что он Должен делать Именно так А Что дальше Ну то есть Вот эти два Класса идут По порядку Если не Трогать Снаряжение Дальше Идет Снайпер Соответственно Что мы Делаем Ну как бы Оставляем Какой-нибудь Читак Обычный Не зима Потому что У зимы Слишком быстрый Зум Я считаю То есть Вот что-то Уровня Или Альпина Какая-нибудь Или Амп ДСР Знаешь Добавили бы Какой-нибудь Звук Такой Жесткий Вот тогда Было бы Хорошо Ну по крайней Мере Мне так Сейчас Кажется И последний Идет Медик Соответственно Он должен Как бы Медик Всегда Должен быть Последним Но не Должно Невозможно Понимаешь Ну мы фантазируем Ну тогда ладно Представь Вот что Вот сейчас Какие классы Есть От самого Сильного До самого Слабого Вот как люди Сейчас играют С максимальными Не по Опенкап Вот максимально Там люди С щитаками Играют С чапами Вот представь От сильного До самого Слабого Класс Инженер Снайпер Медик Штурмовик Инженер Самый сильный Ну а Амбэшка Плюс Блэк Вот это Самое сильное Что есть Верфейсе Потому что Тебе не слышно Ты стреляешь Без звука Убиваешь За секунды Даже на дальнюю дистанцию Просто Ну Ну Снайпер Это соответственно Понятно почему То есть он Больше импакта Внесет Чем медик На дальнюю И на ближнюю дистанцию Ну все зависит От того какой игрок Но я считаю Все равно Инженер Самый Представим Самых Сильных игроков Человек максимально Да Мне кажется Что инженер Именно с точки зрения Реализации И более интересный И более сильный Мне так Лично кажется И плюс у него Самое лучшее Это что есть Это Blackwood То есть сет Очень тихий Супер тихий Вообще То есть он Вообще его не слышно И потом идет у нас Соответственно Снайпер Ну понятно почему То есть зумы Прыжки То есть убийство Все такое Дальше идет медик С чапой Плюс пистолеты Хорошие сейчас тоже есть И как бы Последний штурмовик Но штурмовик Я не считаю Что там прям Сильно отстает от медика Именно вот То есть можно Как-то между ними Побалансировать Потому что у него Есть вот эти новые пушки АК-15 какой-нибудь Или МК Они очень бодро А если седа добавить Блин Я вообще Я ненавижу седа Но он Последний будет Сто процентов Но смотри С точки зрения того Что если мы идем На командный бой Седа можно вообще На первое место поставить Потому что он сядет Наверху и будет сидеть Если мы снайперу дадим Трувайлу Как бы он снайпер Ну то есть понимаешь Тут же очень много Подводных камней всяких То есть как бы Снайпер который ваншотит Седа мы рассматриваем Или снайпер который Не ваншотит седа Потому что если не ваншотит Сед будет убивать Постоянно его То есть как бы Видишь вот такие вот Лазейки постоянно То есть как бы Тут хрен балансируешь На подрыве Сед бесполезный Ну я так считаю Представим то что Ты снова во сне И это во сне возможно За сколько бы ты продал Был свой ютюб канал Блин я даже не хочу Об этом думать Но Так чтобы уже Ты имеешь ввиду Продать и закончить Полностью деятельность Нет просто свой канал Может дальше Это полная тупость Какая-то тогда То есть я могу Записать ролик Сказать ребят У меня сейчас новый канал Я это там продаю За Ну там условно Да 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 За 6 миллионов 6 миллионов рублей Ребят погнали на новый канал Я вам денег дам Еще Буду покупать Баттлпассы всем Так и канал еще Ну все не знают То есть это Это нелогично тогда Если я не могу дальше Заниматься деятельностью Это Не если можешь О если могу Точнее это супер тупо Ну все равно Ну то есть Крэстер перегнал Ну не знаю Лямов 6 рублей даже Ну если я могу Всем сказать Что вот у меня новый канал Я буду на нем продолжать 6 миллионов Понимаешь Потом еще один Еще один Еще один Ты понимаешь Мы экономику в России Так поднимем Понимаешь Я буду деньги раздавать Люди будут подписываться Ну если что он Видосы Понимаешь Ну админом Варфейса не продам Этот смотри Люди покупают Канал покупили Продал Канал купили Продал Канал купили Продал И мы и так Россию с колен Поднимем А монтру продаж Монтру Пиши ЛС Монтру Знал Ты как на все Было легко Нет Ты же понимаешь Что если мне человек Написал Что Купи Канал Шучу Купи Канал Куплю Канал То есть Это Это Никак не договоришься То есть Со мной Вряд ли Договоришься Но Аккаунт Варфейсе Тоже Во сне Блин Аккаунт Варфейсе Сейчас Я сейчас Так не сильно За него Как-то держусь За него Прям Не знаю Блин Вообще Я не знаю За миллион рублей Был бы реально Отдал аккаунт Если бы Реально Купил Но суть в том Что я его не продам С точки зрения того Что первое Это запрещено Правилами игры Второе Его забанят Смысла нет Ну то есть Я сейчас не держусь Как-то так сильно Прям за аккаунт Не знаю Я играю на втором аккаунте Мне там даже больше нравится Играть Потому что там чуваки Какие-то более живые играют Чем в жизни Реально занимаешься Помимо блогерства Чем увлекаешься Да ничем Это секрет Ну Есть И деятельность Один Но я не буду о нем говорить Он как бы Супер 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 Пассивный Нет Ну нет Нет Просто хобби Что? Да А считаешь ли ты Вот свою В карьерной ютубе Работы Либо так По кайфу Ну блин Нет Я не считаю Это хобби Я считаю Это хобби Часто То есть я Так говори Не не Ты говори Ну просто Понимаешь Как бы Вот я пропал Даже на 4 месяца Условно Да как бы Блин С любой работы Выпнули Там не знаю Оштрафовали Еще попал бы В яму Какую-нибудь кредитную А тут Понимаешь Как бы Ты Я ничего не делал И все нормально То есть Ну сейчас Начал активно стараться Все хорошо Вроде То есть я не могу сказать Что это работа Прям для меня Я получаю от этого Супер большое удовольствие Если у кого-то Есть такая работа От которой они получают Прям наслаждение За то что они прям Работают и убиваются Это Они меня поймут Я думаю Это не работа Ну Ну да Я думаю Все так делают Пообщается Более-менее Навещаю ли я часто Ну Те кто живут Далеко В Крыму Ну Понятное дело Что скучаю Но Блин Во-первых Сейчас Неохота лететь Потому что Во-первых Там заболели Родственники Очень сильно Ну как Сейчас только Отходят От этого всего И Как бы Ну не очень хочется Заразиться Поехать Просто заразиться Этим всем Не буду говорить Чем Что в тему Опять не сняли А Второе Как бы Ну Звоню Созваниваюсь Регулярно Постоянно Как и все Это делают Когда детишки будут Пропускаю вопрос Ну и Последний Завершающий вопрос Этого Трехчасового Интервью Я забыл вопрос А Что ты Будешь делать Если вот Ты прям Увидишь Что тебя Перестанут Смотрю Ты будешь Заходить Десять тысяч Просмотров За один день Ты будешь Стараться дальше Все равно Что ты будешь Делать Будешь искать Что-то новое Либо забьешь Ну я буду Делать это до тех пор Пока это приносит Мне удовольствие Я думаю Что Сегодня Я тебе еще раз Вот на примере Эльзы Даже ты Вот у тебя сейчас Хоть и не супер Большие просмотры Если ты сейчас Сядешь И запаришься Посмотры увеличатся В любом случае Они увеличатся Рано или поздно Они пойдут вверх Причем Активно пойдут вверх Если ты Что-нибудь другое Будешь делать То что будут дизлайкать То что не нравится Людям другим Вот если ты поймаешь Что волну Люди будут это смотреть Людям будет это интересно Если ты видишь Что у тебя Десять тысяч просмотров И ты продолжаешь Делать то же самое То тут уже Проблема в тебе Ну понятное дело Если ты не можешь С этим справиться Тебе это не доставляет Никого удовольствия Ты просто сидишь Делаешь У тебя десять тысяч просмотров Ты просто смотришь Как на тобой угорают То я думаю Что любой человек Со временем Просто уйдет Если не предпринимает Никаких действий А как ты считаешь Что удовольствие От цифр получаешь Либо просто от процесса Блин Знаешь Вот я тебе скажу так Раньше Я прям получал Удовольствие от цифр Реально Вот То есть мне так нравилось Что мне так много просмотров Именно не то что на роликах А вот в месяц То есть даже не от денег А от цифр Вот я офигевал Сейчас вот Вот этот месяц Особенно Вот я не знаю Как это происходит Вот До этого я заливал ролики Как ты Их неактивно Вот как я тебе говорил Здесь с началом Их неактивно комментировали Как-то вот То есть комментариев 100-200 То есть вообще Как будто мертвый ролик Сейчас ролик с тобой вышел Если не ошибаюсь На нем по-моему Уже там Ну нормально так Комментариев И есть что почитать Ты смотришь Вот я смотрю реакцию людей Я стал писать в сообщество Там люди всякие шутейки Выписывают Я там с людьми Они мне говорят Там Димон Там кашляни три раза Там моргани Там два раза Там если тебя Amazon держит в заложниках Я беру Кашляю Моргаю То есть подаю признаки Того что Ребят спасите Понимаешь И люди угорают С этого И начинают еще писать То есть Я как бы сейчас Заинтересован в общении с людьми Мне нравится То как люди реагируют Если ролик Вижу что Он даже хорошо зашел Вот например Ролик заходит как-то То есть вот Смотришь просмотров больше Чем обычно на нем То есть лайков больше А комментариев нет Как-то грустно Понимаешь Что никто ничего не написал Такое То есть все как-то Вяренько А вот смотришь Там люди пишут У снайпера вышел ролик Там люди написывают То есть вот так Вот так Ты читаешь Прям удовольствие получаешь Вот сейчас я кайфую Конкретно от того Что люди пишут Нет цифр Нет чего А вот именно Вот как это вот Все произошло То на чем я старался Как они это откомментировали Как они среагировали На это И что они написали Вот сейчас с тобой Что-то задизлайкали ролик Я пока не понял причины Но поймем скоро Задизлайкали Сколько? 10 тысяч лайков 100 дизлайков Нет там Я не смотрел Но там Дизлайков больше чем обычно То есть Ну это значит Что-то не понравилось Сейчас будем смотреть Что-то То есть Напишут Говно например Или что-нибудь такое Дефолтного димона Процент лайков 99 и 9 Сейчас 99 и 7 Блин Надо что-то менять Новое Что-то делать надо Слушай Ну а Как ты по плюс морали Относишься к тому Что ну раньше У тебя было больше просмотров Сейчас все равно До хрена просмотров Но все равно Раньше было больше Типе пофиг Ну сейчас Сейчас наверстаем Буду работать Стараться Задатим всем Буду что-нибудь придумывать Понятно Я больше раньше вкладывался Понимаешь Я Когда ты поймаешь Одну волну Вот у меня сейчас Такая проблема Что Ты делаешь 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 И потом Хоп Простел чуть-чуть И блин Ты как-то вот Не можешь опять включиться То есть Раньше как-то я больше Был в это вот Введен И сейчас вот я Сейчас немножко Да Потерял немного волну Иногда спадаю с ними Поэтому иногда Приходится себя закидывать Сейчас попробую вернуться Ну не получится Ну я пытаюсь Что делать Не получится С первого раза Со второго Не получится Со второго Может с третьего А может там Четвертое недалеко Как бы Как ты думаешь У тебя когда-нибудь Нет а вот Когда у тебя 50 комментариев И все 50 комментариев Типа ты заебался Типа Одно и то же Делаешь Давай что-то новое А ты вот делал Ты будешь делать Что-то новое А все равно пишет Это Но так вот Лучше Лисовь Можешь прикинь Или сидит Такую Думает Делать что-то новое Но он не понимает Что он делает Может ты вот Прикинь Вот когда-нибудь Ну Возраст идет Как бы Аудитория меняется Вот когда-то Ты будешь Думаешь Что ты делаешь Новое А те Все пишут Одно и то же делаешь Ну Чисто теоретически Такое может быть Но мне сейчас пишут Каждый день Задолбал твою Warface Далой что-то другое И тому подобное Каждый раз это пишет То есть вижу это Но Мне нравится Warface Я людям так и пишу Отвечаю в комментариях Мне нравится игра То есть я играю реально То есть я ее записываю В чем проблема Он А ну ладно Тогда Окей Тогда вопросов нет Как бы ну Если как у Элиза Комментарии Блин Вот это вот самое обидное Когда люди вообще никак не комментируют То есть ты не стараешься Отдачи никакой нет Или даже ты стараешься Отдачи никакой нет Это супер обидно Вот это вот То есть именно нет комментариев Понимаешь С чего начиналась С чего начиналась Моя деятельность на ютубе Люди писали комментарии То есть какие-то Никакие писали свои комментарии И это самое важное Ты читаешь их Ты вот Блин понимаешь Это круто То есть вот Ребята спасибо Что написали То есть вот Спасибо хоть что-то Сделали Я вот В тиктоке Твой видос вообще видел Ты там просто выложил Я его просто безу Посмотрел Но ты просто смотрел В камеру А он полмиллиона просмотров набрал Ну сейчас записывать Ну я как бы хотел записывать сначала Я просто записал так Попробовал Блин Выстрелил Посмотреть в камеру Посмотреть в камеру Насколько просмотров зайдет Ну полмиллиона Ну можно поснимать Тикток Ну там Там тиктоке Я почему создал То есть ну Там чуваки заливают То есть кто-то Ну заливает Никаких у меня возражений нет Я там ничего не буду Блокировать контент никак То есть если кто-то хочет Заливайте ради бога Суть в том Что Мне нравится Там чуваки рофлят Просто заливают Знаешь Мама спрашивает Куда ты потратил Типа зарплату Для вуза Ой господи Оплату вуза Типа куда ты потратил Там мой ролик включается Сегодня мы будем тратить 96 тысяч рублей То есть это до хрена Собрало просмотров Очень много Я такой Опа А почему Попробовал записать И там собрало Чего думаю Капец Как так Слушай Сколько у тебя спонсоров На канале Блин Сейчас мало Было больше Я не помню Там 34 по-моему А я думал Мало Ну тысяч пять Спонсоров Не-не-не Вот был Поначалу Я просто поначалу Там прям То есть Призывал всех подписывать Сейчас я перестал То есть кто ходит Подписываться Я с ними общаюсь Там в спонсорском То есть у нас чат Спонсорский Я сейчас больше Спонсорам стал Уделять внимание Ролики для них Понятное дело У меня нет времени Записывать отдельные Но То есть на какое-то Время буду Определенное время То есть пины кидаем Постоянно То есть какие-нибудь Закрытые А максимум Сколько у тебя спонсоров Я не помню Там около 60 68 Или что-то такое Но там было достаточно Много по 250 рублей Подписаны У меня 250 И 50 По-моему рублей То есть много было По 250 Сейчас по 250 Вообще никого нет Потому что люди увидели Как бы что В этом нет смысла То есть у ютуба Тоже такая Как бы себе Понимаешь Что активизация Спонсорства То есть ты активировался Все И как бы Получил стикеры Ну или там То есть нет такого Чего-то прям Вау Спасибо большое тебе За интервью Мы отлично провели Эти три часа Я рад то что Я провел их с тобой Спасибо то что Ответил на Все в принципе Вопросы которые Я тебе задал Удачи тебе Спасибо еще раз Что пришел Пока Тебе спасибо Что пригласил Снимаю перед тобой Шляпу Как ты на свой канал Поэтому давай Удачи Благодарю вас за просмотр Дорогие друзья Надеюсь вам все понравилось Не забудьте поддержать лайком Подписка на канал Написать ваше личное мнение В комментариях С вами был Серега И Дмитрий Крымский Мы с вами увидимся Всем удачи Пока